Сергей Леонидович Рубинштейн. Основы общей психологии. Мышление. Природа мышления. Наше познание объективной действительности начинается с ощущений и восприятия. Но начинаясь с ощущений и восприятия, познание действительности не заканчивается ими. От ощущения и восприятия оно переходит к мышлению. Отправляясь от того, что дано в ощущениях и восприятиях, мышление, выходя за пределы чувственно данного, расширяет границы нашего познания. Это расширение познания достигается мышлением в силу его опосредствованного характера, позволяющего ему опосредованно, умозаключением, раскрыть то, что непосредственно в восприятии не дано. С расширением познания благодаря мышлению связано и углубление познания. Ощущения и восприятия отражают отдельные стороны явлений, моментов действительности в более или менее случайных сочетаниях. Мышление соотносит данные ощущений и восприятий, сопоставляет, сравнивает, различает, раскрывает отношения, опосредования и через отношения между непосредственно чувственно данными свойствами вещей и явлений, Раскрывает новые, непосредственно чувственно неданные абстрактные их свойства, выявляя взаимосвязи и постигая действительность в этих ее взаимосвязях, мышление глубже познает ее сущность. Мышление отражает бытие в его связях и отношениях, в его многообразных опосредованиях. Раскрытие отношений, связей между предметами составляет существенную задачу мышления. Этим определяется специфический путь, которым мышление идет ко все более глубокому познанию бытия. Мышление отражает не только отношения и связи, но также свойства и сущность, и отношения отражаются не только в мышлении. В действительности уже в восприятии дана непростая сумма или агрегат изолированных элементов. Уже в восприятии различные свойства и предметы действительности даны в некоторых взаимоотношениях, сочетаниях, связях, и мышление исходит из них в своем познании действительности. Мы воспринимаем обычно вещи в определенных ситуациях, в которых они даны в тех или иных соотношениях с другими вещами – пространственных, временных и т.д. Вещи воспринимаются как равные или неравные, большие или меньшие, как определенным образом расположенные, то есть находящиеся в тех или иных отношениях порядка или последовательности, как предшествующие или последующие и т.д. Помимо того, и внутри каждой вещи различные свойства воспринимаются нами опять-таки не как совокупность изолированных, между собой не связанных, качеств, а в определенных, характерных для вещи соотношениях, сочетаниях, связях. Но в восприятии вещи и явления их свойства даны сплошь и рядом в случайных, в единичных, в несущественных определениях, во внешнем соединении свойств, которые соединены, но не связаны. Для химического элемента несущественно может быть та окраска, которая ему придана. Химические реакции или соединения, в которые он войдет, от нее не зависят. Для общественной сущности капиталиста несущественен тот внешний облик, в котором он, как единичный человек, предстал тому или иному рабочему, черты его лица или фигуры. Существенные и несущественные свойства, случайные и необходимые связи или связи по смежности в данной частной ситуации, то есть простые совпадения и реальные зависимости, выступают в восприятии в нерасчлененном синкретическом единстве. Задача мышления заключается в том, чтобы выявить существенные необходимые связи, основанные на реальных зависимостях, отделив их от случайных совпадений по смежности в той или иной частной ситуации. Выявляя необходимые существенные связи, переходя от случайного к необходимому, мышление вместе с тем переходит от единичного к общему. Связи, основанные на случайном стечении частных обстоятельств, ограниченных пространством и временем, могут носить лишь единичный характер. Но то, что существенно связано, необходимо окажется общим при многообразных изменениях несущественных обстоятельств. Раскрывая существенные связи, мышление поэтому обобщает. Всякое мышление совершается в обобщениях. Оно всегда идет от единичного к общему и от общего к единичному. Мышление – это движение мысли, раскрывающая связь, которая ведет от отдельного к общему и от общего к отдельному. Мышление – это опосредованное, основанное на раскрытии связей, отношений, опосредований и обобщенное познание объективной реальности. Переходя от случайных к существенным общим связям, мышление раскрывает закономерности или законы действительности. В восприятии я могу лишь констатировать, что в данном частном случае данное единичное явление протекало так-то, но лишь в результате мыслительной операции я могу прийти к тому выводу, что такова общая закономерность. Раскрытие закономерности свойств и тех отношений, которые выступают в восприятии, требует мыслительной деятельности. Раскрывая все более глубокие закономерности явлений, мышление познает все более и более существенные свойства, все более глубокую сущность объективного мира. Адекватное познание бытия, которое всегда находится в процессе становления, изменения, развития, отмирания старого, отживающего и развития нового, нарождающегося, дает лишь мышление, которое отражает бытие в его многосторонних связях и опосредованиях, в закономерностях его движимого внутренними противоречиями развития, диалектическое мышление. Мышление, как познавательная теоретическая деятельность, теснейшим образом связано с действием. Человек познает действительность, воздействуя на нее, понимает мир, изменяя его. Мышление не просто сопровождается действием или действием мышлением. Действие – это первичная форма существования мышления. Первичный вид мышления – это мышление в действии и действием. Мышление, которое совершается в действии и в действии выявляется. Все мыслительные операции, анализ, синтез и так далее, возникли сначала как практические операции и лишь затем стали операциями теоретического мышления. Мышление зародилось в трудовой деятельности как практическая операция, как момент или компонент практической деятельности и лишь затем выделилось в относительно самостоятельную теоретическую деятельность. В теоретическом мышлении связь с практикой сохраняется, лишь характер этой связи изменяется. Практика остается основой и конечным критерием истинности мышления. Сохраняя свою зависимость от практики в целом, теоретическое мышление высвобождается из первоначальной прикованности к каждому единичному случаю практики. Пока, решая задачу, мы оперируем только наглядным единичным содержанием, данным нам в непосредственном созерцании. Мы разрешаем задачу лишь для данного единичного случая. В каждом следующем случае приходится решать задачу снова, и снова это решение только этой частной задачи. Возможность дать обобщенную формулировку и обобщенное решение задачи радикально изменяет положение. Задача, получившая такое обобщенное решение, решена не только практически, для данного частного случая, но и теоретически, для всех принципиально однородных случаев. Решение, полученное на единичном случае, выходит за его пределы и получает обобщенное значение. Оно становится теорией или составной частью теории. Вместо того, чтобы идти следом за практикой от одного частного случая к другому, решая ту частную задачу, которую практика поставила, теоретическое мышление в обобщенной форме вскрывает принцип решения задачи и предвосхищает решение задач, на которые практика может лишь в будущем натолкнуться. Мышление принимает на себя функции планирования. Оно поднимается на тот уровень, когда возможной становится теория, опережающая практику и служащая руководством к действию. Так прокладывается диалектический путь познания истины, познания объективной реальности. От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике, пишет Владимир Ильич Ленин в философских тетрадях. Развиваясь на основе действия, мышление и служит в конечном счете для организации действия и руководства им. Будучи связано с деятельностью, теоретическое мышление – само процесс, переход от единичного к общему и от общего к единичному, от явления к сущности и от сущности к явлению. Реальное мышление – это движение мысли. Оно может быть правильно понято лишь в единстве деятельности и ее продукта, процесса и его содержания, мышления и мысли. Специфическим содержанием мышления является понятие. Понятие – это опосредованное и обобщенное знание о предмете, основанное на раскрытии его более или менее существенных объективных связей и отношений. Полноценное диалектическое понятие берет явление во внутренние взаимосвязи всех его сторон, в единстве внутренних противоречий, в его конкретной жизни и развитии. В смене взаимозависимости всех понятий, в тождестве их противоположностей, в переходах одного понятия в другое, в вечной смене, движении понятий, мышление все глубже проникает в конкретную жизнь действительности, в ее движимое внутренними противоречиями развития. И именно понятие, а не слово, как этого хотят формалисты, превращающие речевой знак в творца, в демиурга мышления, и не общее представление, как этого хотят империсты, сводящие логическое к наглядно-чувственному, именно понятие является специфическим содержанием мышления. Вскрывая связи и отношения, исходя от явления к обобщенному познанию их сущности, понятие приобретает абстрактный, ненаглядный характер. Содержание понятия сплошь и рядом нельзя себе наглядно представить, но его можно мыслить или знать. Его объективное определение раскрывается опосредованно и выходит за пределы непосредственной наглядности. Формой существования понятия является слово. Понятийное содержание мышления складывается в процессе исторического развития научного сознания на основе развития общественной практики. Его развитие является историческим процессом, подчиненным историческим закономерностям. Психология и логика Мышление является предметом изучения не только психологии, но также и даже прежде всего диалектической логики. Каждая из этих научных дисциплин, изучая мышление, имеет, однако, свою отличную проблематику или сферу исследования. Проблемой логики является вопрос об истине, о познавательном отношении мышления к бытию. Проблемой психологии является протекание мыслительного процесса, мыслительная деятельность индивида в конкретной взаимосвязи мышления с другими сторонами сознания. Отличаясь таким образом друг от друга, психология мышления и логика или теория познания вместе с тем теснейшим образом связаны друг с другом. Различные стороны или аспекты мышления не могут быть оторваны друг от друга. Мышление как предмет психологического исследования не может быть определено вне отношения мысли к бытию. Психология поэтому также берет мышление не в отрыве от бытия, но изучает она как специальный предмет своего исследования не отношение мышления к бытию, а строение и закономерность протекания мыслительной деятельности индивида в специфическом отличии мышления от других форм психической деятельности и в его взаимосвязи с ними. Основа для разрешения вопроса о соотношении логического и психологического, позволяющая вскрыть связи между ними, заложена уже в наших исходных положениях. Поскольку психическое, внутреннее определяется опосредованно через отношение свое к объективному, внешнему, логика вещей, объектов мысли в силу этого входит в психику индивида, заодно с их предметным содержанием и более или менее адекватно осознается в его мышлении. Поэтому логическое, никак не растворяясь в субъективно-психологическом в духе психологизма и не противостоя извне всему психологическому в духе антипсихологизма, входит определяющим началом в сознание индивида. Психология мышления не может быть сведена таким образом к логике, но вместе с тем психологическая трактовка мышления не может быть и оторвана от определения объективной сущности мышления в логике. И действительно, психология мышления всегда исходит и неизбежно должна исходить из той или иной философской, логической, методологической концепции. Эта связь психологии с логикой и теорией познания, с философией, отчетливо проявляется в истории психологических учений о мышлении. Так, ассоциативная психология исходила из позиции английского империзма. Психология мышления в Юрсбургской школы из идеалистической философии гусерлианства. Трактовка психологии мышления в американской литературе, у Дьюи, определялась философией прагматизма. Наша, советская психология мышления исходит из диалектической логики, из материалистической диалектики. Психологические теории мышления Психология мышления стала специально разрабатываться лишь в XX веке. Господствовавшая до этого времени ассоциативная психология исходила из того положения, что все психические процессы протекают по законам ассоциации, и все образования сознания состоят из элементарных чувственных представлений, объединенных посредством ассоциаций в более или менее сложные комплексы. Представители ассоциативной психологии не видели по этому необходимости в специальном исследовании мышления. Они, по существу, конструировали его из предпосылок своей теории. Понятие отождествлялось представлением и трактовалось как ассоциативно связанная совокупность признаков. Суждение – как ассоциация представлений, умозаключение – как ассоциация двух суждений, служащих его посылками, с третьим, которое выводится из него как вывод. Эта концепция идет от Дэвида Юма. Еще в конце XIX века она была господствующей. Ассоциативная теория сводит содержание мысли к чувственным элементам ощущений, а закономерности его протекания – к ассоциативным законам. Оба эти положения несостоятельны. Мышление имеет свое качественно-специфическое содержание и свои качественные специфические закономерности протекания. Специфическое содержание мышления выражается в понятиях. Понятие же никак не может быть сведено к простой совокупности ассоциативно связанных ощущений или представлений. Точно так же и закономерности протекания мыслительного процесса не сводимы к ассоциативным связям и законам, определяющим протекание ассоциативных процессов – законы ассоциации по смежности в пространстве и во времени. Первое существеннейшее отличие мыслительного процесса от процесса ассоциативного заключается в том, что течение мыслительного процесса регулируется более или менее адекватно отраженными в сознании связями своего предметного содержания. Ассоциативный же процесс определяется сплошь и рядом неосознанными связями по смежности в пространстве и во времени между полученными данным субъектом более или менее случайными субъективными впечатлениями. У каждого субъекта они устанавливаются в зависимости от того, в каких соединениях данные впечатления были им восприняты, независимо от того, насколько существенны эти связи для самых предметов. Поэтому ассоциативные связи являются сравнительно еще не совершенной ступенью познания. Из них лишь в общем и целом отражаются существенные связи. В каждом же отдельном случае ассоциация может иметь случайный характер. В ассоциативном процессе связи и отношения объективно определяющие течение процесса не осознаются самим субъектом как связи его предметного содержания. Поэтому содержание процесса субъективно в познавательном отношении и вместе с тем его течение автоматично, независимо от субъекта. Субъект не регулирует его течение. При ассоциативном процессе протекает ряд субъективных представлений, независимых от субъекта, ассоциативный процесс лишен целенаправленности. Каждое представление может по ассоциации вызвать любое из представлений, с которыми оно при своем появлении находилось в пространственной или временной смежности, а таких представлений обычно бывает множество. Каждое из могущих быть ассоциативно вызванных представлений, в свою очередь, является отправной точкой, разбегающихся в разные стороны ассоциаций. Таким образом, основанная на ассоциации связь между исходным представлением и последующим неоднозначно. Процесс лишен направленности, в нем нет регулирующей его организованности. Так, например, протекают у нас обрывки мыслей, случайно всплывая и разбегаясь сейчас же в разные стороны, когда, выключившись из мыслительной работы, требующей сосредоточенной направленности и собранности на одном предмете, на разрешаемой нами задачи, мы, утомленные, предоставляем нашим мыслям блуждать и расплываться в случайных грезах. Но и в этих грезах больше направленности, чем в простой цепи ассоциаций. В мыслительном же процессе действием этого механизма ассоциаций можно было бы скорее объяснить те случаи рассеянности, когда в последовательный ход мыслительных операций вдруг врывается по случайной ассоциации всплывший образ, отклоняющий мысль от ее пути, от нормального упорядоченного течения мыслительных операций. Таким образом, характер протекания элементарного ассоциативного процесса и высшего мыслительного процесса так существенно различны, что сведение второго к первому совершенно неправомерно. Для того, чтобы объяснить направленный характер мыслительного процесса, не отказываясь от исходных предпосылок ассоциативной теории, согласно которой все мыслительные процессы носят репродуктивный характер, воспроизводящий содержание чувственных данных, сторонники этой теории наряду с ассоциацией пытались использовать еще персеверацию. Георг Элиас Мюллер. Персеверация выражается в тенденции представлений удерживаться, каждый раз вновь проникая в течение наших представлений. Так порой навязчиво преследует человека какой-либо мотив. Крайнюю патологическую форму персеверации представляют так называемые навязчивые идеи. Попытка использовать персеверативные тенденции для объяснения направленности мышления нашла себе яркое выражение в формуле Эбенгауза «упорядоченное мышление – это, можно сказать, нечто среднее между скачкой идей и навязчивыми представлениями». Мышление, таким образом, представляется в виде равнодействующей двух патологических состояний – яркое доказательство резкого несоответствия природы мышления предпосылком этой теории, на основе которой приходится таким образом его объяснить. Сведению логического к чувственному, проводимому сенсуалистической ассоциативной психологией, Вюртсбургская школа, сделавшая разработку психологии мышления своей основной задачей, противопоставила рационалистической идеалистический отрыв логического от чувственного. Представители Вюртсбургской школы, положившие наряду с Альфредом Бене во Франции начало систематическому изучению психологии мышления, прежде всего выдвинули, противовес сенсуализму ассоциативной психологии, то положение, что мышление имеет свое специфическое содержание, несводимое к наглядно-образному содержанию ощущений и восприятия. Но правильное положение о несводимости мышления к наглядному чувственному содержанию соединилось у них сложным отрывом одного от другого. Чистой чувственности было противопоставлено чистое мышление, между ними установлена только внешняя противоположность, без единства. В результате Вюртсбургская школа пришла к неправильному пониманию соотношения мышления и чувственного созерцания. Противовес субъективизму ассоциативной психологии, для которой мыслительный процесс сводится к простой ассоциации субъективных представлений. Вюртсбургская школа, опираясь на идущее от Брентана и Гусерля понятие интенции, выдвинула положение о предметной направленности мысли и подчеркнула роль предмета в мыслительном процессе. Но в силу того, что в соответствии с той идеалистической философией, из которой исходила вюртсбургская школа, мышление было внешне противопоставлено всему чувственному содержанию действительности. Направленность мышления на предмет, интенция, превратилась в чистый акт, своеобразный акту спурус схоластической философии, в мистическую активность вне всякого содержания. Эта чистая мысль соотносится с идеальными объектами, само идейное содержание которых оказывается трансцендентным мышлению. Правильное положение о внутренней соотнесенности мышления с независимым от него предметом превратилось в ложную метафизическую концепцию о чистой бессодержательной активности, которой противостоят трансцендентной идее. Противовес механицизму ассоциативной теории, сводившей мыслительные процессы к внешнему механическому сцеплению представлений, представители вюртсбургской школы подчеркнули упорядоченный направленный характер мышления и выявили значение задачи в мыслительном процессе. Но механической трактовке мышления представителей ассоциативной психологии вюртсбургской школе была противопоставлена явно телеологическая концепция детерминирующих тенденций нарцисса-аха, которые, исходя из подлежащей решению задачи, направляют ассоциативные процессы к надлежащей цели. Вместо того, чтобы раскрыть существенные внутренние особенности мышления, которые делают его пригодным для решения задач, неразрешимых механическим ассоциативным процессам, задачи приписывают способность к самореализации. Стремясь преодолеть этот телеологизм и дать действительное объяснение течению мыслительного процесса, Отто Зельц в своем исследовании о мышлении выдвинул то правильное положение, что продуктивное мышление не состоит из констелляции отдельных представлений, движимых различными тенденциями, репродуктивными и детерминирующими, а заключается в функционировании специфических операций, которые служат методами, направленными на разрешение определенных задач. Течение мыслительного процесса определяется соотношением между задачей или установкой на ее разрешение и теми интеллектуальными операциями, которые она актуализирует. Однако в определении этого основного соотношения Отто Зельц возвращается на чисто механистические позиции. Установка на разрешение задачи признается раздражителем, который разряжает соответствующие операции как реакции. Мышление таким образом оказывается системой рефлексоидальных соединений, которые по структуре сродни сложным рефлексам, цепным рефлексам. Показав сначала, что мыслительный акт – это операция, несводимая к механическому сцеплению ассоциаций, Зельц сами операции сцепил совершенно неадекватными природе мышления рефлексоидальными отношениями, такими же внешними и механическими, как связи ассоциативные. За время своего существования вюрсбургская школа проделала значительную эволюцию. Начав с утверждения о безобразном характере мышления Кюльпе, Уатт, Бюллер в ранних своих работах, представители вюрсбургской школы – тот же Бюллер в своих позднейших работах – Отто Зельц. Затем очень рельефно выявили и даже специально подчеркнули роль наглядных компонентов в процессе мышления. Однако наглядность была при этом насквозь интеллектуализирована. Наглядные представления превращены в лишенные самостоятельной чувственной основы совсем пластичные орудия мышления. Таким образом, принцип интеллектуализации реализовался в новых формах. Аналогичная эволюция произошла и во взглядах вюрсбургской школы на взаимоотношения мышления и речи. Вначале, как у Кюльпе, например, мышление рассматривалось совершенно вне речи, как если бы в речи мышление не совершалось, а лишь выявлялось вовне, будучи уже готовым, независимым от нее. Затем мышление и образование понятий – нарцисс-ах – было превращено в результате введения формально понимаемого речевого знака в решение задачи. Эта последняя позиция, превращающая бессмысленный знак в демиургомышление, была при всей ее видимой противоположности по существу лишь оборотной стороной все той же первоначальной позиции, разрывающей мышление и речь. Оттолкнувшись от критики психологии мышления Зельца, Курт Ковка попытался наметить теорию мышления с позиции гештальт-психологии. В противоположность представителям вьюрсбургской школы, доказывавшим, что отношения составляют существенное содержание мышления, не сводимое к наглядному содержанию тех членов, между которыми они устанавливаются – Грюнбаум, Курт Ковка хочет безостаточно свести отношение к структурности наглядного содержания. Основное положение его теории мышления заключается в том, что мышление – это не оперирование отношениями, а преобразование структуры наглядных ситуаций. Исходная ситуация, в которой возникает проблема – это в своем наглядном содержании неуравновешенное феноменальное поле, в котором имеются как бы незаполненные места. Вследствие этого в проблемной ситуации создается напряжение, которое вызывает переход данной неустойчивой наглядной ситуации в другую. Посредством последовательного ряда таких переходов происходит преобразование, то есть изменение структуры исходного наглядного содержания, которое и приводит к решению задачи. Задача оказывается решенной попросту в результате того, что мы под конец по-иному, чем в начале, непосредственно видим содержание исходной ситуации. В противовес психологии мышления вюртсбургской школы, которая оторвала мышление от чувственного созерцания, Курт Ковка попытался таким образом осуществить на основе принципа структуры то же сведение мышления к наглядному содержанию, которое на основе учения об ассоциациях отстаивала ассоциативная психология. Эта попытка игнорирует специфику мышления. Ковка подчеркивает, что в противовес идеалистической теории вюртсбуржцев, согласно которой мышление состоит из операций субъекта, его теория целиком переносит весь процесс мышления из субъекта в феноменальный объект. Это, по существу, механическое поглощение субъекта объектом. Оно носит вместе с тем и ярко-субъективистический характер, поскольку объект, в который перенесен весь процесс мышления, это феноменальный объект, то есть наглядное содержание сознания. Не учтена отнесенность этого содержания к независимому от него предмету. Так Ковка считает неправильным истолковывать опыты Грюнбаума, показавшего, что можно воспринять две равные фигуры, не осознав их равенства, и осознать равенство двух фигур, не осознав в точности, какие это фигуры. Таким образом, что мы сначала воспринимаем две фигуры без осознания их равенства, а затем сознаем равенство тех же фигур. С его точки зрения попросту мы сначала восприняли две фигуры, а затем две равные фигуры. Нам были даны не одни и те же предметы и отношения между ними, а сами предметы были в первом и во втором случае различны. Предмет в этом случае явно отождествляется с изменяющимся от случая к случаю наглядным содержанием сознания, которое само по себе безотносительно к его тождественной предметной отнесенности. Между тем, тождество предметной отнесенности при различном наглядном содержании составляет существенную предпосылку мышления. Без нее мышление невозможно. В самом деле тот переход одного феноменального поля, одной наглядной ситуации в другую, которому ковка хочет свести процесс мышления, никак не может привести к решению задачи, возникшей в первой ситуации. Для этого недостаточно замены исходной ситуации к конечной ситуации. Для того, чтобы последняя ситуация могла стать решением той задачи, которая возникла в первой ситуации, необходимо, чтобы содержание последней ситуации было соотнесено с первой и содержание обеих отнесено к одним и тем же предметам. Только при этих условиях, которые ковка отверг, решение могло бы быть осознанно как решение. О том же процессе перехода от одной наглядной ситуации к другой, о котором говорит ковка, можно сказать, что мы, перейдя от исходной проблемной ситуации к последующей, в лучшем случае ушли от задачи и только избавились от нее, но никак не то, что мы ее разрешили. Двойное сведение и предмета и операции субъекта к структуре непосредственно данного содержания сознания упраздняет основные предпосылки мыслительного акта. Мышление также не сводимо к преобразованию феноменальных структур, как и к ассоциации представлений. Психологическая природа мышления Всякий мыслительный процесс является по своему внутреннему строению действием или актом деятельности, направленным на разрешение определенной задачи. Задача эта заключает в себе цель для мыслительной деятельности индивида, соотнесенную с условиями, которыми она задана. Направляясь на ту или иную цель, на решение определенной задачи, всякий реальный мыслительный акт субъекта исходит из тех или иных мотивов. Начальным моментом мыслительного процесса обычно является проблемная ситуация. Мыслить человек начинает, когда у него появляется потребность что-то понять. Мышление обычно начинается с проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, с противоречия. Этой проблемной ситуацией определяется вовлечение личности в мыслительный процесс. Он всегда направлен на разрешение какой-то задачи. Такое начало предполагает и определенный конец. Разрешение задачи является естественным завершением мыслительного процесса. Всякое прекращение его, пока эта цель не достигнута, будет испытываться субъектом как срыв или неудача. Весь процесс мышления в целом представляется сознательно регулируемой операцией. С динамикой мыслительного процесса связано эмоциональное самочувствие мыслящего субъекта, напряженное в начале и удовлетворенное или разряженное в конце. Вообще реальный мыслительный процесс связан со всей психической жизнью индивида. В частности, поскольку мышление теснейшим образом связано с практикой и исходит из потребностей и интересов человека, эмоциональные моменты чувства, выражающего в субъективной форме переживания, отношения человека к окружающему включаются в каждый интеллектуальный процесс и своеобразно его окрашивают. Мысль – это не чистая мысль, а живой человек, поэтому в акт мысли в той или иной мере включается и чувство. Роль чувства в мыслительном процессе может быть различной в зависимости от того, какое соотношение устанавливается между чувством и мыслью. Иногда чувство, включаясь в мысль, нарушает субъективными элементами ее течения. Подчиняясь деспотичному господству слепого чувства, мысль начинает порой регулироваться стремлением к соответствию с субъективным чувством, а не с объективной реальностью. Мысль, которая в основном следует принципу удовольствия вопреки принципу реальности, относится уже к области патологии. Но и в пределах нормального мышления нередко случается, что мышление подчиняется логике чувств, и мыслительный процесс, теряя свое познавательное значение, сводится к использованию формальных логических операций для оправдания перед мыслью положений, которые установлены помимо нее, будучи продиктованы чувством и фиксированы в угоду ему. Вместо того, чтобы взвешивать все за и против какой-нибудь гипотезы, эмоциональное мышление с более или менее страстной предвзятостью подбирает доводы, говорящие в пользу желанного решения. Решение вопроса совершается в плане чувства, а не мысли. Мышление в таком случае служит не для того, чтобы прийти к решению проблемы, а лишь для того, чтобы оправдать решение, в пользу которого говорят доводы сердца, чувства, интересы, пристрастия, а не доводы разума. Чувство может иногда отклонить мысль от правильного пути. Однако было бы в корне неправильно на этом основании приписывать чувству вообще лишь отрицательную роль какого-то дезорганизатора мысли или относить его вмешательство к области патологии. Когда в единстве интеллектуального и аффективного эмоциональность подчинена контролю интеллекта, включение чувства придает мысли большую напряженность, страстность, остроту. Мысль, заостренная чувством, глубже проникает в свой предмет, чем объективная, равнодушная, безразличная мысль. Поскольку далее мышление совершается в виде операций, направленных на разрешение определенных задач, мыслительный процесс является активным, целеустремленным солевым актом. Разрешение задачи требует сплошь и рядом значительного волевого усилия для преодоления встающих перед мышлением трудностей. Волевые качества личности, настойчивость и целеустремленность, имеют поэтому существенное значение для успеха в интеллектуальной работе. Эта сознательная целенаправленность существенно характеризует мыслительный процесс. Осознание, стоящее перед мышлением задачи, определяет все течение мыслительного процесса. Он совершается как система сознательно регулируемых интеллектуальных операций. Мышление соотносит, сопоставляет каждую мысль, возникающую в процессе мышления, с задачей, на разрешение которой направлен мыслительный процесс и ее условиями. Совершающаяся таким образом проверка, критика, контроль характеризует мышление как сознательный процесс. Эта сознательность мысли проявляется в своеобразной ее привилегии. Только в мыслительном процессе возможна ошибка. Только мыслящий человек может ошибаться. Ассоциативный процесс может дать объективно неудовлетворительный результат, неадекватной задачи. Но ошибка, осознанная субъектом как таковая, возможна лишь в процессе мышления, при котором субъект более или менее сознательно соотносит результаты мыслительного процесса с объективными данными, из которых он исходит. Отбрасывая парадоксальность исходной формулировки, можно сказать, что, конечно, не сама по себе ошибка, а возможность осознать ошибку является привилегией мысли как сознательного процесса. Источники ошибок могут быть многообразны. Исследование, проведенное нашим сотрудником Звоницкой о психологии ошибок при решении учащимися 6-8 классов алгебраических задач, показало, что ошибки связаны прежде всего с частичным лишь учетом условий и в теоретических операциях, например, при решении алгебраических задач, с подменой опосредованных связей непосредственными. Наряду с этим вторичными источниками ошибок могут быть автоматизм навыков, эмоциональные срывы, неадекватное речевое и наглядное оформление задачи. То же исследование показало, что внешние признаки ошибки, например, какая-то неправильность в составлении уравнений, не определяют ее однозначно. Психологическая природа ошибки раскрывается лишь из системы мыслительных операций, которые к ней привели, и тех, которые приводят к ее исправлению. Так же, как протекание, специфично и содержание мыслительного процесса. Всякий мыслительный процесс совершается в обобщениях. Эти обобщения выражаются в понятиях, специфическом содержании мышления. Всякое мышление в той или иной мере совершается в понятиях. Однако в реальном мыслительном процессе понятия не выступают в отрешенном, изолированном виде. Они всегда функционируют в единстве и взаимопроникновении с наглядными моментами представлений, и со словом, которое, будучи формой существования понятия, является всегда вместе с тем и неким слуховым или зрительным образом. Наглядные элементы включаются в мыслительный процесс. А. В виде образных представлений о вещах и их свойствах. Б. В виде схем. В. В виде слов, которыми оперирует понятийное мышление, поскольку оно всегда является мышлением словесным. Мыслительный процесс обычно включает в себя, в единстве и взаимопроникновении с понятиями, во-первых, более или менее обобщенные образы представления. Не только отвлеченное значение слова, но и наглядный образ может быть носителем смыслового содержания, значения и выполнять более или менее существенные функции в мыслительном процессе, потому что образ является не замкнутой в себе данностью сознания, а семантическим образованием, обозначающим предмет. Мы поэтому можем мыслить не только отвлеченными понятиями, но и образами, как это с особенной очевидностью доказывает существование метафор и вообще художественное мышление. Хотя теоретически в целях анализа можно и нужно различать абстрактное теоретическое мышление, и мышление наглядно образное. Слушай дальше. И они в действительности отличаются друг от друга, потому что понятие или образ является в них преобладающим. Однако в реальном мыслительном процессе обычно в какой-то мере включаются и отвлеченное понятие, данное в форме слова, и образ. Образ, как образ предмета, имеет семантическое содержание. Каждый воспринимаемый или представляемый нами образ фигурирует обычно в связи с определенным значением, выраженным в слове. Он обозначает предмет. Когда мы наглядно, образно что-либо воспринимаем, мы осознаем предмет. Наглядно чувственное содержание относится нами к предмету, который мы посредством него воспринимаем. Это семантическое содержание является общим знаменателем для образа и слова-понятия. Их семантическая общность преодолевает обычное противопоставление логически-понятийного и образно-чувственного, включая и одно, и другое, как необходимые звенья в реальный мыслительный процесс. У некоторых испытуемых роль образа в процессе мышления выступает особенно ярко. Приведем в подтверждение этого несколько иллюстраций из протоколов КОМ. Экспериментатор предлагает испытуемому определить, что такое мужество. Первое, что пришло в голову, когда вы сказали слово «мужество» – фигура мужчины античной скульптуры. Неясно, какой-то музей скульптуры, галерея разных фигур. Останавливаюсь перед одной. Это мужество. Это в первый момент. А вообще хочется определить не внешним образом, а психологическую сторону этого термина. Мужество. Первая мысль – связать с мужчиной, какая-то черта, присущая мужчине. Эта мысль только возникла, я ее отбросила, сосредоточившись на том, что это общечеловеческое понятие. Безусловно, общечеловеческое. Это свойство, присущее всем – и молодым людям, и женщинам, и мужчинам, и старикам, и в какой-то степени даже и детям. Детям все-таки наполовину. Сперва кажется, что мужество – какая-то постоянная черта характера. Но это опять-таки первая мысль. А вторая мысль – что мужество может быть единичной чертой. Сразу возникает образ слабой, робкой женщины, кроткой, нерешительной, но вдруг в какой-то момент могущей с большим мужеством вынести. А образ зрительно представленной – молодая женщина, подвал, иезуиты, средние века. Она мужественно выносит пытку и в чем-то не сознается, что есть на самом деле. Увидев образ пытаемой женщины, я поняла, что мужество может быть чертой временной, присущей слабому в какие-то моменты. И теперь могу обобщить. Мужество, мужественность может быть общей чертой характера, рисующий облик человека на протяжении всей его жизни во всех ситуациях. Это значит выдержка, твердость характера, волевая направленность, настойчивость, отчасти храбрость, спокойствие, ровность и хладнокровное отношение ко всяким невзгодам и тяготам жизни. Внешнее хладнокровие, я это подчеркиваю. Как главное выступает сила воли, твердость воли и какая-то систематичность внутренняя. В отношении временного мужества это всегда связывается с какими-то травмами. Это какая-то неожиданная стойкость или перед физическими страданиями, или перед страданиями нравственными. Задача – определить понятие смелость. Сразу, когда вы сказали о смелости, внутренне сопоставила с мужеством, увидела, насколько это понятие уже. Мужество – что-то широкое, всеобъемлющее, а смелость более узкая, заключенная в более узкие рамки. Смелость – это всегда связано с каким-то действием. Да, связано с каким-то действием. Не могу отрешиться от того, что все время всплывает мужество, сопоставляется с ним. Стараюсь мужество отодвинуть подальше, затемнить и думать только о смелости. Да, конечно, смелость – это какой-то действенный акт. Стремительность, связанная, мне кажется, с быстротой. Если это смелость мысли – это новизна. Может быть, можно так сказать. Если это смелость действий или каких-то движений, это всегда связано с решительностью, быстротой, динамическим моментом. Если это смелость в отношении неконкретных вещей, смелость мысли, смелость воображения, смелость фантазии, то это всегда связано с какой-то новизной, открытием, с перерубанием рутины. Но все-таки взрезание серого, разрезание обыденного и стремительный в нее бросок. Наметилось, следовательно, два направления этой смелости. Какая еще может быть смелость? Смелость мысли, воображение, фантазии. Смелость – это бросок, а не что-то постоянное. Если это постоянное, то это много бросков. Цепь, гирлянда, вереница бросков. Последовательное очередование этих бросков. Стремительный выход вперед, я бы так определила. Отход от какой-то посредственной нормы. Смелость – это положительное, красивое, часто прекрасное. И сейчас представляется поле боя, неясные силуэты стремительных военных, со смелостью бросающихся вперед. Таков зрительный образ. Вообще, впервые сейчас подумав над этим понятием, я чувствую, что смелость может иметь много разных оттенков. Может быть, нужно сказать, что наш язык бледен обозначениями разных градаций смелости. Я представляю, двухлетний ребенок карабкается на стул, а какая-то бабка ему говорит – уж больно ты смел. И вот я вижу, что здесь смелость совсем другая, чем та, которую я определила вначале. Но маленьким детям часто говорят такую фразу в разных ситуациях. В заключение намечается одно – это понятие узкое, но разнородное. По объему – противоположное мужеству. Под смелостью нужно понимать несколько вариантов узких свойств. Задача – определить понятие «храбрость». Храбрость – слово чисто тональное, на более низких тонах. Храбрость и смелость – почти одинаковая вещь, но они звучат по-разному. Смелость присуща более молодому, а храбрость – более зрелым. Да-да, безусловно, более зрелым. В смелости больше стремительности, меньше обдуманности, что-то молодое. Смелость – серого, светло-серого, стального цвета, длинный кусок стали, острый, светло-серый. А храбрость – коричневая, ясно-коричневая, более положительная, весомая. Если сравнить смелость с длинным куском тонкой стали, светло-серой, то храбрость, отлитая из чугуна, толстая пластина, тяжелая, коричневатая, бурая. Сразу былинные образы – Илья Муромец. Смелый про него нельзя сказать, а храбрый можно. Смелость – образ рыцарей. Я вижу их в кольчугах на лошадях. Я вижу их в забралах, закованных в панцирь, стремительно несущихся с копьем. Это смелость. А храбрость – это наш Добрыня Никитич. Воснецовская картина перед глазами. Хоробрая. Хочется сказать не храбрая, а хоробрая дружина. Это еще более тяжелое, еще более положительное, как самый низкий тон. Хоробрая дружина. Храбрость – уже, чем смелость. Может быть, смелость мысли и смелость действий, а храбрость мысли не может быть. Храбрость слова звучит некрасиво, невыразительно. Смелость захватывает большой диапазон проявлений личности, а храбрость – боевое качество, отдельное боевое качество, возвышенное. Торжественно возвышенный термин – смелые войска и храбрые войска. В самом слове «храбрость» есть похвала. Один человек сказал «смелые войска заняли Одессу», а другой сказал «храбрые войска заняли Одессу». Последний тем самым похвалил. Храбрость – констатирующая и положительно утверждающая, а смелость – только констатирующее понятие. Включаясь в мыслительный процесс и выполняя в нем семантические функции, образ сам интеллектуализируется. Выполняемая им в мыслительном процессе функция, обобщенное значение, чувственным носителем которого он является, преобразует самое чувственное его содержание. Он подвергается как бы определенной ретушировке. На передний план выступают те его черты, которые связаны с его значением. Остальные, для него несущественные, случайные, побочные, отступают на задний план, стушевываются, сходят на нет. В результате образ становится все более совершенным носителем мысли, в самом чувственно наглядном своем содержании, все адекватнее отображающем ее значение. Образ не остается, как думали первоначально вьюрсбургские психологи, вне мышления. Он сам насыщается семантическим интеллектуальным содержанием. Но наглядное содержание образа не является только пластическим выражением мышления, только символом или знаком мысли. Единство между мышлением и наглядным содержанием не приводит ни к растворению мышления в наглядном содержании, ни к растворению наглядного содержания в мышлении. Конечным этапом интеллектуализации образа, который делает его наглядным выражением мысли, является переход от вечного представления к схеме. Наряду со словом и конкретным наглядным образом схема играет в мышлении значительную роль. Мы не всегда мыслим в развернутых словесных формулировках. Мысль иногда опережает слово. Мы обычно не облекаем мысль в пестрые образы. Предметный образ во всем многообразии его содержания – часто ненужный груз. Самая, быть может, первичная работа мысли совершается иначе. Когда мысль работает быстро, мы лишь как бы намечаем место мысли в некоторой системе, и затем беглыми, стремительными бросками, как по шахматной доске, передвигаем наши мысли. В таких случаях мы оперируем на основе некоторой схемы, которая антиципирует, предвосхищает в нашем сознании еще не развернутую систему мыслей. На основе такой схемы, не обремененной деталями, можно оперировать беглыми наметками. Поэтому течение мысли не задерживается. При быстром мышлении мы обычно мыслим именно так. Наглядные образы и схемы не исчерпывают наглядно-чувственных компонентов мышления. Основное значение для мышления в понятиях имеет речь – слово. Наше мышление в понятиях – преимущественно словесное мышление. Слово является формой существования мысли, его непосредственной данностью. Процесс мышления протекает в более или менее сложном сочетании наглядно-образного содержания представлений, с выходящим за пределы непосредственной наглядности вербальным обозначением содержания мышления. Великое преимущество слова заключается в том, что чувственно-наглядный материал слова сам по себе не имеет никакого иного значения, помимо своего семантического содержания. Именно поэтому он может быть пластическим носителем содержания мысли в понятиях. Слова поэтому как бы прозрачны для значения. Мы обычно начинаем замечать слова как звуковые образы только тогда, когда перестаем понимать их значение. В силу этого слово – наиболее пригодное средство обозначения интеллектуального содержания мысли. Но и слово – форма мысли – является не только отвлеченным значением, а и наглядным чувственным представлением – дух отягощен в нем материей. Итак, в самых разнообразных формах осуществляется теснейшее сплетение логического мышления в понятиях с наглядным содержанием. Логическое и абстрактное мышление не отрывно от всей чувственно-наглядной основы. Логическое и чувственно-наглядное образует не тождество, но единство. Это единство проявляется в том, что, с одной стороны, мышление исходит из чувственного созерцания и включает в себя наглядные элементы. С другой стороны, самое наглядно-образное содержание включает в себя смысловое содержание. Наглядное и отвлеченное содержание в процессе мышления взаимопроникают друг в друга и друг в друга переходят. Таким образом, реальный мыслительный процесс, сохраняя специфику мышления, существенно, качественно отличающую его от всех других психических процессов, вместе с тем всегда вплетен в общую ткань целостной психической жизни, реально дан в связи и взаимопроникновении со всеми сторонами психической деятельности, с потребностями и чувствами, с волевой активностью и целеустремленностью, с наглядными образами представлениями и со словесной формой речи. Специфичным для мышления как мыслительного процесса остается его направленность на решение проблемы или задачи и для мысли как его содержания – обобщенное отражение все более существенных сторон бытия в понятиях, суждениях и умозаключениях, каждый из которых заключает познание человеком все более глубокой объективной связи мира. Основные фазы мыслительного процесса В развернутом мыслительном процессе, поскольку он всегда направляется на разрешение какой-нибудь задачи, можно различать несколько основных этапов или фаз. Начальной фазой мыслительного процесса является более или менее отчетливое сознание проблемной ситуации. Осознание проблемной ситуации может начаться с чувства удивления, с которого по Платону начинается всякое знание, вызванного ситуацией, произведшей впечатление необычайности. Это удивление может быть порождено неожиданной неудачей привычного действия или способа поведения. Таким образом, проблемная ситуация может сначала возникнуть в действенном плане. Затруднение в плане действия сигнализирует проблемную ситуацию, а удивление дает почувствовать ее. Но необходимо еще осмыслить проблему как таковую. Это требует работы мысли. Поэтому, когда проблемная ситуация изображается как начало, как отправной пункт мышления, не следует представлять себе это так, будто проблема должна быть всегда дана в готовом виде предварительно, до мышления, и мыслительный процесс начинается лишь после того, как она установлена. Уже здесь, с первого же шага, приходится убедиться в том, что в процессе мышления все моменты его находятся во внутренней диалектической взаимосвязи, не позволяющей механически их разрывать и рядополагать в линейной последовательности. Сама постановка проблемы является актом мышления, который требует часто большой и сложной мыслительной работы. Сформулировать в чем вопрос, значит уже подняться до известного понимания. А понять задачу или проблему, значит, если не разрешить ее, то по крайней мере найти путь, то есть метод для ее разрешения. Поэтому первый признак мыслящего человека – это умение видеть проблемы там, где они есть. Проницательному уму многое проблематично. Только для того, кто не привык самостоятельно мыслить, не существует проблем. Все представляется само собой разумеющимся лишь тому, чей разум еще бездействует. Возникновение вопросов – первый признак начинающейся работы мысли и зарождающегося понимания. При этом каждый человек видит тем больше нерешенных проблем, чем обширнее круг его знаний. Умение видеть проблему – функция знаний. Поэтому если знание предполагает мышление, то и мышление уже в своем исходном пункте предполагает знание. Каждая решенная проблема поднимает целый ряд новых проблем. Чем больше человек знает, тем лучше он знает, чего он не знает. От осознания проблемы мысль переходит к ее разрешению. Решение задачи совершается различными и очень многообразными способами, в зависимости прежде всего от характера самой задачи. Есть задачи, для решения которых все данные заключены в наглядном содержании самой проблемной ситуации. Таковы главным образом простейшие механические задачи, требующие учета лишь простейших внешних механических и пространственных соотношений, задачи так называемого наглядно-действенного или сенсомоторного интеллекта. Для решения таких задач достаточно бывает по-новому соотнести наглядные данные и переосмыслить ситуацию. Представители гештальт-психологии ошибочно пытаются свести всякое решение задачи к такому преобразованию структуры ситуации. В действительности такой путь решения задачи является лишь частным случаем, более или менее применимым только для очень ограниченного круга задач. Решение задач, на которые направлены процессы мышления, требует по большей части привлечения в качестве предпосылок теоретических знаний, обобщенное содержание которых далеко выходит за пределы наглядной ситуации. Первый шаг мысли в таком случае заключается в отнесении, сначала очень приблизительном, возникающего вопроса или проблемы к некоторой области знания. Внутри таким образом первоначально намеченной сферы совершаются дальнейшие мыслительные операции, дифференцирующие тот круг знаний, с которым соотносится данная проблема. Если знания добываются в процессе мышления, то и процесс мышления, в свою очередь, предполагает уже наличие какого-то знания. Если мыслительный акт приводит к новому знанию, то какие-то знания, в свою очередь, всегда служат опорной точкой для мышления. Решение или попытка разрешить проблему предполагает обычно привлечение тех или иных положений из уже имеющихся знаний в качестве методов или средств его разрешения. Эти положения выступают иногда в виде правил, и решение задачи совершается в таком случае путем применения правил. Применение или использование правила для решения задачи включает две различные мыслительные операции. Первая, часто наиболее трудная, заключается в том, чтобы определить, какое правило должно быть привлечено и использовано для решения данной задачи. Вторая – в применении определенного уже данного общего правила к частным условиям данной задачи. Учащиеся, исправно решающие задачи, которые даются им на определенное правило, сплошь и рядом оказываются не в состоянии затем решить такую же задачу, если они не знают, на какое правило эта задача. Потому что в этом случае им нужно предварительно совершить дополнительную мыслительную операцию нахождения соответствующего правила, от которой они избавлены в первом случае. Практически решая задачу по тому или иному правилу, сплошь и рядом вовсе не думают о правиле, не осознают и не формулируют его хотя бы мысленно, как правило, а пользуются совершенно автоматически установившимся приемом. В реальном мыслительном процессе, являющемся очень сложной и многосторонней деятельностью, автоматизированные схемы действия, специфические навыки мышления играют часто очень существенную роль. Не приходится поэтому лишь внешне противопоставлять навыки, автоматизмы и рациональную мысль. Оформленные в виде правил положения мысли и автоматизированные схемы действия не только противоположны, но и взаимосвязаны. Роль навыков автоматизированных схем действия в реальном мыслительном процессе особенно велика именно в тех областях, где имеется очень обобщенная рациональная система знания. Так, например, очень значительная роль автоматизированных схем действия при решении математических задач. Решение очень сложной проблемы, впервые возникая в уме, обычно сначала намечается в результате учета и сопоставления части условий, которые берутся в качестве исходных. Спрашивается, не расходится ли намечающееся решение с остальными условиями? Когда перед мыслью встает этот вопрос, который возобновляет исходную проблему на новой основе, наметившееся решение осознается как гипотеза. Решение некоторых, особенно сложных задач совершается на основе таких гипотез. Осознание наметившегося решения как гипотезы, то есть как предположения, порождает потребность в его проверке. Эта потребность становится особенно острой, когда на основе предварительного учета условий и задачи перед мыслью встает несколько возможных ее решений или гипотез. Чем богаче практика, чем шире опыт и организованнее система знаний, в которой эта практика и этот опыт обобщены, тем большим количеством контрольных инстанций, опорных точек для проверки и критики своих гипотез располагает мысль. Степень критичности ума бывает очень разной у разных людей. Критичность – существенный признак зрелого ума. Некритичный, наивный ум легко принимает любое совпадение за объяснение, первое подвернувшееся решение за окончательное. Критический ум тщательно взвешивает все доводы за и против своих гипотез и подвергает их всесторонней проверке. Когда эта проверка заканчивается, мыслительный процесс приходит к завершающей фазе, к окончательному в пределах данного мыслительного процесса суждению по данному вопросу, фиксирующему достигнутое в нем решение проблемы. Затем результат мыслительной работы спускается более или менее непосредственно в практику. Она подвергает его решающему испытанию и ставит перед мыслью новые задачи – развитие, уточнение, исправление или изменение первоначально принятого решения проблемы. По мере протекания мыслительной деятельности строение мыслительных процессов и их динамика изменяются. На первых порах мыслительная деятельность, идущая еще не протаренными у данного субъекта путями, определяется по преимуществу подвижными динамическими соотношениями, складывающимися и изменяющимися в самом процессе решения задачи. Но в ходе самой мыслительной деятельности, по мере того, как субъект повторно разрешает те же или однородные задачи, в ней образуются и фиксируются откладывающиеся в субъекте более или менее устойчивые механизмы – автоматизмы, навыки мышления, которые начинают детерминировать мыслительный процесс. Поскольку определенные механизмы сложились, они определяют в той или иной мере протекание деятельности, но и сами они, в свою очередь, определяются ею, складываясь в зависимости от ее протекания. Так, по мере того, как мы формулируем нашу мысль, мы ее и формируем. Система операций, которая определяет строение мыслительной деятельности и обусловливает ее протекание, сама складывается, преобразуется и закрепляется в процессе этой деятельности. Основные операции мыслительной деятельности Наличие проблемной ситуации, с которой начинается мыслительный процесс, всегда направленной на разрешение какой-нибудь задачи, свидетельствует о том, что исходная ситуация дана в представлении субъекта неадекватно, в случайном аспекте, в несущественных связях. Для того, чтобы в результате мыслительного процесса разрешить задачу, нужно прийти к более адекватному познанию. К такому все более адекватному познанию своего предмета и разрешению стоящей перед ним задачи мышление идет посредством многообразных операций, составляющих различные взаимосвязанные и переходящие друг в друга стороны мыслительного процесса. Таковыми являются сравнения, анализ и синтез, абстракция и обобщение. Все эти операции являются различными сторонами основной операции мышления, опосредования, то есть раскрытия все более существенных объективных связей и отношений. Сравнение, сопоставляя вещи, явления, их свойства, вскрывает тождество и различия. Выявляя тождество одних и различия других вещей, сравнение приходит к их классификации. Сравнение является часто первичной формой познания. Вещи сначала познаются путем сравнения. Это вместе с тем и элементарная форма познания. Тождество или тожество и различия – основные категории рассудочного познания выступают сначала как внешние отношения. Более глубокое познание требует раскрытия внутренних связей, закономерностей и существенных свойств. Это осуществляется другими сторонами мыслительного процесса или видами мыслительных операций, прежде всего анализом и синтезом. Анализ – это мысленное расчленение предмета, явления, ситуации и выявления составляющих его элементов, частей, моментов, сторон. Анализом мы вычленяем явления из тех случайных несущественных связей, в которых они часто даны нам в восприятии. Синтез восстанавливает расчленяемое анализом целое, вскрывая более или менее существенные связи и отношения, выделенных анализом элементов. Анализ расчленяет проблему, синтез по-новому объединяет данные для ее разрешения. Анализируя и синтезируя, мысль идет от более или менее расплывчатого представления о предмете к понятию, в котором анализом выявлены основные элементы и синтезом раскрыты существенные связи целого. Анализ и синтез, как и все мыслительные операции, возникают сначала в плане действия. Теоретическому мыслительному анализу предшествовал практический анализ вещей в действии, которое расчленяло их в практических целях. Точно так же теоретический синтез формировался в практическом синтезе, в производственной деятельности людей. Формируясь сначала в практике, анализ и синтез затем становятся операциями или сторонами теоретического мыслительного процесса. В содержании научного знания, в логическом содержании мышления анализ и синтез неразрывно взаимосвязаны. В плане логики, которая рассматривает объективное содержание мышления в отношении его истинности, анализ и синтез поэтому непрерывно переходят друг в друга. Анализ без синтеза порочен. Попытки одностороннего применения анализа вне синтеза приводит к механистическому сведению целого к сумме частей. Точно так же невозможен и синтез без анализа, так как синтез должен восстановить в мысли целое в существенных взаимосвязях его элементов, которые выделяет анализ. Если в содержании научного знания, для того чтобы оно было истинным, анализ и синтез должны как две стороны целого строго покрывать друг друга, то в течение мыслительного процесса они, оставаясь по существу неразрывными и непрерывно переходя друг в друга, могут поочередно выступать на передний план. Господство анализа либо синтеза на том или ином этапе мыслительного процесса может быть обусловлено прежде всего характером материала. Если материал, исходные данные проблемы не ясны, их содержание нечетко, тогда на первых этапах неизбежно более или менее длительное время в мыслительном процессе будет преобладать анализ. Если наоборот, к началу мыслительного процесса все данные выступают перед мыслью с достаточной отчетливостью, тогда мысль сразу пойдет по преимуществу по пути синтеза. В самом складе некоторых людей наблюдается преимущественная склонность у одних к анализу, у других к синтезу. Бывают по преимуществу аналитические умы, главная сила которых в точности и четкости, в анализе, и другие по преимуществу синтетические, особая сила которых в широте синтеза. Однако и при этом речь идет лишь об относительном преобладании одной из этих сторон мыслительной деятельности. У подлинно больших умов, создающих что-либо действительно ценное в области научной мысли, обычно анализ и синтез все же более или менее уравновешивают друг друга. Анализ и синтез не исчерпывают собой всех сторон мышления. Существеннейшими его сторонами являются абстракция и обобщение. Абстракция – это выделение, вычленение и извлечение одной какой-нибудь стороны, свойства, момента, явления или предмета, в каком-нибудь отношении существенного и отвлечения от остальных. Абстракция, как и другие мыслительные операции, зарождается сначала в плане действия. Абстракция в действии, предшествующая мысленному отвлечению, естественно, возникает в практике, поскольку действие неизбежно отвлекается от целого ряда свойств предметов, выделяя в них прежде всего те свойства вещей, которые имеют более или менее непосредственное отношение к потребностям человека. Способность вещей служить средством питания и тому подобного. Вообще то, что существенно для практического действия. Примитивная чувственная абстракция отвлекается от одних чувственных свойств предмета или явления, выделяя другие чувственные же свойства или качества его. Так, рассматривая какие-нибудь предметы, я могу выделить их форму, отвлекшись от их цвета, или, наоборот, выделить их цвет, отвлекшись от их формы. В силу бесконечного многообразия действительности, никакое восприятие не в состоянии охватить все ее стороны. Поэтому примитивная чувственная абстракция, выражающаяся в отвлечении одних чувственных сторон действительности от других, совершается в каждом процессе восприятия и неизбежно связана с ним. Такая изолирующая абстракция теснейшим образом связана с вниманием и при том даже непроизвольным, поскольку оно выделяет то содержание, на котором оно сосредоточивается. Примитивная чувственная абстракция зарождается как результат избирательной функции внимания, теснейшим образом связанной с организацией действия. От этой примитивной чувственной абстракции надо отличать, не отрывая их друг от друга, высшую форму абстракции, которую имеют в виду, когда говорят об абстрактных понятиях. Начиная с отвлечения от одних чувственных свойств и выделения других чувственных же свойств, то есть чувственной абстракции, абстракция затем переходит в отвлечение от чувственных свойств предмета и выделение его нечувственных свойств, выраженных в отвлеченных абстрактных понятиях. Абстрактные свойства предметов мы выявляем, исходя из их чувственных свойств, через посредство тех взаимоотношений, в которые эти предметы вступают Отношения между вещами обусловлены их объективными свойствами, которые в этих отношениях выявляются Поэтому мысль может через посредство отношений между предметами выявить их абстрактные свойства Абстракция в своих высших формах является результатом, стороной опосредования, раскрытия все более существенных свойств вещей и явлений через их связи и отношения Это учение об абстракции, то есть о том процессе, в котором мышление переходит к абстрактным понятиям Принципиально отличается от учений об абстракции эмпирической психологии С одной стороны идеалистической, рационалистической с другой Первая по существу сводила абстрактное к чувственному Вторая отрывала абстрактное от чувственного, утверждая, что абстрактное содержание либо порождается мыслью, либо усматривается ею как самодавляющая абстрактная идея В действительности абстрактное и несводимо к чувственному и неотрывно от него Мысль может прийти к абстрактному, лишь исходя из чувственного Абстракция и есть это движение мысли, которое переходит от чувственных свойств предметов к их абстрактным свойствам через посредства отношений, в которые эти предметы вступают и в которых их абстрактные свойства выявляются Переходя к абстрактному, которое раскрывается через отношения конкретных вещей, мысль не отрывается от конкретного, а неизбежно снова к нему возвращается При этом возврат к конкретному, от которого мысль оттолкнулась на своем пути к абстрактному, всегда связан с обогащением познаний Отталкиваясь от конкретного и возвращаясь к нему через абстрактное, познание мысленно реконструирует конкретное во все большей полноте его содержание как сращение Дословное значение слова конкретный от конкреско, многообразных абстрактных определений Всякий процесс познания происходит в этом двойном движении мысли Другой существенной стороной мыслительной деятельности являются обобщения Обобщение или генерализация неизбежно зарождается в плане действия, поскольку индивид одним и тем же генерализованным действием отвечает на различные раздражения И производит их в разных ситуациях на основании общности лишь некоторых их свойств В различных ситуациях одно и то же действие вынуждено часто осуществляться посредством разных движений, сохраняя при этом, однако, одну и ту же схему Такая генерализованная схема является, собственно, понятием в действии или двигательным, моторным понятием А его применение к одной и неприменение к другой ситуации как бы суждением в действии или двигательным, моторным суждением Само собой, разумеется, здесь не имеется в виду, собственно, суждение как сознательный акт Или, собственно, понятие как осознанное обобщение А только их действенная основа, корень и прототип С точки зрения традиционной теории, опиравшейся на формальную логику Обобщение сводится к отбрасыванию специфических, особенных, единичных признаков И сохранению только тех, которые оказываются общими для ряда единичных предметов Общее с этой точки зрения представляется, собственно, лишь как повторяющееся единичное Такое обобщение, очевидно, не может вывести за пределы чувственной единичности И, значит, не раскрывает подлинного существа того процесса, который приводит к абстрактным понятиям Сам процесс обобщения представляется с этой точки зрения Не как раскрытие новых свойств и определений, познаваемых мыслью предметов А как простой отбор и отсев из числа тех, которые с самого начала процесса Были уже даны субъекту в содержании чувственно воспринятых свойств предмета Процесс обобщения оказывается таким образом, будто бы не углублением и обогащением нашего знания А его обеднением Каждый шаг обобщения, отбрасывая специфические свойства предметов, отвлекаясь от них Приводит к утрате части нашего знания о предметах Он приводит ко все более тощим абстракциям То весьма неопределенное нечто, которому привел бы в конечном счете такой процесс обобщения Посредством абстракции от специфических частных и единичных признаков Было бы, по меткому выражению Гегеля, равно ничто по своей полной бессодержательности Это чисто негативное понимание обобщения Такое отрицательное представление о результатах процесса обобщения Получается в этой концепции потому, что она не раскрывает самого существенного положительного ядра этого процесса Это положительное ядро заключается в раскрытии существенных связей Общее – это прежде всего существенно связанное Из этого первого существеннейшего определения обобщения Легко вывести уже в качестве вторичного, производного повторяемость общего Его общность для целого ряда или класса единичных предметов Существенно, то есть необходимо Между собою связанное именно в силу этого неизбежно повторяется Поэтому повторяемость определенной совокупности свойств в ряде предметов указывает Если не необходимо, то предположительно На наличие между нами более или менее существенных связей Поэтому обобщение может совершаться путем сравнения Выделяющего общее в ряде предметов или явлений И его отвлечения Фактически на низших ступенях, в более элементарных своих формах Процесс обобщения так и совершается К высшим формам обобщения мышление приходит через опосредование Через раскрытие отношений, связей, закономерностей развития В мыслительной деятельности индивида, являющейся предметом психологического исследования Процесс обобщения совершается в основном как опосредованная обучением деятельность По овладению созданными предшествующим историческим развитием понятиями И общими представлениями, закрепленными в слове, в научном термине Осознание значений этих последних играет существенную роль В овладении индивидом все более обобщенным понятийным содержанием знаний Этот процесс овладения понятием, осознания значения соответствующего слова или термина Совершается в постоянном взаимодействии, в кольцевой взаимозависимости Двух друг в друга переходящих операций А. Употребление понятия, оперирование термином, применение его к отдельному частному случаю То есть введение его в тот или иной конкретный, наглядно представленный предметный контекст И. Б. Его определение, раскрытие его обобщенного значения Через осознание отношений, определяющих его в обобщенном понятийном контексте Овладение понятиями совершается в процессе употребления их и оперирования ими Когда понятие не применяется к конкретному случаю, оно утрачивает для индивида свое понятийное содержание Абстракция и обобщение в своих первоначальных формах, непосредственно укорененные в практике И совершающиеся в практических действиях, связанных с потребностями В своих высших формах являются двумя взаимосвязанными сторонами Единого мыслительного процесса раскрытия связей, отношений А посредования, посредством которых мысль идет ко все более глубокому познанию объективной реальности В ее существенных свойствах и закономерностях Это познание совершается в понятиях, суждениях и умозаключениях Понятие и представление Понятие и связано многообразными взаимопереходами с представлением И вместе с тем существенно отлично от него В психологической литературе их обычно либо отожествляют, сводя понятие к общему представлению Либо внешне противополагают, отрывая понятие от представления Либо, наконец, в лучшем случае, внешне же соотносят друг с другом Первая точка зрения представлена в учении эмпирической ассоциативно-сенсуалистической психологии Еще Джон Лок сформулировал этот взгляд Особенную наглядность придает ему коллективными фотографиями Гальтон В которых он на одной и той же пленке делал один снимок поверх другого Накладывание их друг на друга приводило к тому Что индивидуальные признаки стирались и сохранялись лишь общие черты По этому образцу мыслил ряд психологов, придерживавшихся этой концепции На природу понятий и процесс их образования Общее понятие, с их точки зрения, будто бы отличается от единичного наглядного образа Только как коллективная гальтоновская фотография от портрета Но именно это сравнение очень наглядно обнаруживает и несостоятельность этой теории Результат механического наложения различных наглядных образов представлений Выделяющего общие для них черты Никак не может быть отожествлен с подлинным понятием В таком общем представлении сплошь и рядом не вскрыто существенное и утеряно единичное и особенное Между тем, для общности подлинного понятия необходимо, чтобы оно брало общее в единстве С особенным и единичным и вскрывало в нем существенное Для этого оно, не порываясь чувственной наглядностью представления, должно выйти за его пределы Понятие гибко, но точно, общее же представление расплывчато и неопределенно Общее представление, образованное посредством выделения общих черт, является лишь внешней совокупностью признаков Настоящее же понятие берет их во взаимосвязях и переходах Вторую точку зрения особенно заостренно проводила Вюртсбургская школа и психология, находящаяся под влиянием ее идей Третья реализуется в различных вариантах психологами разных школ В действительности понятия нельзя не сводить к представлению, не отрывать от него Они не тождественны, но между ними существует единство Они исключают друг друга как противоположности, поскольку представление образно-наглядно, а понятие ненаглядно Представление, даже общее, связано более или менее непосредственно с наглядной единичностью Отражает явление в его более или менее непосредственной данности А в понятии преодолевается ограниченность явления и раскрываются его существенные стороны в их взаимосвязи Тем не менее понятия и представления взаимосвязаны и взаимопроникают друг в друга Так же, как взаимосвязаны и взаимопроникают друг в друга явления и сущность Общее и единичное в самой действительности В реальном процессе мышления представления и понятия даны поэтому в некотором единстве Наглядный образ представления в процессе мышления обычно все более схематизируется и обобщается Эта схематизация не сводится к обеднению представления признаками, к простой утрате некоторых черт Она обычно превращается в своеобразную реконструкцию наглядного образа В результате которой в самом образе выступают на передний план те наглядные черты предмета Которые объективно наиболее характерны и практически существенно для него Несущественные же черты как бы стушевываются и отступают на задний план В результате той обработки и преобразования, которым неизбежно подвергается образное содержание представлений Будучи включенным в мыслительную деятельность Образуется целая ступенчатая иерархия все более обобщенных и схематизированных представлений Которые с одной стороны воспроизводят восприятие в их индивидуализированной единичности А с другой переходят в понятия Таким образом само представление имеет тенденцию к понятию К тому, чтобы в единичном представить общее В явлении сущность, в образе понятия С другой стороны мышление в понятиях, реально протекающее в сознании людей Всегда связано с представлениями Экспериментальное исследование с полной очевидностью Показало, как то, что мышление в понятиях не сводится к течению представлений Как и то, что мышление в понятиях реально всегда связано с включающимися в него представлениями Представления в процессе мышления в понятиях даны в слишком отрывочном, фрагментарном виде Чтобы можно было к ним свести весь ход мысли в ее внутренней связности Вместе с тем их наличие слишком закономерно связано с процессом мышления Чтобы их можно было считать совершенно случайным Не связанным с самой природой мышления и явлением При этом понятия и представления не просто сосуществуют и сопутствуют друг другу Они взаимосвязаны по существу, поскольку выполняют различные, но взаимосвязанные функции Представление, наглядный образ выражают по преимуществу единичное Понятие – общее Они отражают разные, но необходимо взаимосвязанные стороны действительности Взаимосвязь понятия с представлением особенно явственно выступает в моменты затруднений Встречаясь с трудностями, протекающая в понятиях мысль часто обращается к представлениям Испытывая потребность сличить мысль и вещи Привлечь наглядный материал, на котором можно было бы непосредственно проследить мысль Принцип наглядности в преподавании является не просто внешним дидактическим приемом Он имеет глубокие гносиологические и психологические основы в природе мыслительного процесса Зрелая мысль, особенно в моменты затруднений, с внутренней закономерностью реализует этот принцип наглядности в своем протекании Она включает наглядные представления, либо с тем, чтобы отдельные детали, данные в представлении и утраченные в абстрактном понятии Как бы натолкнули мысль на решение задачи, указали выход из затруднения Либо с тем, чтобы закрепить отдельные этапы и облегчить этим сознанию возможность следить за сложным ходом мысли Выполняя в мыслительной деятельности индивида эту двойную функцию, представления внутренне сочетаются с понятиями При всем том понятие остается существенно, качественно отличным от представления Основное различие между ними заключается в конечном счете в том, что представление является образом, возникающим в индивидуальном сознании Понятие же, опосредованное словом образование, продукт исторического развития Методика экспериментального психологического исследования мышления в понятиях определялась в значительной мере общей концепции понятия В соответствии с этим, основное внимание ряда исследователей было сосредоточено на процессе абстракции общих свойств или признаков в ряде данных предметов Наряду с методами исследования абстракции, значительное место в изучении понятий занял метод определений Природу понятий, которыми оперирует испытуемый, должно вскрыть определения, которые они этому понятию дают Основной недостаток метода определений заключается в том, что взятый сам по себе, он не учитывает возможного расхождения между словесным определением, которое испытуемый в состоянии дать понятию И тем реальным значением, которое приобретает это понятие у испытуемого в процессе его употребления, особенно в связи с наглядным контекстом Можно относительно хорошо владеть понятием и испытывать затруднения при его словесном определении С другой стороны, можно усвоить словесное определение понятия и тем не менее не уметь им оперировать Метод определения таким образом исследует лишь одно и при том недейственное проявление понятия Этот недостаток лишь ограничивает значимость, но не исключает возможности использования метода определения Суждение Суждение является основным актом или формой, в которой совершается мыслительный процесс Мыслить – это прежде всего судить Всякий мыслительный процесс выражается в суждении, которое формулирует его более или менее предварительный итог Суждение отражает в специфической форме ступень человеческого познания объективной действительности в ее свойствах, связях и отношениях Отношение суждения к его предмету, то есть истинность суждения, является проблемой логики В плане психологическом суждение – это некоторое действие субъекта, которое исходит из определенных целей и мотивов, побуждающих его высказать или принять Оно является результатом мыслительной деятельности, приводящей к установлению определенного отношения мыслящего субъекта к предмету его мысли И к суждениям об этом предмете, установившемся в окружении индивида Суждение имеет в своей основе действенный характер и необходимо заключает в себе социально-психологический аспект Последний аспект суждения в значительной степени обусловливают структуру суждения Большая или меньшая его усложненность обусловлена по крайней мере отчасти отношением к чужой мысли Суждение первично формируется в действии Всякое действие, поскольку оно носит избирательный характер, поскольку оно что-то принимает и утверждает, и что-то устраняет, отвергает, является по существу практическим суждением Это суждение действием или суждение в действии Суждение реального субъекта редко представляет собой только интеллектуальный акт в том чистом виде, в каком оно фигурирует в трактатах логики Выражая отношение субъекта к объекту и другим людям, суждение обычно в большей или меньшей степени насыщено эмоциональностью В суждении проявляется личность, ее отношение к происходящему, как бы приговор ее В суждении является вместе с тем и волевым актом, поскольку субъект в нем нечто утверждает или отвергает Теоретические акты утверждения и отрицания заключают в себе и практическое отношение Это отношение к другим людям устанавливается в суждении на основе познавательного отношения к объективной действительности Поэтому заключающееся в суждении положение объективно, истинно или неистинно Субъективно, как высказывание субъекта, оно обладает для него той или иной достоверностью Оно в сугубо психологическом плане правдиво или ложно В зависимости от того, адекватно или неадекватно оно выражает убеждение субъекта в истинности или неистинности того или иного положения Оно истинно или неистинно, в зависимости от того, адекватно ли оно отражает свой объект Всякое суждение притязает на истинность, но ни одно суждение не является само по себе безусловной истиной. Поэтому возникает необходимость в критике и проверке, в работе мышления над суждением. Рассуждение – это и есть работа мысли над суждением, направленная на установление и проверку его истинности. Суждение – и исходный и конечный пункт рассуждения. И в одном и другом случае суждение извлекается из изолированности, в которой не может быть установлена его истинность, и включается в систему суждений, то есть в систему знания. Рассуждение является обоснованием, когда, исходя из суждения, оно вскрывает посылки, которые обусловливают его истинность и таким образом обосновывают его. Рассуждение принимает форму умозаключения, когда, исходя из посылок, оно раскрывает ту систему суждений, которая из них следует. Умозаключение Умозаключение представляет собой обычно более или менее сложный акт мыслительной деятельности, включающий ряд операций, подчиненных единой цели. В умозаключении с особенной заостренностью выступает роль опосредования в мышлении. В умозаключении или выводе на основании имеющегося знания, выраженного в посылках, приходит к новому знанию в заключении. Знание добывается опосредованно через знание, без новых заимствований в каждом отдельном случае из непосредственного опыта. Из того, что имеет место определенное положение, я могу вывести новое положение. Объективное знание, которое в исходном положении не дано. В этом основная цель умозаключения. Заключение оказывается возможным, очевидно, только в силу существования объективных связей и отношений вещей, которые в нем раскрываются. Решающим моментом для умозаключения как мыслительного акта опять-таки являются следующие. Отношения, которые мы в выводе усматриваем, раскрываются в объективном содержании предмета. В этом основное отличие умозаключения от ассоциативного процесса. Роль посылок заключается в том, что они определяют или вводят некоторую объективную предметность, на которой мы усматриваем новые отношения, исходя из тех, которые были даны в посылках. Эта объективная предметность может быть введена в наше мышление суждениями, несколькими или одним. Она может быть также дана нам в непосредственном созерцании, в восприятии. В самом ходе умозаключения можно в психологическом плане различать, полиндворскому, три основных случая. Во-первых, исходное положение, уже известное, данное в посылках, представляется наглядно, и новое отношение открывается на этом наглядном представлении. А над Б или А больше Б представляется в виде образа, с которого мы затем как бы считываем – Б под А или Б меньше А. Во-вторых, тоже отношение можно установить, не прибегая к наглядности, оперируя только понятиями. В этом случае вывод тоже не есть формальная операция, как его трактовала формальная логика. Он предполагает определенное содержательное знание о свойствах тех отношений, на которых строится умозаключение – обратимости или необратимости, транзитивности и так далее. Чтобы отношение было обратимо, оно должно удовлетворять следующим условиям. Если оно имеет место между А и Б, то оно имеет место и между Б и А. Если А равно Б, то Б равно А. Равенство – обратимое отношение. А обратимо ли или транзитивно данное конкретное отношение определяется закономерностями его конкретного содержания. И, наконец, в-третьих, в случаях, когда соответствующие связи прочно укоренились – выше, ниже, больше, меньше – переход от посылок к выводу может совершаться и сплошь и рядом совершается первоначально, чисто ассоциативно, подчиняясь главным образом автоматизму речи, которая, по выражению поэта, за нас творит и мыслит. Но именно в этих последних случаях эксперимент особенно ясно показал, что умозаключение по существу отлично от ассоциативного процесса. Когда переход от посылок к выводу совершается ассоциативным путем, его результат представляется субъекту лишь как возможное следствие из посылок. И выпадение, собственно, акта умозаключения заставляет проделать обратный путь – от предположительного вывода к посылкам, то есть прибегнуть к его обоснованию. Для того, чтобы имело место умозаключение, нужно, чтобы субъект соотнес содержание заключения с содержанием посылок, и в его сознании отразились объективные связи между ними. Пока содержание посылок и заключения дано в сознании рядоположно, умозаключения, несмотря на наличие и посылок, и заключения, еще нет. Развитие умозаключающего мышления означает, что содержание объективной действительности перестало быть для субъекта рядоположением отдельных элементов, что между ними раскрылись связи и образовались включения. Наглядные схемы играют значительную роль в процессе умозаключения. В простых умозаключениях, как показало экспериментальное исследование, на основе посылок обычно возникает более или менее схематичное представление о фактическом положении вещей. С него мы затем как бы считываем новое содержание заключения. Такими наглядными схемами пользуются не только тогда, когда речь в умозаключении идет о наглядных свойствах вещей, пространственных или временных, а также и тогда, когда операция умозаключения совершается над такими отношениями, как то, более или менее одаренный, умный, ценный и тому подобное, которые, не будучи сами наглядными, могут быть наглядно представлены. Если умозаключение в логическом плане может совершаться не на основе наглядной схемы, то в своем фактическом протекании оно нередко совершается при помощи такой схемы. Традиционная теория формальной логики, которая разрывала взаимосвязь дедукции и индукции и целиком сводила умозаключение к дедукции, выносила общее положение из единичного контекста и считала, что всякий вывод совершается на основании предшествующих ему общих положений. Экспериментальное психологическое исследование процесса умозаключения показало, подтверждая житейское наблюдение, что фактически умозаключение не всегда совершается на основе такого предпосланного общего положения в силогической форме. Это не есть первичная естественная форма, в которой обычно протекают наши умозаключения. В тех случаях, когда в сознании бывают данные общая формула и частные положения, как только и одно, и другое осмысленно, понято, их соотношение перестает осознаваться как умозаключение, а представляется и вполне справедливо как тавтология. Роль готового запаса общих положений в фактическом протекании процессов рассуждения и умозаключения аналогична роли наглядных схем. Общее положение, превращенное в формулу, по которой совершается умозаключение, является, как и наглядная схема, средством, но не основанием умозаключения. Оно как бы регулирует ход рассуждения, направляя его в сторону тех отношений, которые должны быть раскрыты в заключении. Но по мере того, как мыслительный процесс приближается в фактическом своем ходе к схеме традиционной логики и превращается в приложение, в более или менее автоматическое накладывание общей формулы к единичным случаям, он, будучи выводом по внешней своей форме, по своему внутреннему содержанию, психологически перестает быть умозаключением. Умозаключение осознается в своей объективной обоснованности, поскольку оно не сводится только к формальному применению общих положений как готовых схем, а осуществляется путем оперирования отношениями, заключающимися в единичном случае. Для того, чтобы обоснованно приложить общее положение к единичным случаям, нужно знать, что данное общее положение приложимо к данным единичным случаям. А для этого нужно вскрыть исходные, определяющие общее положение внутри самого единичного. Дедукция и индукция неразрывно связаны между собой, они входят моментами в единство одного процесса. Основные виды мышления Мышление человека включает в себя мыслительные операции различных видов и уровней. Прежде всего, весьма различным может быть их познавательное значение. Так, очевидно, неравноценна в познавательном отношении элементарный мыслительный акт, посредством которого ребенок разрешает встающие перед ним затруднения, и система мыслительных операций, посредством которых ученый разрешает научную проблему о закономерностях протекания каких-либо сложных процессов. Можно таким образом различать разные уровни мысли в зависимости от того, насколько высок уровень ее обобщений, насколько глубоко вместе с тем она переходит от явления к сущности, от одного определения сущности ко все более глубокому ее определению. Такими разными уровнями мышления являются наглядное мышление в его элементарных формах и мышление отвлеченное, теоретическое. Теоретическое мышление, раскрывающее закономерности своего предмета, является высоким уровнем мышления. Но было бы совершенно неправильно сводить мышление в целом исключительно к теоретическому мышлению в абстрактных понятиях. Мы совершаем мыслительные операции, не только решая теоретические проблемы, но и тогда, когда, прибегая к абстрактным теоретическим построениям, мы с более или менее глубоким учетом объективных условий осмысленно решаем любую задачу, оставаясь в рамках наглядной ситуации. Существует не только отвлеченное, но и наглядное мышление, поскольку в некоторых случаях мы разрешаем стоящие перед нами задачи, оперируя в основном наглядными данными. Наглядное мышление и мышление отвлеченно-теоретическое многообразными способами переходят друг в друга. Различие между ними относительно. Оно не означает внешней полярности, но оно существенно. Всякое мышление совершается в более или менее обобщенных, абстрактных понятиях. И во всякое мышление включаются более или менее наглядные чувственные образы. Понятия и образ представления даны в нем в неразрывном единстве. Человек не может мыслить только в понятиях без представлений. В отрыве от чувственной наглядности он не может также мыслить одними лишь чувственно-наглядными образами, без понятий. Поэтому нельзя говорить о наглядном и о понятийном мышлении, как о внешних противоположностях. Но тем не менее, поскольку представления и понятия не только связаны друг с другом, но и отличны друг от друга, внутри единого мышления можно различать с одной стороны наглядное, с другой – абстрактно-теоретическое мышление. Для первого характерно то, что единство представления и понятия, единичного и общего, осуществляется в нем по преимуществу в форме наглядного образа представления. Для второго также характерно то, что единство наглядного образа представления и понятия осуществляется в нем по преимуществу в форме общего понятия. Будучи различными уровнями или ступенями познания, образное и абстрактно-теоретическое мышление является вместе с тем в известном смысле разными сторонами единого процесса и равно адекватными способами познания различных сторон объективной действительности. Понятие отвлеченного мышления отражает общее, но общее никогда не исчерпывает особенного и единичного, это последнее отражается в образе. Поэтому мысль, особенно последовательно проведенная в системе Гегеля, будто образ является только низшим уровнем познания, который на высшем должен и может быть безостаточно заменен понятием, является заблуждением рационалиста, ошибочно воображающего, что можно исчерпать действительность понятием. Мы поэтому различаем наглядно-образное мышление и абстрактно-теоретическое не только как два уровня, но и как два вида или два аспекта единого мышления. Не только понятие, но и образ выступает на всяком, даже самом высшем уровне мышления. В том, что образ обогащает мысль, можно убедиться на примере любой метафоры. Всякая метафора выражает общую мысль. Понимание метафоры требует поэтому раскрытия в образной форме ее общего смыслового содержания. Так же, как при употреблении метафорического выражения, требуется подыскать образы, которые бы адекватно выразили общую мысль. Но метафорические выражения были бы совершенно никчемным украшением и, собственно, излишним балластом, если бы образ ничего не прибавлял к общей мысли. Весь смысл метафоры в тех новых выразительных оттенках, которые привносит метафорический образ. Вся ее ценность в том, что она прибавляет к общей мысли, выражая ее. Метафорические образы выражения общей мысли имеют смысл только поскольку они содержат больше того, что дает формулировка мысли в общем положении. Так, если кто-либо скажет «моя звезда закатилась», он этим образно передает мысль, допускающую отвлеченную формулировку. Он больше не пользуется успехом. Но образное выражение передает еще много дополнительных оттенков ему лишь свойственной выразительности. Оно передает не только голый факт, но и отношение к нему. Сравнение с небесным светилом говорит о том, что с точки зрения говорящего речь идет не о банальной неудаче, а о судьбе человека, в которой было что-то значительное, возвышенное, величавое. Оно оттеняет также момент стихийности, независимость происшедшего от воли человека, и этим устраняет момент личной вины. Оно говорит вместе с тем об эпическом отношении говорящего к своей судьбе и постигшем его неудачам. Образное метафорическое выражение и вполне адекватно выражает общую мысль и выходит за ее пределы, вводя дополнительные оттенки и моменты, не заключенные в общем положении. Метафорическое выражение может поэтому служить ярким доказательством как единства общей мысли, понятия и образа, так и качественного своеобразия образа, его отличия от понятия. Специфическим для поэтического образа является при этом не наглядность, а выразительность его. Немногочисленные психологические исследования понимания метафор детьми, Пиаже, Выгодский, исходили до сих пор из рационалистических установок и сводили весь вопрос к тому, в состоянии ли ребенок выявить ту общую мысль, которая заключена в метафоре. Мысль о том, что подлинное понимание метафоры включает понимание не только общей мысли, но и специфических выразительных оттенков, выходящих за ее пределы, легла в основу работы Семеновой «Психологический анализ понимания аллегорий, метафор и сравнения. Образ и понятия». Это положение существенно для понимания художественного мышления. В художественном мышлении сам образ, отображая единичное, конкретное, вместе с тем выполняет и обобщающую функцию. Будучи не бескровной абстрактной схемой, а изображением живого конкретного индивида, полноценный художественный образ вместе с тем возвышается до типичного, то есть общего. В корне ошибочно было бы видеть в образе только единичное. Образ также в той или иной мере заключает в себе единство единичного и общего. Они необходимо в той или иной мере взаимосвязаны в нем, потому что они взаимосвязаны в объективной действительности, которая в нем отображается. В силу того, что образ в художественном мышлении выполняет и обобщающую функцию, образное содержание художественного произведения может быть носителем его идейного содержания. Если бы наглядный образ не мог включать в себя идейное содержание, то художественное произведение, которое всегда оперирует наглядным образным материалом, было бы либо безидейным, либо тенденциозным. Потому что тенденциозно и нехудожественно было бы такое произведение, которое давало бы идейное содержание вне и помимо образов, в общих формулах, и безидейным такое, которое не давало бы его вовсе. По существу, всякое художественное произведение не только может, но и неизбежно должно иметь то или иное идейное значение, так как каждое художественное произведение выражает в какой-то мере определенную идеологию. Весь вопрос в том, насколько совершенно оно это делает. В подлинно художественном произведении, одновременно идейном и художественном, само его образное содержание и только оно является носителем его идейного содержания. Но оно выражает его иначе, чем это можно сделать в отвлеченных формулах и общих положениях. Образное мышление является таким образом специфическим видом мышления. Наряду с вопросом о нагляднообразном и теоретическом мышлении в современной психологии встает и вопрос о теоретическом и практическом мышлении. Традиционная психология исходила из внешнего противопоставления мышления и практической деятельности. При исследовании мышления имелись в виду исключительно отвлеченные задачи научного мышления и теоретическая деятельность, направленная на их разрешение. Вопрос о соотношении мышления и деятельности практической, поскольку он ставился, разрешался большей частью просто. Теоретические интеллектуальные операции принимались как нечто первичное. Эти операции совершаются во внутреннем плане сознания. Затем деятельность строится на их основе. Разумная деятельность с этой точки зрения лишь переносит во внешний план действия результаты теоретического мышления. Вопреки глубокому слову геттовского фауста «вначале было дело», для традиционной психологии «вначале было мышление, а затем действие». Отношение мышления к действию всегда мыслилось как односторонняя зависимость деятельности от абстрактного мышления. Притом эта зависимость представлялась неизменной на всех ступенях исторического развития. Всякое действие, которое не было реализацией теоретического мышления, могло быть лишь навыком, инстинктивной реакцией, словом, не интеллектуальной операцией. Поэтому создавалась альтернатива. Либо действие не имеет интеллектуального характера, либо оно отражение теоретического мышления. Исследования Келлера над человекоподобными обезьянами дали толчок для иной, тоже в конечном счете, неправильной постановки вопроса. В связи с этими исследованиями возникло понятие так называемого практического интеллекта. Опыты, построенные по типу экспериментов Келлера над шимпанзе, были затем, сначала Келлером, а потом Бюлером, повторены над детьми. За ними последовал целый ряд исследователей, проводивших свои опыты над нормальными и умственно отсталыми детьми и взрослыми. Сам термин «практическое мышление» или «практический интеллект» чрезвычайно знаменателен. Он, с одной стороны, как будто выражает преодоление той точки зрения, которая усматривала интеллект, лишь в теоретических операциях абстрактного словесного мышления в понятиях. Практика и интеллект, практика и мышление объединяются в единстве одного понятия. Однако в противопоставлении практического интеллекта теоретическому нередко сказывался проникший в само понимание интеллекта и потому в известном смысле еще углубившийся старый дуализм теоретического мышления и практики. С практикой связано в конечном счете всякое мышление. Лишь характер этой связи может быть в различных случаях различным. Теоретическое мышление, опираясь на практику в целом, независимо от отдельного частного случая практики. Наглядно действенное мышление непосредственно связано с той частной практической ситуацией, в которой совершается действие. У человека существует единый интеллект. Не может быть речи о двух различных интеллектах, как различных биологических механизмах. Но внутри единства, в зависимости от различных условий, в которых совершается мыслительный процесс, дифференцируются различные виды мыслительных операций и характер их протекания. В этом плане можно различать практическое мышление от теоретического, если под практическим мышлением понимать мышление, совершающееся в ходе практической деятельности и непосредственно направленное на решение практических задач, в отличие от мышления, выделенного из практической деятельности в качестве особой теоретической деятельности, направленной на разрешение отвлеченных теоретических задач, лишь опосредованно связанных с практикой. Перед теоретическим и практическим мышлением в указанном смысле стоят прежде всего разные задачи. При этом в отношении, в частности, практического мышления возможны еще разные случаи. В одних случаях практическое мышление, то есть мышление, включенное в практическую деятельность, должно по характеру тех задач, которые ему приходится разрешать, использовать и результаты отвлеченной теоретической деятельности. Это сложная форма практического мышления, в которое теоретическое мышление входит в качестве компонента. Такова мыслительная деятельность изобретателя при решении сложных задач, когда требуются более или менее сложные теоретические соображения. Но возможен и другой случай, при котором для решения встающей в ходе практической деятельности задачи отвлеченное теоретическое мышление и не требуется. Встречаются такие элементарные задачи, для разрешения которых нужно только соориентироваться в данной наглядной ситуации. В таких случаях практическое мышление, то есть мышление, включенное в практическую деятельность и направленное непосредственно на решение частичных практических задач, принимает форму наглядно-действенного мышления. Наглядно-действенное мышление – это элементарная форма практического мышления, направленного на разрешение элементарных практических задач. В доказательство существования особого практического интеллекта часто ссылаются на то, что некоторые люди прекрасно справляются с очень сложными теоретическими задачами, обнаруживая при их решении высокий уровень мышления, но оказываются иногда очень беспомощными, если им нужно найти выход из сколько-нибудь затруднительной практической ситуации. И обратно, люди, которые прекрасно ориентируются в очень сложных практических ситуациях, оказываются иногда беспомощными, если перед ними встает даже довольно элементарная теоретическая проблема. Для объяснения этого факта нужно вскрыть различия между мыслительными операциями, которые требуются в одном и другом случае. Прежде всего нужно учесть объективное различие самых задач, подлежащих разрешению. Некоторые задачи по самому существу своему требуют выхода за пределы единичной проблемной ситуации, оперирования обобщенными положениями и косвенного опосредованного разрешения. Они требуют теоретического мышления. Другие же практические задачи могут быть решены на основании тех данных, которые представлены в наглядном содержании самой проблемной ситуации. Для мышления, направленного на разрешение именно таких задач, характерно, что оно совершается в ситуации действия, в непосредственном действенном контакте с объективной действительностью. Так что поле зрения мышления совпадает с полем действия. У мышления и действия одна и та же область оперирования. Ход мыслительной операции непосредственно включен в действенную ситуацию, в ход практического действия. В нем практическое действие реализует каждый этап решения задачи и подвергается постоянной непосредственной проверке практикой. Протекание мыслительного процесса в действенной ситуации, непосредственная связь ее с практическим действием, накладывают на нее специфический отпечаток. В тех случаях, когда действие не входит в течение самой мыслительной операции, все решение задачи должно быть целиком продумано субъектом. Все звенья его от начала и до самого конца должны быть проведены и учтены мысленно. Между тем, в непосредственно действенной ситуации можно сначала уяснить себе лишь начальный этап решения. Только то, что как бы ни пошло решение дальше, сначала необходимо во всяком случае делать то-то. Если сейчас же и реализовать первый этап решения в практическом действии, то это действие, реально изменяя проблемную ситуацию, помимо намеченного и заранее предусмотренного изменения ее, сплошь и рядом повлечет за собой и выявит ряд попутных изменений, которые до совершения практического действия могли быть не предусмотрены и которые после его совершения непосредственно видны. Действие, вклинивающееся в течение мыслительной операции, реализуя ближайший намеченный этап решения, освобождает от необходимости заранее предусмотреть, представить, вообразить себе и учесть все многообразие тех изменений в проблеме ситуации, которые оно вносит и которые нужно было бы заранее предусмотреть и мысленно учесть при решении задачи, протекающей не непосредственно в самом ходе действия. Практическое действие, таким образом, частично заменяет мыслительную операцию по предвидению и предварительному учету некоторых последствий, вытекающих из предшествующих этапов решения задачи, и является постольку как бы непосредственным компонентом процесса решения задачи. В этом смысле можно было бы, пожалуй, очень условно, конечно, сказать, что здесь имеет место мышление действиями. В этой функции, выполняемой практическим действием, заключается специфическое преимущество мыслительной операции, непосредственно включенный в ход практического действенного разрешения задачи. Но такая мыслительная операция предъявляет с другой стороны и свои специфические требования, отличные от требований предъявляемых задачей при обобщенном теоретическом решении. Она сплошь и рядом требует более изощренной наблюдательности и внимания к отдельным частным деталям, предполагая умение использовать для решения задачи в данном частном случае, то особенное и единичное в данной проблемной ситуации, что не входит полностью и без остатка в теоретическое обобщение. Она требует также умения быстро переходить от размышления к действию и обратно. Для одних такие смены являются облегчением, передышкой. Для других, медлительных и систематических умов, они воспринимаются как перебои, создающие существенные затруднения, иногда даже вносящие дезорганизацию в мыслительный процесс. Специфично также в одном и другом случае мотивация мыслительного процесса. Одно дело, если стимулом для мыслительного процесса служит практическая, действенная ситуация, непосредственная необходимость для субъекта немедленно выйти из затруднения, в котором он оказался. Совсем другое дело, когда речь идет о разрешении теоретической проблемы, прямо не связанной с практической ситуацией, в которой в данный момент находится человек. Совершенно очевидно, что каждый из этих случаев создает различную психологическую ситуацию для мыслительного процесса. У разных людей, в зависимости от их интересов, от всего склада их ума и личности в целом, она, естественно, должна дать различные результаты. В конечном счете, таким образом, специфические особенности различных видов мышления обусловлены у разных людей прежде всего специфичностью задач, которые им приходится разрешать. Они связаны также с индивидуальными особенностями, которые у них складываются в связи с характером их деятельности. О генетически ранних ступенях мышления В генетическом плане применительно к ранним ступеням развития можно говорить о наглядно действенном мышлении и как особой ступени в развитии мышления, имея в виду тот период, когда мышление было вплетено в материальную практическую деятельность людей и не выделилось еще в теоретическую деятельность. Мышление, формируясь первично в действенном плане, лишь на последующих ступенях развития выделяется из практической деятельности в качестве самостоятельной теоретической деятельности. Не подлежит сомнению, что генетически первичной интеллектуальной операцией было разумное действие, опиравшееся сначала на наглядное мышление, наглядно-действенное или сенсомоторное мышление. Точнее, наглядное или наглядно-ситуационное мышление, непосредственно включенное в практическое действие, не выделившееся еще из него в самостоятельную теоретическую деятельность. Действие, непосредственно реально соприкасаясь с объективной действительностью, проникая внутрь нее и ее преобразовывая, является исключительно мощным средством формирования мышления, отображающего объективную действительность. Действие поэтому как бы несет мышление на проникающем в объективную действительность своем острие. На поле действия сосредоточивается первично самый освещенный, наиболее интеллектуализированный участок сознания. Если Павлов изображает сознание как светящуюся точку, перемещающуюся по коре головного мозга, то в этой связи можно было бы говорить о мышлении как о светящемся поле, передвигающемся на острие действия и расширяющемся по мере проникновения его в мир. Лишь затем на основе общественной практики развелось теоретическое мышление и более высокие виды нагляднообразного мышления. При этом с развитием более высоких видов мышления, в частности мышления теоретического, генетически более ранние виды наглядного мышления не вытесняются, а преобразовываются, переходя к высшим формам наглядного мышления. Развитие мышления не сводится к тому, что над генетически более ранними примитивными видами мышления надстраиваются другие, генетически более поздние и сложные. В силу неразрывной внутренней связи всех сторон мышления между собой и со всей личностью и ее сознанием в целом, генетически более ранние виды в процессе развития сами поднимаются на высшую ступень. Это относится в частности и к наглядно-ситуационному мышлению, непосредственно включенному в практически действенную ситуацию. Развитие мышления человека на основе общественной практики не является односторонним развитием опосредованного логического мышления в понятиях за счет чувственного непосредственного содержания сознания. Оно является вместе с тем развитием и этого последнего, приводящим к новому непосредственному восприятию действительности. Сама грань между непосредственным и опосредованным относительно, подвижно, исторично. В зависимости от уровня и содержания наших знаний мы не только по-иному рассуждаем, но и по-иному непосредственно воспринимаем то, что нам дано. Наши знания отражаются в нашем восприятии действительности. Сами способы действия, которыми располагает действующий и решающий задачу наглядно-действенного мышления субъект, зависят не только от его личного, но и от социального опыта. Через них в ситуацию наглядно-образного мышления проникают знания, которые не даны субъекту в виде общих положений, но которыми субъект пользуется, поскольку они осели в определенных способах оперирования с вещами. Продукты теоретического мышления, реализуясь на практике, входят в сферу непосредственно данного. Поэтому то, что на одной стадии развития может быть предметом только опосредованного знания и теоретического опосредованного мышления включается на следующей стадии в непосредственный опыт и оказывается в поле зрения наглядного мышления. Наивная физика – не только предпосылка, но в известной мере и опосредованной практикой продукт теоретической физики. Этим историческим опосредованием непосредственного созерцания человека объясняется изменение характера доступных ему задач и принципиальное различие наглядно-действенного мышления человека по сравнению с интеллектом келлеровских обезьян. Различие не только в том, что у человека есть также и словесное теоретическое мышление в понятиях, различно и само их наглядное мышление. Наглядное мышление, возникая на более ранней генетической ступени развития, чем мышление абстрактно-теоретическое, не остается затем в дальнейшем ходе развития на том элементарном низком уровне, на котором оно первоначально находилось. В процессе общего умственного развития человека на все более высокий уровень поднимается и его наглядно-образное мышление. Наглядное мышление выделяется из практического действия, в которое оно первоначально непосредственно включено, становясь относительно самостоятельным актом, который подготовляется предыдущим действием и подготовляет последующее. В связи с этим изменяется и характер наглядного содержания, которым начинает оперировать мышление. Развивается наглядно-образное мышление, в котором наглядный образ становится носителем обобщенного содержания все более высокого уровня. С расширением и углублением общественной практики формируется абстрактно-теоретическое мышление. Таким образом, в процессе развития выделяются различные генетические ступени развития мышления. На самых ранних ступенях возникает сначала наглядно-действенное ситуативное мышление, непосредственно связанное с действием, как бы вплетенное в него. Затем с расширением и обобщением общественной практики сформировались и другие виды мыслительной деятельности. Переход к высшим генетическим ступеням выражается не только в развитии новых видов мышления, но и в изменении уровня всех тех, которые возникли на предшествующих ступенях. Развивается не мышление само по себе, а человек, и по мере того, как он поднимается на высшую ступень, на высшую ступень поднимаются все стороны его сознания, все аспекты его мышления. Большинство зарубежных исследований мышления отсталых народов приводит к резкой двойственности в его понимании. С одной стороны, такие авторы, как Леви Брюль, сосредоточивая свое внимание на миропонимании отсталых народов, ошибочно характеризуют их мышление как преологическое и мистическое. Другие, как Вебер, Леруа, Абель Рей, и другие, включающие технику в поле своего изучения, отмечают объективную значимость мышления, которая в ней проявляется. Но и они ошибочно противопоставляют два будто бы разнородных плана в мышлении человека на ранних ступенях его развития. Один реальный, проявляющийся в технике и практической жизни, другой мистический, который сказывается в их миропонимании. В действительности же существуют специфические общие черты, которые характеризуют это мышление в целом, и оба разнородных плана, которые противопоставляются перечисленными исследователями, являются лишь двумя сторонами единой его природы. Основные черты, определяющие это мышление, заключаются в следующем. Первое. Оно функционирует внутри восприятия и оперирует нерасчлененными данными наглядной ситуации. Основная качественная его специфика заключается не в максимальном отлете его от объективной действительности, как думают Леви Брюль, Блейлар и другие, а в максимальной скованности его непосредственно данным содержанием, наглядной практической ситуации. Мышление наглядно, образно, ситуационно. Непосредственно данное еще не расчленено. Из непосредственно данных синкретических соединений не выделяются более опосредованные существенные связи. Мышление не способно к опосредованным определениям. Понятие не отделяется от наглядно данного предмета, число от исчисляемого и так далее. Гипотетический план мышления не вычленился в действительности. Рассуждение поэтому неформально и, конечно, не диалектично, то есть сверхформально, а доформально. Мышление еще не овладело своей формой. Оно наглядно и практично, а не теоретично. Считать на этой стадии можно лишь определенные предметы. Коров, медведей. На предложение считать со стороны представителей культурно отсталых народов следует обычно вопрос, что считать? Турнвальд, Вертгеймер. При этом предметы, подлежащие счету, мыслятся всегда в конкретной ситуации. Так, например, медведи в ситуации охоты. Поэтому медведей можно считать лишь до шести, так как ни одному человеку не доводилось убить большее число медведей. Счет коров может вестись до шестидесяти, потому что не бывает, чтобы один человек владел большим числом коров. Число еще не отделилось от исчисляемого, и операции над числами совершаются лишь внутри конкретных ситуаций. То же относится и к другим понятиям. Ограниченности практики на ранних ступенях развития соответствует и ограниченность мышления. Разрешение проблем, требующих высших форм теоретического мышления, ему еще недоступно. Решение этих проблем средствами примитивного наглядного мышления принимает преологический характер. Основная линия развития мышления заключается в переходе от наглядно-действенного мышления к опосредованному, обобщенному, теоретическому мышлению в понятиях. Второе. Второй отличительной чертой этого мышления является непосредственная близость его к практическим потребностям действиям. Производство идей, представлений, сознания, как пишет Карл Маркс, первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей, язык реальной жизни. Затем уже на высшей ступени развития общественной практики мыслительная операция выделяется из непосредственной связи с материальной деятельностью, в которую оно первоначально вплетено и превращается в теоретическую деятельность. В конкретной ситуации при решении элементарных технических, практических задач непосредственные данные наглядной ситуации, которыми оперируют это мышление, оказываются более или менее адекватными. Но эти же данные и приемы непосредственного наглядного мышления оказываются неадекватными в применении к отвлеченным проблемам миропонимания. Здесь они порождают синтез без анализа, синкретический синтез без синтеза, характерный для прилогического мышления. Третье. В силу непосредственной близости к практическим потребностям действия, это мышление насыщено плохо контролируемыми эмоциональными тенденциями. В практической ситуации эмоциональные тенденции подчинены контролю эффективности действия. При переходе к общим проблемам идеологии, в которых отпадает непосредственный контроль практической ситуации, давление эмоциональных тенденций получает особый простор и выражается в отклонении от объективности. Это создает психологические предпосылки для мистических форм мышления, подчиняющиеся логике чувств, не столько принципу реальности, сколько принципу удовольствия. Объективно эти формы мышления порождаются низким уровнем техники и недостаточным овладением человеком природой. История развития объективной мысли опирается на развитие практики и совершает первые свои шаги в связи с развитием техники, для которой развитие мышления является одновременно и следствием, и предпосылкой. Египетские папирусы и осиро-вавилонские таблицы показывают, что геометрия и астрономия возникают как чисто практические, технические приемы, непосредственно связанные с практическими нуждами. Основным приемом доказательства древнейшей геометрии является наглядный показ, приемы наглядного мышления. Недаром эти доказательства заканчиваются обычно словами «видишь», «вот» и так далее. Однако наглядные данные, которыми оперируют древнейшая геометрия, астрономия и арифметика, представляют собой наглядный материал особого рода. Из него особенно отчетливо выделяется заключенная в нем система отношений. Запросы общественной практики побуждают к их выделению, а это порождает новую технику мысли. Постепенно число отделяется от исчисляемого, оперирование геометрическими фигурами приводит к выделению пространственных свойств и отношений от содержания предметов, наполняющих пространство. Астрономические наблюдения приводят к выделению из совершающихся событий абстрактного времени. Эти абстракции числа, пространства и времени связаны с наглядным восприятием. Вместе с тем они являются предпосылками мысли, выходящей за пределы наглядного данного. В них совершается переход от наглядного мышления к мышлению отвлеченному, теоретическому. Переход мышления от наглядно-ситуативных ко все более обобщенным, отвлеченным и объективным формам на всем протяжении своего развития совершался в неразрывном единстве с развитием речи, которое тоже переходило от полисемантических, ситуативных, многозначных выражений ко все более обобщенным термином, соединяющимся определенной системой языковых отношений. Патология и психология мышления. Роль основных компонентов, моментов или сторон, выделенных нашим анализом в мыслительном процессе, выступает с особой отчетливостью в тех патологических случаях, когда один из этих компонентов нарушен. Значение направленности мысли на задания для нормального функционирования мышления с большой показательностью выявляют прежде всего те случаи, когда в ходе мыслительного процесса задание утрачивает свою устойчивость, и мысль лишается единой направленности. Эти нарушения в клинической практике выступают в двух формах – более легкой и более тяжелой. Первая известна под названием расплывчатости мысли, вторая проявляется как скачка идей. При том, более легком нарушении мышления, которое выражается в патологической расплывчатости мысли, больной понимает задание, однако оно неустойчиво. Мысль все время отклоняется от задания и снова возвращается к нему. Не исключена возможность правильного конечного ответа. Но ход мысли нарушен. Конечный ответ, даже если он оказывается правильным, получается как случайность после долгого блуждания мысли вокруг задания и многочисленных отклонений от него. Эпизодически, особенно при сложных вопросах, известная расплывчатость мысли может встречаться у каждого нормального человека. Но когда мысль хронически страдает большой расплывчатостью, при любых, даже простых заданиях, эта расплывчатость превращается в патологию. Сущность этого патологического явления заключается в неустойчивости задания в ходе мыслительной операции и в отсутствии поэтому единой направленности мысли. В связи с колеблющимся осознанием объективного значения задания затемняется различение существенного и несущественного. Еще более яркую картину представляет так называемая скачка идей. В клинической картине этого патологического явления иногда подчеркивались главным образом ускоренные темпы процесса и большое обилие представлений, которые он захватывает и вовлекает в свой поток. Однако на самом деле характер скачки этому процессу в конечном счете придает не столько быстрота, сколько специфический характер его протекания. То, что он перескакивает с одного представления на другое, с ним по существу не связанное. Действительно классическая форма скачки идей с большим количеством быстро сменяющихся связей не единственная ее форма. Встречаются формы скачки идей, при которых мысль течет медленно, представлений немного, слова застревают и в ход мысли вклинивается регистрация восприятий окружающих предметов. Типичным образчиком скачки идей является, например, следующий ответ одного больного лимпана на вопрос о том, как идут его дела. Дела идут так, как они стоят. В каком полку вы состояли? Полковник дома. В моем доме, в моей келье. Вы знаете доктора Кельина? Знаете ли вы Коха? Знаете ли вы Верхоза? У вас чума или холера? Ах, прекрасная часовая цепочка. Как поздно? Совершенно очевидно, что течение мысли здесь определяется внешними ассоциативными связями и никак не регулируется существом поставленного вопроса. Сущность этого нарушения мысли заключается в том, что предметно-смысловые связи заменяются связями ассоциативными. Поэтому в ходе мысли господствует случайность. Часто, как это неоднократно замечалось, наблюдаются переходы по звуковым сочетаниям. Самые разнородные и друг с другом по существу не связанные представления объединяются на основе ассоциаций по звучанию слов. Опираясь на фактический материал клиники, можно таким образом сказать, что когда мышление начинает определяться исключительно ассоциативными связями, а связи предметно-смысловые выпадают, тогда нормальная мысль переходит в план более или менее ярко выраженной патологии. Более или менее глубокие нарушения мысли наблюдаются также каждый раз, когда, главным образом под влиянием патологически напряженной эмоциональности, нарушается установка мысли на объективность. Субъективный разрыв с объективной действительностью и порождает то патологическое перерождение нормальной мысли, которое находит в себе выражение в аутистическом мышлении, характерном для шизофреников. Отрыв от объективной действительности и давление аутистических установок проявляется не только в слияниях, но и в специфических скачках мысли. Эти обрывки мысли, часто наблюдающиеся у шизофреников, существенно отличаются от так называемой скачки идей тем, что в их основе лежит аффективная сопротивляемость по отношению к объективной действительности, в то время как при скачке идей течение мысли определяется все же связями, правда не существенными, а внешними, ассоциативными, случайными, в которых выступает в опыте субъекта его предметное содержание. Эти два явления, обрывы мыслей и скачка идей, психологически по своему внутреннему характеру таким образом различны. В силу теснейшей внутренней взаимосвязи мышления и речи, это расстройство мыслительных процессов сказывается и в речи. В речевом плане у шизофреников наблюдается иногда, с одной стороны, выпадение некоторых общеупотребительных слов, и с другой – совершенно неупотребительные в языке причудливые словообразования. Однако навыки речи в целом могут при этом сохраняться, как и навыки вообще, которые у шизофреников, как известно, оказываются ненарушенными даже в довольно развитых стадиях болезни. В результате иногда получается бессвязный по существу набор слов во внешне грамматически правильной речевой форме. За исключением случаев, когда сознанием шизофреника овладевает какая-нибудь бредовая идея, у шизофреников по большей части нет и четко оформленной субъективной установки, так же, как в некоторых острых кризисно-аномальных состояниях, в которых наблюдается распад мысли, связанный с субъективной сопротивляемостью объективным установкам. Например, в бессвязной мысли эпилептиков в сумеречных состояниях, обусловленных органическими условиями. Следующая группа патологических нарушений мысли связана с оформлением такой субъективной установки. Это имеет место при навязчивых идеях. Один специфический вид навязчивых идей, который выражается в первичном расстройстве мышления, выступает в патологическом сомнении. И нормальных людей иногда, большей частью в состоянии переутомления и неуверенности в себе. Одолевают сомнения в том, например, опущено ли было в почтовый ящик письмо, заперта ли дверь и тому подобное. Но у нормального человека проверка ликвидирует сомнения. В патологических же случаях проверка не снимает сомнения, так как сомнения распространяются и на результаты проверки. В огромном большинстве случаев в основе навязчивых идей лежит аффективная тенденция, которая приводит мысль больного в конфликт с объективными фактами. Когда сфера господства такой навязчивой идеи имеет частичный, ограниченный характер, она встречает противодействие со стороны сохранившихся общих объективных тенденций мыслительной деятельности. Больные тогда жалуются на навязчивые идеи, которые овладевают ими, несмотря на их сопротивление, и осознают их неправомерность, испытывая их как чужеродную силу. Несколько иное положение создается, когда субъективная установка оформляется в так называемую сверхценную идею. Сверхценная идея представляет собой идею или группу идей, которая вследствие своего аффективного тона получает перевес над всеми другими идеями и удерживает этот перевес долгое время или постоянно. Сверхценная идея обычно связана с каким-нибудь очень сильным чувством, любви или ненависти, имеющим тенденцию охватить все помыслы больного. Патологическое влияние такой сверхценной идеи сказывается главным образом в односторонней направленности мышления, не склонного обращать внимание на то, что идет вразрез с господствующей в ней тенденцией. При этом патологическая общая направленность мысли не вносит никаких особых отклонений в само протекание мыслительной операции. Наконец, когда навязчивая идея, в которую оформляется субъективная установка, принимает характер бредовой идеи, нарушается не только общая направленность мышления, но и само течение мыслительной деятельности. В процессе образования бредовой идеи можно, как это делает Джане, различать две стадии. В начальной стадии при зарождении бредовой идеи у больного еще есть тенденция рассуждать, аргументировать. Затем, при укреплении бредовой идеи, всякие рассуждения в собственном смысле слова отпадают. От веры, сопровождаемой и поддерживаемой рассуждениями, мысль переходит к чистой вере без рассуждений, которая держится на аффекте и пренебрегает уже недоступными ей доказательствами. Бредовая идея является наиболее фиксированным оформлением субъективной установки. Связанная с аффективностью, она противодействует установке мышления на объективность. Характерная черта бредовой идеи состоит в ее совершенной непроницаемости для опыта, для объективных данных. Всякая аргументация, направленная против такой бредовой идеи, отпадает. Эта непроницаемость бредовой идеи для опыта и своеобразие методов мышления при господстве бредовой идеи очень отчетливо выступают в одном примере, приводимом Жане. Одна его больная, одержимая бредовой идеей, утверждала, что в верхней комнате над нею ее сестра Жозефина установила мощные электрические аппараты, посредством которых она причиняет вред ее здоровью. Чтобы разубедить больную, Жане повел ее в верхний этаж, отпер расположенную над больной запертую комнату и показал ей, что в этой комнате нет ни сестры ее Жозефины, ни страшных аппаратов, которые она будто бы там установила. Но не успел он снова запереть дверь этой комнаты, убежденной, что ему удалось рассеять опасения больной, как она ему объявила. Жозефина обрадовалась, что вы запираете двери. Она знала, что мы придем, и спрятала аппараты. Теперь она вновь их установит. Этот ответ очень наглядно обнаруживает, как для мысли, одержимой бредовой идеей, стирается грань между фантазией и реальностью. Действительность приводится в мнимое соответствие с мыслью, одержимой бредовой идеей, посредством любых совершенно произвольных домыслов. Поэтому отпадает всякая нужда в проверке, в доказательствах, в которых нуждается мысль, считающаяся с объективной реальностью. Неправильная общая ориентация мысли, направленной на аффективно фиксированный результат, искажает само строение мыслительных операций. Роль в процессе мышления-посредования, раскрытия необходимых связей и обобщения с особой отчетливостью выступает в случаях так называемой семантической афазии. Выступая первично как расстройство речи, она, будучи в специфическом смысле расстройствами ее внутренней семантической стороны, оказывается в своей основе расстройствами мышления, выявляя в патологическом плане их единство. Исследование показало, что больной, страдающий семантической афазией, понимая значение отдельных слов, часто все же не понимает и не может воспроизвести связанного текста. Это связано с тем, что и сами слова, которые он понимает и повторяет, имеют для него специфическое значение, часто отличное от того, которое они имеют в предъявленном ему тексте. Они утрачивают свое обобщенное значение, срастаясь с какой-нибудь частной непосредственной ситуацией. Больной афатик Хэда оказался не в состоянии сказать по его предложению «нет», вне какого-нибудь конкретного контекста. Но в ответ на настойчивые требования врача сделать это под конец, воскликнул «нет, я не могу этого сделать». Не мог он, значит, собственно реализовать значение обобщенного, абстрактного отрицания. Отрицание было доступно ему лишь как частное отвержение конкретного предложения. Одна больная Гольштейна не могла привести название животных, если ее об этом спрашивали вне какого-нибудь конкретного контекста. Но она отлично пользовалась ими, рассказывая о своем посещении зоологического сада. При этом она в точности придерживалась порядка расположения клеток в саду. Слова, обозначающие этих животных, утратили для этой больной свое обобщенное значение и свелись к конкретно ситуационному указанию. Учитывая это, Гольштейн предупреждает молодого врача, что обобщения в речи больных, страдающих семантической афазией, не имеют того обобщенного значения, которое связывает с ними нормальное мышление. Чтобы вскрыть подлинное значение этих слов в мышлении больного, врачу нужно установить ту конкретную ситуацию, с которой эти слова у него связаны. В нормальных мыслительных процессах обобщение, как мы подчеркивали, возникает на основе осознания и выделения существенных связей и опосредований. Патология подтверждает этот основной тезис выше развитой теории мышления, показывая на многообразных и ярких клинических случаях связь обобщения с опосредованием. В тяжелых случаях нарушения при неспособности выделить существенные связи, мысль больного оказывается вообще неспособной выйти за пределы наглядной, непосредственно переживаемой ситуации. Известный больной Гольштейна Ша никогда не мог повторить ничего, не соответствующего тому, что он непосредственно переживал или наблюдал в действительности. Эрнст Кассирер приводит пример больного, который при хорошей ясной погоде никак не мог повторить за ним фразу «Сегодня плохая дождливая погода». Он начинал ее, затем запинался и останавливался, не будучи в состоянии сказать и очевидно представить себе то, что не соответствует той конкретной ситуации, в которой он непосредственно находился. Гольштейн описывает больного, который был неспособен понять рассказ в третьем лице. В форме, при которой изложение ведется как бы со стороны, но понимал его в первом лице, когда оно воспринималось им как переживание непосредственно данного живого собеседника. Обобщенный подход к человеческому переживанию был ему недоступен. Распад обобщения и неспособность выйти за пределы непосредственно данной ситуации, в которых выражается расстройство мышления при различных заболеваниях, обусловливает отсутствие переноса, непонимание иносказательного значения в метафорах, пословицах, шутках, анекдотах. В клинических отчетах Хэда зафиксирован ряд случаев непонимания его больными шуток. Больные офатики Гольштейна, как общее правило, не понимали пословиц. Больной заигарник, шизофреник Р, метафору железная рука, комментируют следующим образом. Железной руки не бывает, если человека ранят, ему дают искусственную руку, но она делается из дерева, железо слишком тяжело. Пословицу «не все то золото, что блестит» больной Н, энцефалит, поясняет так. И на меди, и на самоваре металл тоже блестит. Понимание переносного значения требует обобщения. Оно заключает соотнесение одних ситуаций с другими, отличными от них по внешним признакам и сходными по внутренним соотношениям. Для их понимания необходим отбор существенного от несущественного и обобщения. Поэтому затрудненное различие существенных связей и нарушение функции обобщения резко снижают понимание всех оносказательных форм речи. Богатый клинический материал разнообразных расстройств мышления выявляет таким образом значения различных компонентов и сторон, отмеченных нами ранее в психологическом анализе мышления, и дает фактическую опору и подтверждение основным положением выше развитой психологической теории мышления. Развитие мышления ребенка Изучение истории умственного развития ребенка представляет несомненно большой теоретический и практический интерес. Оно является одним из основных путей к углубленному познанию природы мышления и закономерности его развития. Изучение путей развития мышления ребенка представляет и вполне понятный практический педагогический интерес. Детальное изучение мышления требует выделения и специального анализа различных его процессов, сторон, моментов, абстракции и обобщения, представлений и понятий, суждений и умозаключений и т.д. Но реальный процесс мышления включает единство и взаимосвязь всех этих сторон и моментов. Подлинная история развития мышления, особенно первых его шагов, его зарождения, как она должна была бы, но очевидно еще не может быть написана, должна быть раскрытой в ее существенных закономерностях истории того, как маленький ребенок становится мыслящим существом, как в человеке развивается мыслитель. Первое проявление интеллектуальной деятельности ребенка. Интеллектуальная деятельность формируется сначала в плане действия. Она опирается на восприятие и выражается в более или менее осмысленных целенаправленных предметных действиях. Можно сказать, что у ребенка на этой ступени лишь наглядно действенное мышление или сенсомоторный интеллект. Новый этап в истории мышления связан со владением ребенком речью. Ее обобщающая функция опирается сначала на примитивную чувственную абстракцию, формирующуюся в действии и оперирующую сначала в детском восприятии. Восприятие ребенка становится все более осмысленным и в нем закладываются основы мышления. В теснейшей взаимосвязи и взаимопроникновении с чертами, общими у него с мышлением взрослого человека, это мышление включает и специфические черты, которые не только количественно, но и качественно отличают его от зрелого мышления. Специфические черты этого раннего детского мышления обусловлены тем, что это мышление подчинено логике восприятия, в которое оно включено. Мышление ребенка перестраивается и поднимается на новую ступень по мере того, как в процессе обучения ребенок овладевает системой знания различных предметов, которые заключает систематизированный и обобщенный опыт, накопленный человечеством, и совсем по-иному расчленяет свое содержание, чем оно расчленено в восприятии. На эмпирической основе этого опытного знания формируется рассудочная мыслительная деятельность. Она характеризует следующий этап в развитии мышления, за которым следует высшая ступень разумного, теоретического мышления. Такова самая общая ориентировочная схема хода и основных ступеней в развитии мышления ребенка. Развитие мышления начинается в плане действия внутри восприятия или на его основе. Сначала ребенок манипулирует с предметами, не учитывая их специфических особенностей. Он выполняет лишь те или иные реакции или функции над попадающимся ему под руки материалом. Продукты этого манипулирования для ребенка сначала лишь случайные, побочные результаты его деятельности, не имеющие для него никакого самостоятельного значения. С того времени, как результаты деятельности ребенка приобретают в его сознании некоторую самостоятельность и его действие начинает определяться объектом, на который оно направлено, действие ребенка приобретает осмысленный характер. Целесообразные предметные действия, направленные на объект и определяемые сообразно со специфической задачей, являются первыми интеллектуальными актами ребенка. Речь очень рано включается в процесс умственного развития ребенка. Первые слова, которыми овладевает ребенок, являются и первыми элементарными обобщениями, которыми он начинает оперировать. Собственная активность ребенка сохраняет при этом свое значение на всем протяжении его умственного развития. Она совершается в частности в виде игры, в процессе которой ребенок узнает некоторые внешние чувственные свойства вещей. Реальный контакт с объективной действительностью, в котором протекает жизнь ребенка, существенно определяет, в особенности при правильной постановке педагогической работы, его умственный рост. Но ребенок не маленький Робинзон. Его умственное развитие не строится исключительно на узкой базе его личного практического опыта. С первых же шагов оно опосредованно итогами общественной практики, которые передаются ребенку окружающими и воспитывающими его взрослыми. Через посредство знаний, которые они ему сообщают, общественное сознание формирует развивающееся индивидуальное сознание ребенка. Развитие мышления ребенка совершается таким образом в двух планах, непосредственно в действенном плане и в плане речевом. Оба эти плана, конечно, взаимодействуют и взаимопроникают друг в друга. Развитие мышления в действенном плане, все более разумное оперирование вещами, является и предпосылкой и результатом развития речевого мышления. Обусловливая развитие речевого мышления, все более разумная практическая деятельность ребенка, в свою очередь, развивается под его воздействием. При этом все же первично мыслительные процессы несомненно совершаются как подчиненные компоненты какой-либо практической, хотя бы у ребенка игровой, внешней деятельности, и лишь затем мышление выделяется в качестве особой, относительно самостоятельной теоретической познавательной деятельности. В развитии разумного практического действия в качестве особенно существенного момента выступает развитие планирования, приспособления средств к цели, способности включить и адекватно соотнести все более сложную цепь опосредующих звеньев. По данным исследования Рея, изучавшего детей 4-8 лет, которым он давал практические задачи различной трудности с точки зрения планирования мысли, у детей в развитии практической деятельности обнаруживаются четыре характерные ступени, которые мы рассмотрим далее. Постепенно усложнявшиеся задачи Рея. Сначала достать предмет при помощи простейших средств, становясь на стул, взяв палку, затем догадаться самому изготовить нужное средство. Например, сделать крючок из гибкой проволоки, лежащей возле банки, и достать крючком предмет из банки. Потом использовать несложный механизм. Наконец, решить простейшие задачи по динамике – заполнить пробелы в линейке для передачи толчка, и по статике – восстановить равновесие. Первая ступень детского развития практической деятельности. Непосредственное действие. Дети стараются просто схватить предмет. Второе. Начало опосредованного действия, в котором замена одних негодных средств другими совершается вслепую. Например, дети, отбросив короткую палку, пытались применить другую, точно такой же длины. Третье. Целенаправленные попытки, лишь частично учитывающие ситуацию, в которой применяется средство, и потому не сразу достигающие успеха. Четвертое. Конструктивный подход, отличающийся плановостью и сразу приводящий к решению задачи без предварительных действенных попыток, без проб и ошибок. Основная особенность этого мышления в действии заключается в том, что последующее звено в цепи опосредующих событий открывается перед мыслью ребенка только после действенной реализации предшествующего звена. Такой тип решения весьма часто наблюдается, по данным Рея, и у детей, самостоятельно решающих задачу. Он характеризуется большей частью целенаправленными действенными пробами, которые лишь шаг за шагом прокладывают правильный путь. Это мышление отличается сначала большой связанностью с наглядной данной ситуацией. Перенос решения на другую, даже близкую ситуацию происходит с трудом, обобщенное действие дается не сразу. Планирующая мысль в действии, развиваясь у детей, конечно не сразу, во многом, однако, опережает мышление в слове. Дети, уже умеющие практически решить задачу, сплошь и рядом не могут объяснить своего решения. На предложение объяснить свое решение дети, по данным Рея, отвечали поведением одного из следующих трех типов. Первое. Вместо объяснения пытались продемонстрировать решение действием же. Второе. Давали объяснения жестами, сопровождали их указательными словами. Это сюда, потом туда. Повернутые спиной к аппарату и решенные возможности жестикулировать, они ничего не могли объяснить. Не могли объяснить свое решение задачи и по плану аппарата. Третье. Правильное словесное объяснение. Этим данным своего исследования Рей дает в основе неправильную теоретическую интерпретацию. Для Рея начальные ступени в развитии практического действия детей являются проявлением биологической формы интеллекта. Поэтому Рей, как и Боген, охотно сравнивает между собой интеллект ребенка и интеллект обезьяны. С точки зрения Рея, практические интеллектуальные действия детей приобретают человеческие черты только в результате овладения ими речью. Ребенок перестает действовать как антропоид с момента, когда он начинает говорить, замечает Рей. Но речь не сразу преобразует действия детей. Поэтому, по мнению Рея, поведение ребенка от 4 до 5 лет очень напоминает поведение низших обезьян, а поведение антропоида взближается с поведением детей от 5 до 6 лет. Только после этого возраста разумные практические действия детей полностью социализируются и приобретают характер истинно человеческой разумной деятельности, которая опосредуется уже не чувственно отражаемыми физическими структурами, но суперструктурами, устанавливающимися в речевом плане. Эти выводы Рея основываются на неправильном предвзятом подходе к оценке фактов поведения ребенка, исходящем из теоретических взглядов Пиаже, который, как известно, пытается вывести все психическое развитие ребенка из факта речевого общения детей со взрослыми. К совсем другим выводам приводят исследования разумных практических действий детей, проведенные советскими авторами. Практические интеллектуальные действия детей, как устанавливают исследования советских авторов, уже на самых ранних ступенях развития носят специфический человеческий характер. Это определяется тем фактом, что ребенок окружен с первого дня своей жизни человеческими предметами, предметами, являющимися продуктом человеческого труда, и прежде всего практически овладевает человеческими отношениями к этим предметам, человеческими способами действия с ними. Как показывают данные, полученные Гальперином, подробно изучавшим развитие у детей действия с простейшими предметами-орудиями, ребенок дошкольного и даже преддошкольного возраста справляется не только с употреблением уже известных ему орудий и средств, но способен самостоятельно овладевать новыми для него орудийными операциями, подчиняя свое действие объективным свойствам предмета, используемого им для решения той или иной практической задачи. Как показывает исследование запорожца, даже у глухонемых детей, еще не обучавшихся языку, их практические интеллектуальные действия вовсе не похожи на действия животных и обладают явно выраженными чертами подлинно-человеческой разумности. Основой развития специфических человеческих практических действий у ребенка является прежде всего тот факт, что ребенок вступает в практическое общение с другими людьми, с помощью которых он только и может удовлетворить свои потребности. Именно этот специфический человеческий характер всей деятельности ребенка, и в частности его интеллектуальных действий, является той практической основой, на которой строится и само речевое его развитие. Это не значит, конечно, что развитие речи, в свою очередь, не видоизменяет разумных практических действий ребенка. Роль речи чрезвычайно велика. Речь, слово, оформление, обобщение объективных свойств и соотношений предметов, с которыми ребенок сталкивается в определенных условиях, дают возможность перенести найденный им способ действия в другие, существенно сходные условия, хотя они могут быть вместе с тем резко отличны от первых по своим внешним, непосредственно чувственно воспринимаемым поверхностным признакам. Эта роль речи, однако, в свою очередь опирается на практику самого ребенка. Особенно ярко выступает специфичность разумных практических действий ребенка по сравнению с интеллектуальными действиями животных, в изучении тех мотивов, которые побуждают его к действию и тех целей, которые он себе ставит. В опытах Владимира Ильича Аснина, который ставил детей перед задачами того же рода, что и задачи Келлера на практический интеллект, оказалось, что с некоторыми из них не справляются дети даже 5-6-летнего возраста, хотя малыши 2-3 лет их легко решают. Видоизменяя условия опыта, например, оставляя испытуемого одного в комнате, вводя в опыт второго ребенка и тому подобное, автору удалось показать, что эта мнимая неспособность детей справиться с задачей в ряде случаев зависит от того, что для ребенка задача. Например, достать предмет с помощью палки вообще не представляется задачей, ведь палкой достанет каждый. Действительная цель, которую ставит перед собой ребенок, это не просто овладеть данным предметом любым способом, но именно решить задачу, то есть показать, что он может справиться с затруднением, обнаружить ловкость и тому подобное. Мышление у ребенка, естественно, зарождается в самом восприятии действительности, с тем, чтобы затем все более выделиться из него. Перед ребенком мелькает множество впечатлений. В зависимости от их яркости, соответствия потребностям ребенка, нечто в них выделяется. Ребенок начинает замечать некоторые качества, которые определяют то, что он воспринимает. Это выделение определенных качеств неизбежно связано с непроизвольной абстракцией от множества других, которые остаются вне поля зрения ребенка. Первое обобщение ребенка. Примитивная чувственная абстракция, которая в самом восприятии ребенка выделяет одни стороны и отвлекается от других, подводит к первому элементарному непроизвольному обобщению. Обобщение сначала совершается в переносе действия с одного предмета на другой, который выполняет в действии ту же функцию. Это обобщение нуждается для своего оформления в слове. Когда в первом возрасте вопросов, в год полтора, ребенок, переходя от одного предмета ближайшего окружения к другому и переводя вопрошающий взор от этих предметов к окружающим его взрослым в поисках наименования предметов, обращается к старшим с вопросом «Что это?» и «Это что?», он в наименовании предметов в слове обретает форму существования для своих первых понятий о вещах. Овладевая словом, ребенок начинает обобщать, перенося уже не только непосредственные действия, но и слово с одного предмета на другой. Но сначала каждая, сколько-нибудь занимательная, привлекающая внимание ребенка черта, сплошь и рядом вовсе несущественная, может послужить толчком для обобщения или переноса слова с одного предмета на другой. В результате создаются первые, порой самые причудливые классификации, первые зачаточные, очень неустойчивые группировки предметов в классы. По дневниковым данным русских авторов, словом «яблоко» называется «яблоко» и «красное яйцо». Это же название переносится на красный и желтый карандаш любой круглый предмет, щеки. Словом «ва» обозначаются плюшевая собачка, живая кошка и меховая шуба, то есть все имеющее мех. Пила, гребенка, машина, палки называются одним словом «трля». Даны – звонок, звон, часы, телефон, колокольчик, вообще все то, что издает звук. По Менчинской – вопрос о развитии мышления ребенка в дневниках русских авторов. Ребенок, о котором сообщает Кейра, называл лай собаки кашлем, отрезк огня в камине лаем. Другой ребенок, которого наблюдал Тен, слово «фафер» от «шаминдафер», примененное сначала к паровозу, перенес на кипящий кофейник и стал затем переносить на все, что шипит, шумит и дымит. Один ребенок обозначал словом «ключ» все блестящие предметы. Другой употреблял слово «она», «шляпа», для обозначения всего, что имело какое-нибудь отношение к голове, в том числе и головную щетку. Другой ребенок называл звезду глазом, а ребенок Романоса называл звездой все, что светится – свечку, пламя газа и тому подобное. Эти первые обобщения, выражающиеся в переносе действий и употребляемых слов на разные предметы, сначала никак не означают, что ребенок сознательно выделяет общее как тождественное в различном. Он сначала попросту не замечает многих различий и непосредственно ассимилирует объединяемые словом предметы. Однако с расширением употребления слова посредством его переноса на новые предметы, с этим зачаточным обобщением вскоре сочетается обратный процесс – постепенного сужения круга предметов, на которые распространяется слово, и тем самым ограничение и уточнение – специализация его значения. Тождество и различие объективно-неразрывно связаны между собой. Перенося слово с одного предмета на другие, ребенок, благодаря упрощающему и абстрагирующему характеру своего восприятия, отождествляет объективно различные предметы, еще не осознавая их различий. Но пока он не осознает различий, он, фактически отождествляя или точнее непосредственно ассимилируя различные предметы, еще не осознает и общего между ними как тождественного. Точно так же, объединяя одни предметы одним, а другие – другим словом, ребенок фактически различает разные предметы, но сначала он при этом вовсе не осознает того общего, что их объединяет. При сопоставлении различных предметов, которые отнесены при первичной классификации, заключенной в самом наименовании вещей к разным классам, ребенок в первую очередь подмечает различия, и ему труднее найти общее, которое в данном случае должно быть осознанно как тождественное в различном. В возрасте трех лет шести месяцев Сана Энн просит «Мама, давай играть, что разное, что не разное». 28 февраля 1935 года. Процесс сопоставления и сравнения представляет для нее очевидно определенный интерес. Это для нее занимательная игра. В процессе этой игры у нее под руководством взрослых формируется умение наблюдать и наблюдая сопоставлять, сравнивать и различать. В самой формулировке своей просьбы поиграть Сана подчеркивает разное, тождественное или сходное для нее лишь не разное. И в ходе дальнейшей игры обнаруживается, что Сана по преимуществу отмечает разное у различных предметов и затрудняется найти в них одинаковое. В возрасте шести лет шести месяцев Сана Энн уже хорошо справляется с задачей указать при сопоставлении двух предметов, как одинаковое или общее, так и разное. Но при этом, проявляя уже известную способность к наблюдению за собственными мыслительными операциями, Сана делает любопытное замечание. «Мама, а разное мне легче увидеть, чем одинаковое. Это я давно умею. А находить одинаковое интересно, но оно одинаково». Но не совсем. Из неопубликованного дневника Леушиной. Запись от 17 января 1938 года. На этой стадии развития отыскание различий расширяет кругозор. Оно знаменует более полное восприятие конкретного содержания реальных явлений. Это не исключает, однако, того, что впервые овладевая словом, ребенок, перенося его с предмета на предмет и, обозначая им целую группу предметов, уже находит общее и одинаковое, так же, как он вместе с тем находит и разное, поскольку он, объединяя группу однородных предметов одним общим наименованием, разная группа предметов обозначает разными наименованиями. Ситуативное мышление ребенка. Мышление ребенка зарождается и развивается сперва в процессе наблюдения, которое является ничем иным, как более или менее целенаправленным мыслящим восприятием. Наблюдение ребенка сначала ограничено немногими особенно привлекательными для него чертами, а сами направления, по которым оно движется, немногочисленны, но в пределах доступной ему сферы наблюдения ребенка часто бывают на редкость богаты и тонки. Вопреки очень распространенной точки зрения даже совсем маленький ребенок может иногда очень долго и чрезвычайно сосредоточенно рассматривать привлекшие его внимание предметы. С редкой зоркостью замечает он иногда почему-нибудь интересные для него яркие детали и частности, которые легко ускользают от внимания взрослых. Так еще Селли приводил пример мальчика двух лет одиннадцати месяцев, который, проехав во время путешествия по двум разным линиям железной дороги, обратил внимание своей матери на ускользнувшие, конечно, от нее различия в устройстве рельсов на обеих линиях. Известно также, как дети, заинтересовавшись вдруг паровозами, трамваями или автомобилями, поражают окружающих множеством мелких различий, которые они подмечают в этих привлекших их внимание о предметах. Собственно мыслительная деятельность в процессе наблюдения выражается прежде всего в сопоставлении и сравнении. Вещи познаются сначала путем сравнения. Сравнивая, сопоставляя, ребенок прежде всего устанавливает сходства и различия непосредственно воспринимаемых качеств. Но этим не может ограничиваться осмысливание воспринимаемой деятельности. Практические потребности делают необходимым для ребенка узнавание окружающих его вещей, предметов. Между тем эти предметы изменяются. Мать, которую ребенок привык видеть в одном домашнем платье, появляется при выходе из дома в другой одежде, в которой ребенок видит ее реже и к которой он не привык. Наблюдая эти изменения, ребенок с неизбежностью приходит к необходимости различать тождественную вещь и изменяющиеся свойства, которыми она обладает. Само обозначение свойств приобретает большее и более объективированное значение. Растет их место в речи ребенка и преобразуется их значение. Сначала соответствующие слова «горячо», «мокро» и тому подобное выражали по преимуществу аффективные состояния ребенка. Сейчас они начинают обозначать свойства предметов. Свойства вещей, как известно, проявляются в их взаимоотношениях с другими вещами. Через посредства этих отношений лежащие в их основе свойства вещей и выявляются. Эта взаимосвязь свойств и отношений сказывается и в ходе развития детской мысли, иногда очень курьезно в ней обнажаясь. Причем сначала свойства еще сливаются с функциональным отношением. Наташа Ша, увидав во время прогулки на набережной Невы пушку, спрашивает мать «Мама, это пушки?» «Пушки». «Они стреляют?» «Нет». «Значит, сейчас они не пушки, они потом были пушки». В процессе наблюдения ребенок неизбежно вскоре наталкивается на один факт, имеющий особенно большое значение для развития его мыслительной деятельности. Наблюдая окружающее, он не может не подметить известной регулярности в следовании друг за другом некоторых явлений. Эта регулярность еще очень далека, конечно, от закономерности. Ребенок не осознает обобщенной необходимой связи между явлениями. Он сначала лишь подмечает привычный порядок их следования, или точнее постоянную связь между ними, так как порядок сначала еще несовершенно осознается ребенком. Так ребенок рано замечает, что за тем, как мать наденет шляпу, следует прогулка, за накрытием стола следует еда. Наступление одного из этих событий вызывает ожидание следующего. Эта последовательность двух явлений объективно вовсе не всегда выражает наличие между ними прямой причинной зависимости. И вопреки теории Дэвида Юма, создающиеся на этой основе ассоциативные связи, сами по себе вовсе не порождают еще у ребенка представление о причинности. Его скорее порождает собственный практический опыт ребенка и наблюдение тех изменений, которые производят действия окружающих его людей и его собственные. Неавтоматическое повторение одних и тех же событий в одной и той же последовательности, а изменения, происходящие в окружении ребенка в результате действий его и окружающих его людей. И прежде всего те, особенно привлекающие его внимание изменения, которые направлены на осуществление его желаний, порождают у ребенка первое представление о причинности. Из действий людей черпает ребенок свои первые представления о причинности. Они порождают у ребенка не просто ассоциацию представлений, а представление о действенной, причинной связи реальных событий. Нарушение привычной последовательности привлекает внимание, вызывает недоумение и порождает потребность в объяснении. Удивление и вопрос, чувство непонятности и потребность в объяснении могут вообще возникнуть лишь тогда, когда нарушен обычный порядок. Они, значит, предполагают уже сложившееся представление о каком-то привычном порядке. Начало активной мыслительной деятельности ребенка. Нарушение привычного порядка, вызывающее впервые остро ощутимое чувство непонятности, порождающее стремление понять, является исходным моментом новой, особенно активной умственной деятельности ребенка. Этот новый этап открывается периодом вопросов. Он относится обычно приблизительно к четвертому году жизни ребенка. С момента овладения речью, перенося обозначающие тот или иной предмет слова с одного предмета на другой, группируя, классифицируя их таким образом, наблюдая сходства и различия между ними, отношения и связи, которые обнаруживаются в их последовательности, ребенок в сущности непрерывно занят направляемым взрослыми первичным упорядочением доступного ему мерка, или точнее своего представления о нем. И вот когда у ребенка в какой-то мере сложилось уже представление о некотором, ставшем ему более или менее привычном порядке в окружающем его мире, когда у него установилась какая-то классификация окружающих его вещей и накопился некоторый запас наблюдений об обычной последовательности событий, тогда-то и наступает для ребенка замечательная пора неожиданных, совсем новых переживаний, с которых начинается особо интенсивная жизнь пробуждающегося в нем мыслящего существа. У ребенка впервые пробуждается сознание непонятности того, что он воспринимает, и зарождается потребность в объяснении и стремлении к пониманию. Основываясь на накопившихся наблюдениях и знаниях, ребенок пытается иногда сам найти объяснение тому, что он наблюдает. Однако тонкая сеть объяснений, которую он пытается накинуть на мир, чтобы его понять и им овладеть, рвется как паутинка каждый раз, как он делает новый шаг за пределы своего маленького, уже привычного ему детского мирка. Тогда ребенок обращает вопрошающий взор на окружающих. У них он ищет ответа на встающие перед ним вопросы. С чувства или осознания непонятности, в результате которого перед ребенком встают вопросы, раскрываются противоречия и возникают проблемы, начинается активная мыслительная деятельность, обдумывание, рассуждение, размышления. Сначала некоторая мыслительная работа, обобщение, классификация и тому подобное совершались более или менее автоматически. Когда ребенок начинает осознавать нарушение привычного порядка, наталкивается на противоречия, вопросы, проблемы, нужна уже сознательная активная мыслительная деятельность для того, чтобы сознательно их разрешить. В дальнейшем впечатления примелькаются. Став привычным, многое и не будучи понятым покажется понятным, став обыденным, оно перестанет удивлять. Но сначала все возбуждает удивление и все вызывает вопросы. Перескакивая с одного предмета на другой и как бы норовя обогнать друг друга, вопросы ребенка устремляются на все, что не мелькнет перед его взором. Вопросы ребенка чрезвычайно многообразны. Среди них, естественно, имеются и вздорные, порожденные отсутствием у него элементарных знаний и незрелостью его ума. Но в основном они свидетельствуют о любознательности ребенка, о его живых познавательных интересах. Приводим из неопубликованного дневника матери Туровской Михайловой вопросы ее дочери Эльзы в возрасте от 4 лет 2 месяцев до 5 лет 9 месяцев. 4 года 3 месяца. Когда человек умирает, то остается одно тело и больше ничего. 4 года 10 месяцев. Мама, когда Пушкин начал писать стихи? Почему это тебя интересует? Да потому что я хочу быть поэтом, так мне нужно знать, когда начинать. 4 года 10 месяцев. Что такое солнце и звезды? Из чего они сделаны? Из земли? 4 года 11 месяцев. А деревья тоже болеют или нет? 4 года 11 месяцев. А можно измерить, какой высоты небо? 4 года 11 месяцев. А как это бесконечно? Без конца. Расскажи, как это? Как это нет конца? 4 года 11 месяцев. Эльза спрашивает, откуда взялось озеро. Я ей объясняю. А откуда взялась вода? Откуда взялась первая вода? 5 лет. Откуда взялась земля? Первая земля. Откуда все взялось? Тебя выродила бабушка, а бабушку ее мама. А кто первый выродил? 5 лет. А Пушкин долго думал свои стихи? 5 лет 2 месяца. А что больше, солнце или звезды? 5 лет 2 месяца. А что красивее, грустное или веселое? 5 лет 2 месяца. Лежит в постели и говорит, если я день прожила, то к смерти уже ближе на один день. 5 лет 3 месяца. А как сосчитать листья на дереве? А сколько капель воды в дожде? 5 лет 3 месяца. Как человек ходит и говорит? Я этого не понимаю и не могу понять, как человек сделан вообще. Вот кукла говорит, папа, мама, это понятно. У него аппарат такой есть. А у человека тоже аппарат? 5 лет 4 месяца. Если земля вертится, то мы можем быть завтра на том месте, где Кавказ или нет. А как солнце? Оно тоже вертится? А звезды? Какие они? Что больше вертится, мы или солнце? А звезды умирают или живут всегда? 5 лет 4 месяца. Я вяжу салфетку. Эльза спрашивает, может ли человек до своей смерти вывезать кусок отсюда до Ленинграда? 5 лет 5 месяцев. Я читала Эльзе некоторые места из Мюнхгаузена. Эльза спрашивает меня, а почему Мюнхгаузен так врал? Что у него, матери и отец врали? Ведь так просто же не начал он врать. Так кто у него врал? 5 лет 6 месяцев. А все-таки я хочу добиться, как произошел мир. Ведь раньше была бесконечность и не было ни кустика, ни земли, ничего. А как же потом все это стало? Нет, я должна добиться, как все это стало. Эти вопросы пятилетнего ребенка ярко обнаруживают, какая активная работа мысли совершается в маленькой его головке. Вместе с тем, обычные вопросы детей этого возраста свидетельствуют о подвижности их интересов, выражающихся в большом количестве вопросов и резких переходах от одного к другому. Подвижность, неустойчивость познавательных интересов обычно типична для ребенка, мысль которого еще ограничена рамками восприятия. Каждый вопрос так же быстро исчерпывается, как и быстро возникает. Сама тематика наблюдения весьма ограничена. По своему содержанию вопросы детей по преимуществу относятся к непосредственно данной наглядной ситуации и порой прибегают к сопоставлению ее с другими наглядными ситуациями, привычными или поразившими ребенка. Материал вопросов черпается по преимуществу из ближайшего окружения. Центральное место обычно занимают резко действенные элементы окружения – люди и животные. Все это характерно для мысли, функционирующей внутри восприятия. Она направляется на наглядную ситуацию ближайшего окружения и обращена по преимуществу к действию. Носители действия вызывают особый интерес. Пробуждение более сознательной мыслительной деятельности приводит ребенка к необходимости различать не только вещи ее свойства, но и уже к более сознательному развлечению существенных и несущественных свойств. Это важный шаг в умственном развитии ребенка. Маленькая Наташа Ша, 4 года 3 месяца, гуляет с матерью по набережной Невы. Пробегает собака. Наташа, мама, а все собаки собаки? Все. И большие, и маленькие? Да, все. Мамочка, как это интересно, что все собаки собаки. Тебе интересно, да? Очень интересно. Мама, а ты человек? Человек. А я? И ты человек? Задумывается. Затем. Мама, а если собаку постричь, сзади валенки надеть, а впереди перчатки? Нет, нет, она не человек. Для детей, для которых внешние признаки имеют решающее значение, обычно мальчик или девочка определяется по одежде. Одна девочка на вопрос, близнецы ли они с братом, ответила. Нет, мы были близнецы, имея в виду то время, когда ее брат, в действительности ее близнец, носил еще платьица. С тех пор, как он надел штанишки, он перестал в ее представлении быть ее близнецом. В приведенном разговоре Наташа Ша делает мысли на попытку отождествить собаку с человеком, соответственно, ее принарядив. Но она сейчас же сама отвергает эту попытку. Одежда, валенки, перчатки и тому подобное. Для нее уже не существенный признак, по крайней мере, при сопоставлении человека и собаки. Некоторые сомнения вызывают еще вопрос о значении размеров. Мама, а все собаки собаки? Все. И большие, и маленькие. Но ребенок легко уже принимает то положение, что рост, размеры несущественны для определения собаки. При изменении некоторых свойств предмет, оказывается, не перестает быть тем же, чем он был. Ребенок делает этот фундаментальный вывод и с вполне оправданным интересом останавливается перед своим открытием. Мамочка, как это интересно, что все собаки – собаки. Тебе интересно, да? И ребенок прав. Это действительно интересно. Это целое открытие. Ребенок открывает тождество предмета при изменении его свойств. И большие, и маленькие собаки – собаки. Ребенок теперь лишь осознает тождество как общее в различном. У него начинает выкристаллизовываться первое, еще смутное представление о тождественной основе разнообразных и изменчивых явлений. Лишь начинающий вырисовываться абрис будущего понятия субстанция. Теперь, собственно, а не тогда, когда в год-полтора он впервые узнает наименование вещей, которые сначала вовсе не являются наименованиями, обозначениями в собственном смысле слова, и не осознаются как существительное. Собственно, теперь ребенок овладевает понятием, по крайней мере, в его элементарной рассудочной форме. Это проявляется в том, что ребенок уже может не только обозначить общим именем разные предметы, но и подвести предметы, обозначенные разными именами, под одно общее высшее понятие. На этой ступени развития у ребенка идет овладение элементарными отношениями между понятиями, в частности, отношением подчинения более частного, более общему. Обобщение дошкольника и понимание отношений. В течение дошкольного периода обобщения ребенок проходит довольно значительный путь развития. Для того, чтобы в этом убедиться, стоит сопоставить ответы, которые давала Наташа Ша на один и тот же вопрос на третьем, четвертом, пятом и шестом годах. Наташе два года четыре месяца. Она здоровая, румяная девочка. Много, хотя и неправильно говорит. Сегодня я спросила Наташу, что такое мама. Она посмотрела на меня, залилась смехом и, тычев меня пальчиком, повторяла «Вот мама, вот мама». Тогда я сказала «А вот придет к нам чужая девочка, у которой нет мамы». И спросит она тебя, что такое мама, как ты ей объяснишь?» Наташа смотрит с недоумением. Трудно ей представить, что у девочки может не быть мамы. И говорит «Мама, вот мама», показывая на меня. «Три года пять месяцев». Я задавала Наташе вопрос, как объяснить, что такое мама. Не задумываясь, она сказала «Мама, это ты, Анна Петровна, у нее девочка, это я». Четыре года четыре месяца. На вопрос, как объяснить, что такое мама, Наташа ответила «Мама это никогда не стирает, все пишет». «Пять лет шесть месяцев». Сегодня я снова спросила Наташу «Что такое мама?» «Мать», переспросила она и ответила «Мать это женщина, которая рожает детей». Тогда я спросила «Имеет детей или рожает?» «Нет», уверенно ответила она «Рожает, а не имеет. Иметь можно чужих детей». «Вот Эмма имеет меня, а она не мать. Мать, кто рожает детей». Ребенок начинает в этом возрасте подмечать относительность некоторых свойств и положений. Момент очень существенный в развитии мышления. В этом отношении можно констатировать, однако, значительные индивидуальные различия и большую зависимость от того, насколько близка ребенку соответствующая сфера отношений. Маленькая Леля С. Два года один месяц. Рассматривая фотографии, заявляет «Я мамина дочка, а бабина учка, внучка. Оина пьемянница, Олина племянница». Сана Энн. Два года восемь месяцев. Еще плохо мириться с мыслью, как ей говорит мать, бабушка – это мама папы, а баба Оля мама-мама. И упорно возражает. У мамы не бывает мамы, у папы не бывает мамы. Три года девять месяцев Сана Энн, впервые побывав в квартире этажом ниже, по возвращении домой, заявляет «Мы по ихнему потолку ходим. Здесь красной краской, а у них белой краской. А под краской, под этой, показывает на краску пола, белый потолок. Он у них потолок, а у нас пол. Он один и тот же у них и у нас, только у них выкрашен белой краской». «Как же один и тот же?» – спрашивает мать. «Один и тот же, но у них он потолок, а у нас пол, а у них тоже свой пол есть. Вот как интересно придумано». Штерн также приводит подобные примеры. Ева, дочурка Штерна, уже в возрасте 3 года 8 месяцев, на замечание отца, что суп пересолен, отвечала «Для меня он не пересолен». Яркое доказательство того, что дети сравнительно рано начинают осознавать относительность некоторых понятий, дает работа Айзакс. Из множества примеров приведем лишь три. Денис, 4 года 6 месяцев, стоя у круглого стола, объясняет брату. Вещь может быть в то же время спереди и сзади. На удивленный вопрос отца он поясняет, хотя и не совсем четко, что за круглым столом можно и об отце, и о нем сказать, что один спереди, а другой сзади, и наоборот. В шесть лет с небольшим у того же мальчика происходит такой диалог с матерью. Денис, я хотел бы не быть Денисом. Мать, я была бы очень огорчена, если бы Дениса не существовало. Денис очень умный ребенок. Денис, нет, я многих вещей не умею делать, а другие делаю плохо. Мать, но есть много вещей, которые ты умеешь делать. То, что ты мне только что сказал, было очень умно. Но имеется в виду только что данный им ответ на другой вопрос. Денис, не особенно. Я уверен, что если бы вы спросили 60 мальчиков того же возраста, что и я, по крайней мере 50 из них дали бы вам тот же ответ. Этот шестилетний мальчик определял свой ум сравнением с умом своих сверстников. Умный для него было не абсолютным, а относительным свойством. В дневниковых записях Айзекс таких примеров очень много. Все эти факты с большой ясностью показывают, что первые проблески понимания относительности появляются у ребенка очень рано, хотя вообще сколько-нибудь совершенное понимание отношений и относительности, несомненно, представляет серьезные трудности для детского ума. Согласно Пиаже, понимание относительности недоступно детям на протяжении всего дошкольного периода и начала школьного. Основные выводы своего исследования по этому вопросу Пиаже резюмирует следующим образом. Ребенок 7-10 лет не понимает, что некоторые понятия, явно относительные для взрослого, представляют отношения, по крайней мере, между двумя предметами. Так он не понимает, что брат должен быть необходим чьим-то братом, или что предмет должен быть необходим слева или справа от кого-нибудь, или что часть необходима составляет часть целого. Он рассматривает эти понятия как существующие сами по себе абсолютно. Или еще. Он определяет семью не по отношению родства, соединяющего его членов, а по занимаемому пространству, по непосредственной точке зрения, которую он усвоил, видя свою семью, сгруппированной вокруг него в одной квартире. В возрасте, когда дети, к 9-10 годам, умеют сказать, что иностранцы – это люди других стран, они еще не знают, что сами являются иностранцами по отношению к этим людям. Дети сплошь и рядом не способны понять, утверждает Пиаже, что Швейцария в одно и то же время лежит к северу от Италии и к югу от Германии. Если она на севере, то она не на юге. Таким образом, страны света имеют для детей абсолютное значение. Оставаясь в силу своего эгоцентризма в области непосредственно данного, ребенок рассуждает лишь о единичных случаях. Предметы берутся им вне связи с другими. Не умея понять взаимность или относительность понятий, ребенок тем самым не в состоянии их обобщить. Для Пиаже это центральный факт, определяющий специфическую логику ребенка и делающий для него недоступной логику научного мышления. Лишь с 11-12 лет ребенок, согласно Пиаже, преодолевает синкретизм в плане словесного мышления и оказывается в состоянии овладеть относительными понятиями. В своей общей трактовке детского мышления как эгоцентрического и синкретического Пиаже, как мы полагаем, слишком абсолютизирует данные о несомненно реальных трудностях, на которые наталкивается у детей понимание относительности. Понимание или непонимание относительности не является абсолютным свойством детского ума. Оно, несомненно, представляет вообще сравнительно большие трудности для детей, но оно может быть доступным в одной и одновременно недоступным в другой сфере отношений. Оно более доступно там, где речь идет об отношениях в наглядной ситуации, и оно становится менее доступным с переходом в абстрактный план. Ребенка в возрасте вопросов, около 4 лет, живо интересует вопрос о причинах явлений, о происхождении вещей. И там, где у него есть уже некоторые знания, он даже не без критики воспринимает те, иногда не совсем точные сведения, которые взрослые считают возможным сообщать маленьким. Увидав на реке снег, Наташа Ша, 4 года 3 месяца, спрашивает мать. Мама, из чего снег? Из воды. А как? Замерзло и снег. Неправда, тогда лед. Не знаешь, не нужно детям объяснять. Маленький исследователь с живыми познавательными интересами, ребенок, пристально наблюдая, открывает замечательные свойства вещей. Селли сообщал о мальчике, которого занимал вопрос, почему в воде не делается ям, когда я опускаю в нее руку. У мальчика Селли вызывало недоумение то несоответствие его опыту, почерпнутому из обращения с твердыми телами, на которое он в данном случае очевидно впервые натолкнулся. Аналогичные вопросы занимали и Сану, но ее наблюдения в этом отношении были уже обширны, когда раз за обедом она стала обсуждать вопрос о непроницаемости твердых тел. Сана, 4 года 6 месяцев. Мама, вот моя рука, протягивает ее. А я хочу другую руку протолкнуть туда, показывает. И не могу, останавливаюсь. А сделаю так, убирает руку. И моя другая рука вон, как далеко вытянулась. Сделай, мама, ты. Ну-ка пройди рукой за меня. Мать упирается рукой в Сану. Сана, видишь и не можешь. Отодвигается. Мать свободно продвигает руку. А вот молоко, продолжает Сана, так по-другому. Смотри, смотри, я ткнула ложкой, а ложка через молоко прошла. И вода также, мама. Смотри, а воздух? Здесь ведь воздух. А я куда хочу, туда и двигаюсь. И сахарный песок также. Я суну в него ложку, она войдет. Вот интересно, правда, мама? И это в самом деле интересно. Опираясь, конечно, на сообщенные ему взрослыми сведения, ребенок здесь посредством ряда сопоставлений сознательно упорядочивает свои знания о существенных свойствах твердых, сыпучих, жидких и газообразных тел. Умозаключение ребенка и понимание причинности. Активные процессы сознательного обдумывания, размышления, рассуждения включают уже все стороны, моменты, аспекты мыслительной деятельности. Данные наблюдения над детьми говорят о том, что ребенок рано начинает делать выводы. Было бы неправильно отрицать у детей дошкольного и даже, может быть, предшкольного возраста возможность делать некоторые умозаключения. Но было бы совершенно неосновательно приравнивать их попросту к умозаключениям взрослых, в частности, к тем формам умозаключения, которыми пользуется научное знание. Менчинское в дневнике приводит ряд умозаключений своего сына. Мальчику в возрасте двух лет восьми месяцев сказали, что во время демонстрации только большие ходят на Красную площадь. Саша сделал самостоятельное умозаключение. У Лев басей, он может туда ходить. У Лов название для большой игрушечной лошади. В возрасте двух лет десяти месяцев Саше было сказано о том, что детям нельзя есть копченую рыбу. В ответ на это он заявил «Я узе басей, я высе тебя, высе папы, высе бабушки, высе воли, высе вали, я басей, я мазю басюю либу, сюку есть». Штерн приводит ряд умозаключений своих дочерей Гильды, Ева и сына Гюнтера в возрасте двух лет шести месяцев. Гильда два года шесть месяцев спрашивает мать, вместо няни Берты, подающую ей ужин. Берта ушла? Весьма сомнительно, имела ли здесь место умозаключение. То есть Гильда пришла к своему вопросу, конечно, не в результате рассуждения. Раз мать подает ужин, значит, няня Берта, которая обычно это делает, ушла. Скорее ужин напомнил ребенку о няне, и отсутствие ее вызвало вопрос. Она ушла? Ева, два года шесть месяцев, увидев на балконе веревку, протянутую вдоль перил, спросила. Зачем это здесь? Для белья? В этом случае очевидно совершается перенос целостной ситуации по сходству предмета. Предмет как бы еще не отделяется от определенной ситуации его применения. Он еще не имеет множественных функциональных значений. Другой пример. Маленькой Еве, два года пять месяцев, запрещают трогать руками сахар, лежащий в сахарнице. Она возражает. Руки у меня не грязные. В этом ответе тоже виден перенос ситуации. Для нее запрет трогать руками сахар может иметь единственное обоснование – грязные руки. В наблюдениях Айзекс отмечен такой факт. Отец рассказывает сказку маленькой Урсуле, три года семь месяцев, и говорит. Птица сказала «Доброе утро, Урсула». Девочка поморщилась и ответила. Разве это был попугай? Та же девочка три года семь месяцев. Я нынешнее лето называю зимой. Почему? Солнечно и холодно. Правильная мысль о существенных сходствах и различиях всецело вытекает из переноса наглядных ситуаций. Другой воспитанник Айзекс, пять лет один месяц, утверждал, что вместо крутой лестницы можно было бы сделать более пологую, если бы иметь больше места с задней стороны. Здесь тоже правильное заключение основано на сопоставлении наглядных ситуаций. Это, собственно, еще лишь предыстория умозаключающего мышления. Но вскоре появляются у детей и настоящие умозаключения. Ряд ярких примеров подлинных умозаключений у детей четырех-шести лет приводит исследование Айзекс об умственном развитии детей и специальные работы, посвященные детскому умозаключению. Так Эрисман сообщает о следующих умозаключениях своего сына. Мальчик в возрасте четырех лет шести месяцев обращается к отцу. Папа, небо больше, чем земля. Да-да, я знаю это, потому что солнце больше, чем земля. Это он узнал от взрослых еще прежде. А Вера, старшая его сестра, только что мне показала, что небо больше, чем солнце. А через три месяца летом после прогулки у ручья камни тяжелее, чем лед. Откуда ты это знаешь? Потому что лед легче воды. Об этом ему прежде как-то рассказывали. А камни тяжелее воды. Они в воде идут ко дну. Этот ребенок сопоставлял наглядные ситуации своего опыта и сведения о предметах, полученные им от взрослых. Приведенные факты ярко вскрывают особенности типичных для дошкольника умозаключений. Его мысль функционирует еще внутри восприятия. Поэтому его умозаключение сплошь и рядом совершается посредством переноса целых наглядных ситуаций. Заключение идет от единичного факта к единичному факту. Для характеристики специфической формы этих детских умозаключений, господствующей в дошкольном возрасте, Штерн ввел термин «трансдукция», отличающий ее как от индукции, так и от дедукции. Трансдукция – это умозаключение, переходящее от одного частного или единичного случая к другому частному или единичному случаю, минуя общее. Трансдуктивные умозаключения совершаются на основании сходства, различия или по аналогии. Отличает их от индукции и дедукции, отсутствие общности. Пиаже правильно отметил, что Штерн дал лишь описание, а не объяснение трансдукции. Отсутствие обобщения в трансдукции есть в действительности не первичная, не определяющая ее черта. Ребенок в трансдукции не обобщает, потому что и поскольку он не может вычленить существенные объективные связи вещей из существенных сочетаний, в которых они даны в восприятии. В трансдукции сказывается ситуационная связанность мышления дошкольника. Но трансдукция никак не является все же единственной генеральной формой умозаключения у дошкольника. Развитие форм детского мышления тесно связано с развитием его содержания, со знакомлением ребенка с определенной областью действительности. Поэтому появление более высоких видов умозаключения происходит в начале, так сказать, не по всему фронту интеллектуальной деятельности, а отдельными островками, в первую очередь там, где знакомство ребенка с фактами, связь его с действительностью оказывается наиболее глубокой и прочной. Данные опыта в пиаже, условия которых нарочито препятствуют возникновению обобщения и требуют в сущности для своего объяснения готовых теоретических познаний, естественно отсутствующих у дошкольника, не могут служить основанием для признания трансдукции единственной или господствующей формы детского рассуждения. Запорожец и Луков в своем исследовании рассуждения дошкольника констатировали, что там, где мышление ребенка получает более прочную основу в практическом знакомстве с действительностью, рассуждение его основывается на известных обобщениях и приобретает индуктивно-дедуктивный характер. Элементарные причинные зависимости рано подмечаются детьми, как о том свидетельствуют многочисленные наблюдения. В исследовании Айзекса отмечаются многочисленные яркие случаи правильного понимания причин и следствия ее воспитанниками. Так Дан, 4 года 3 месяца, указывает своим товарищам, что бесполезно кричать авиатору, чтобы он снизился. Авиатор их не услышит, потому что машина шумит. Тот же мальчик, 5 лет 9 месяцев, подчиняя свой велосипед, очень толково объясняет свои действия. Другой пример. Когда возник вопрос о том, может ли вода, налитая в нижнее дупло дерева, вытечь через верхнее дупло, то один из воспитанников Айзекс, Христофор, 5 лет 11 месяцев, отвечает, только если применить давление. Урсула, 4 года 10 месяцев, критикует замечания взрослых. Она рассказывает матери, какую глупость сказала мама Мэри, а также мисс Томас, когда я была в школе. Однажды, когда вы не так скоро пришли за мной, я не хотела одеваться. Она сказала, разве ваша мама не опаздывает? Когда вы оденетесь, она придет скорей. И мисс Томас поддержала. Но ведь это не могло вызвать ускорение, если вы были в автобусе. Разве это не глупо? Это не могло ускорить. Девочка понимала, что нет причинной связи между этими явлениями. Однако нельзя, конечно, приписывать ребенку-дошкольнику обобщенное понимание сложных причинных зависимостей. По данным Пиаже, когда ребенок начинает интересоваться причинами, он, указывая причины явлений, для каждого частного случая приводит свою частную причину. Камень, опущенный в сосуд с водой, поднимает уровень воды, потому что он тяжелый. Дерево, потому что оно большое, или даже потому что оно легкое, и так далее. Ссылка в каждом частном случае на частную причину означает, что ребенок не может обобщить причинные зависимости. Он как будто оперирует причинностью, но не постигает еще закономерности. Обнаруженное детьми в опытах Пиаже непонимание причинности объясняется в значительной мере и тем, что Пиаже брал области, чуждые ребенку, далекие от его ближайшего окружения и сферы его воздействия. Вопросы о причинах ветра, движения светил и тому подобное, которые задавал детям Пиаже, весьма далеки от непосредственных жизненных интересов ребенка и его действия, поэтому ответы получались мифологические. В этих мифологических ответах детей резко выступает перенос из ситуации ближайшего окружения с сильным действенным началом. На дальнейшей стадии индустриальном артифициализме по Пиаже, когда все в природе представляется сделанным кем-нибудь, роль человеческого действия в понимании мира выступает еще резче у ребенка. Все эти факты, в частности сопоставление приведенных данных с данными Пиаже, ясно показывают, что мысль ребенка не одинаково развивается на всех участках. Она сначала связана с ближайшим окружением. Первое зарождение понимания причинности происходит в действии, на практике. Если проанализировать все указанные прежде проявления понимания детьми причинности, то все они оказываются связанными с наблюдениями ребенка, с конкретными ситуациями его обихода, с интересами его действия. Эта мыслительная деятельность развивается сначала по преимуществу в процессе наблюдения, в теснейшей связи с восприятием. Очень поучительно и рельефно она выступает в попытках понять, объяснить наблюдаемое при восприятии картинок. Для объяснения их содержания дети сплошь и рядом прибегают к целому ряду рассуждений и умозаключений. В проведенном под нашим руководством исследовании Овсипян о развитии наблюдения у детей оказалось, что почти все дети средней дошкольной группы стремились найти причину дать объяснение наблюдаемого, изображенного на картине явления. Приведем несколько примеров из протоколов Овсипян. Посмотрев на картинку, изображавшую двух девочек, стоящей перед плачущей женщиной, Боря К. 5 лет 3 месяца. Замечает. Это было на даче, потому что они басые и у них нет тут вещей. Излагая содержание другой картинки, Люся, 4 года 3 месяца. Говорит. Зима. Две девочки сделали бабу, но, как видно, они хотят еще сделать, потому что готовят новый ком снега. Рита. 4 года 8 месяцев. Глядя на картинку, изображающую двух пограничников с ружьями, пробирающихся в сопровождении собаки к лесу. Говорит. Что это такое? Волк? Нет, это собака. Если рядом с охотниками, значит собака. Рассуждает Рита, ни к кому не обращаясь. 23 декабря 1937 года. У маленьких дошкольников, как видно из этих примеров, уже имеются подлинные и довольно многообразные умозаключения. Включая целый ряд рассуждений и умозаключений, наблюдение переходит у ребенка в сложный процесс обдумывания, размышления и осмысления. Поскольку объяснение того, что ребенок видит, предполагает возможность представить себе другую ситуацию, на которую данная развелась, в мышлении ребенка включается и его воображение. Но уже относительно рано пробуждается у детей иногда, когда их опыт дает им для этого опорные точки, критическое отношение к тому, что им говорят, и стремление к проверке сказанного, к соответствию сказанного действительности. Отец рассказывает Сане 3 года 10 месяцев сказку. В своем рассказе он допускает небулицу. У них, говорит он, была лошадь с длинными рогами. Сана, подожди, папа, мне кажется, у лошади нет рогов. Я сейчас посмотрю. Бежит, смотрит на картинку, изображающую лошадь, и говорит, да, папа, нет. Этот ребенок, которому лишь около 4 лет, имеет свои, расходящееся со словами отца, предположения. Ему кажется, что у лошади нет рогов. Он считает нужным справиться, чтобы проверить слова отца и свои предположения. Отличительные особенности ранних форм детского мышления. Наличие у ребенка 3-4 лет относительно многообразной мыслительной деятельности, включающей различные стороны ее, не исключает того, что эта мыслительная деятельность ребенка не только количественно, но и качественно отличается от зрелой мысли. Между мыслью ребенка и зрелой мыслью взрослого существует и преемственность развития, и разрывы непрерывности, скачки, и единство, и различия. Причем различия эти также многообразны, как и сама умственная деятельность. Первое. Ребенок рано, как мы видели, уже начинает обобщать, перенося действия и слова с одного предмета на другие. Но это обобщение перенос существенно отличается от обобщений зрелой научной мысли. А. Во-первых, ребенок по большей части обобщает на основании не объективно существенных свойств, а частностей, которые непосредственно привлекают внимание ребенка в силу их эмоциональной яркости и внешних функциональных признаков. Обобщение покоится сначала по большей части на функциональном переносе. Отмеченная Марксом и Энгельсом, показанная Марром роль функционального переноса в историческом развитии значения слов проявляется и в развитии закрепленного в слове значения понятия у детей. Предмет, выполняющий в непосредственном опыте ребенка ту же функцию по отношению к его потребностям, допускающий то же употребление, имеет для него то же значение. Понятие определяется сначала по преимуществу внешними функциональными признаками предмета. Маленькая Леля С. Год и пять месяцев. Подбрасывает и ловит яблоко. На вопрос матери «Чем ты играешь?» отвечает «Маська», «Мячик». Затем также подбрасывает и ловит платок. На тот же вопрос матери Леля снова отвечает «Маська» из дневника Сыркиной. Все, что выполняет для нее в данный момент функции меча, является для нее мечом. Сана. Два года, два месяца. Вернулась с прогулки. Мать целует ее, наклоняясь через спинку кресла. «Ой, я тебе голову оторву», шутя говорит мать. Сана испуганно, слезливо. «Ой, как же я буду махать головой? Как же я буду надевать шапку? Как же я буду надевать это?» показывает накапор. «Не надо, мама, пусть я буду с головой» из дневника Леушиной. Голова для Саны определяется опять-таки теми функциями, которые она выполняет, а ее функция определяется на этой ступени чисто внешним ее употреблением. «Б». Во-вторых, обобщение ребенка специфичны не только по тому, на основе какого содержания они совершаются, но и по типу тех отношений, которые лежат в основе обобщения. Ребенок сначала не отличает сколько-нибудь четко отношения подчинения частного общему от отношений включения части в целое. Общность на основании общего свойства и сопринадлежность в силу смежности. Обобщение и ассоциация причудливо переплетаются. Так внук Чарльза Дарвина, назвав утку по звуковому признаку, который он в ней выделил «квак». Перенес это слово на воду, по которой плавала утка. И затем, с одной стороны, на различных птиц, с другой на всевозможные жидкости. Таким образом, обобщение, то есть перенос одного и того же слова, произошло сначала на основе общности в смысле смежности, а затем в пределах каждого ряда по общему признаку. Минто приводит в своей логике аналогичный пример ряда превращений, которые претерпело в словоупотреблении одного ребенка слово «ма». Этим словом ребенок сначала назвал свою кормилицу, затем по ассоциации, по смежности он перенес это слово на швейную машину своей кормилицы. С нее, по общности некоторых внешних признаков, смутному сходству внешнего вида, издаваемых звуков, на шарманку. С шарманки опять в результате ассоциации по смежности на обезьяну, которую ребенок очевидно видел в сопровождении шарманки. И, наконец, снова на основании общности признаков на собственную резиновую обезьянку. В. Общее, к которому в результате обобщения приходит ребенок, лишь постепенно осознается им как таковое. При этом сначала общее начинает осознаваться ребенком не как всеобщее, а как собирательное общее, образуемое через простое перечисление, приближаясь по типу к тому процессу, к которому стремились свести всякое научное обобщение сторонники эмпирической индуктивной логики. Так, Леля С. Год 9 месяцев. Леля будет игать, играть. Мама будет игать. Оля будет игать. Ти, то есть все, будут игать. Такие разговоры повторяются часто и доставляют Леле большое удовольствие из неопубликованного дневника Сыркиной. Другой пример. Сана Н. Год и 8 месяцев. Говорит вечером, когда отец с матерью вернулись домой. Мама Писа пришла. Папа Писа. Оля Писа. Все Писи. Все пришли. Это своеобразное соотношение между частным и общим находит в себе естественно соответствующее отражение не только в суждении, но и в понятиях, которыми оперирует ребенок. Общее понятие означает у ребенка сначала не систему взаимосвязанных свойств, а совокупность ряда положенных предметов. Лошадь – это не только вот эта лошадь, а и эта, и эта, и та. Но этой собирательной совокупности отдельных экземпляров и исчерпывается пока значение общего. Общее еще не выделяется из частного. Частное еще не подчинено общему в том смысле, что соотношение части и общего еще не осознается как таковое. Путь от восприятия, от индивидуального образа в наглядно данной ситуации к обобщениям, которые приближают к понятиям, имеет целый ряд промежуточных ступеней. Менчинская в упомянутой работе выдвинула такой критерий для суждения о том, появились ли у ребенка общие понятия. Когда ребенок начинает называть один и тот же предмет двумя словами, из которых одно имеет более широкое значение, чем другое, тогда можно говорить о наличии у него общего понятия. Так, например, ребенок год и два месяца называет всех своих кукол словом «ляля», и в то же время для каждой из них у него есть особое название – Женя, дядя, Мишка. Ребенок двух лет семи месяцев держит в руках сломанного зайчика. Мать его спрашивает, что у тебя? Он отвечает, я не знаю, какая-то иглюська. Мальчик в этом случае не может воспроизвести специфическое название этой вещи, но отдает себе отчет в ее общем назначении, подводит ее под общее понятие. Аналогичные же особенности проявляются в детских умозаключениях. Пока общее еще не осознается как всеобщее, основанное на существенных связях, а сводится к собирательной общности частного, умозаключение у ребенка сначала часто сводится к переносу по аналогии с одного частного случая на другой, или с частного на общее, как собирательную совокупность частных случаев, приближаясь к тому, что в логике называли индуктивным умозаключением через простое перечисление, из общего как такой совокупности частных случаев на один из них. В основе этих умозаключений ребенка посредством переноса лежат случайные единичные связи, отношения внешнего сходства, более или менее случайные причинные зависимости. А иногда у ребенка встречаются умозаключения от наличия одного предмета или признака к другому, в силу установившейся между ними прочной ассоциативной связи по смежности. Пока ребенок не в состоянии вскрыть существенные внутренние связи, его умозаключения легко соскальзывают на облеченные во внешнюю форму умозаключений переносы внешних ассоциативных связей с одной ситуацией на другую. Но наряду с этим в областях практически более знакомых и близких ребенку у него начинают появляться подлинные индуктивно-дедуктивные, конечно, элементарные умозаключения. Второе. В соответствии с своеобразным характером обобщений, заключенных в словах, которыми ребенок оперирует, находится своеобразие функций, которую выполняет у него слово в процессе мышления. А. Маленькая Леля С., проведшая первые годы жизни в одном из волжских городов, называет Вога, Волга, всякую реку. Собственное имя превратилось у нее в нарицательное. Грани между этими двумя столь различными категориями слов для нее не существует. Слово, обозначающее единичный объект, приобретает обобщенное значение. С другой стороны, слова, обозначающие в речи взрослых общие понятия, совокупность взаимосвязанных существенных свойств, сплошь рядом превращаются сначала в речи ребенка в собирательное имя для обозначения совокупности иногда более или менее однородных, а иногда скорее сопринадлежных предметов, которые объединены обычной, привычной ребенку ситуацией. Еды, одевания и так далее, как, например, разные части туалета. Штанишки, носки, ботинки совместно включаются в привычную для ребенка ситуацию одевания. Как такие же собирательные имена для совокупности сопринадлежных или однородных предметов употребляет ребенок и другие слова, подлинным значением которых является общее понятие. Итак, с одной стороны превращение собственного имени в нарицательное, с другой общего термина в имя собирательное, с одной стороны растворение единичного в общем, с другой сведение всеобщего к собирательной совокупности частностей. Оба эти сдвига, встречающиеся в одной точке, вызываются общими причинами. Не только превращение общего термина в собирательное имя, но и употребление собственного имени, Волга, в качестве нарицательного, для реки и даже вообще для воды, обусловлено тем, что ребенку затруднительно оперировать отвлеченной системой отношений. А именно это требуется для того, чтобы определить некоторые предметы как единичные. В различных реках, и в Волге в том числе, при непосредственном восприятии бросаются в глаза в первую очередь общие черты. Волга как единичный индивидуальный объект определяется системой координат, фиксирующих ее только ей одной принадлежащее место на карте нашей страны. Определение ее единичности требует поэтому обобщенной мысли, способной оперировать отвлеченными отношениями. Таким образом, отмеченные особенности в речи ребенка в функциональном определении слова являются производными от особенностей его мышления. Конечно, связь между речью и мышлением взаимная, диалектическая. Причины и следствия тут неоднократно меняются местами. Особенности функционального употребления слова, в свою очередь, влияют на мышление. Но основным и ведущим является определяющее влияние мышления на речь, специфическим образом отражающего объективную действительность, а не наоборот. Попытаться превратить особенности функционального определения слова в производящую причину особенности детского мышления, значит дать в корне порочное представление об истинных путях умственного развития ребенка. Б. Существенные особенности детского мышления выступают и в отношении ребенка к метафорическому, переносному значению слов. Он сначала понимает их буквально. Трехлетнему мальчику говорят, что скоро придет праздник. Проснувшись как-то утром, он поднял вверх пальчик, как бы прислушиваясь, и сказал «цсссссссс праздник идет». Еще и несколькими годами позже дети, как известно, не понимают переносного значения слов. Значение этого положения выступает особенно рельефно в силу того противоречия, в которое оно вступает с тем не менее бесспорным фактом, что как только ребенок овладевает словом, он переносит слово с одного предмета на другой, и первые его обобщения представляют собой, казалось бы, не что иное, как употребление слов в переносном значении. Так можно истолковать, например, приведенные случаи, когда ребенок назвал лай собаки кашлем, потрескивание огня в камине лаем, или другой случай, когда ребенок назвал угол стола над ножкой его коленом, или, наконец, когда ребенок употребляет такие выражения, как «я моргаю зубами», «посолить сахаром» и многие другие аналогичные случаи. Существо вопроса заключается в том, что при переносном метафорическом употреблении слов одно и то же слово имеет два значения. Одно прямое, первичное, предметное свое значение, которое закрепилось за ним в языке, и другое то, которое ему предается в данной связи. Фигуральное метафорическое употребление слова, которое по своему прямому значению обозначает определенный предмет, служит для переноса на другой предмет некоторого абстрагируемого от первого предмета свойства. Причем какое именно из свойств первого предмета переносится на другой, определяется из того контекста, в который оно включается. Метафорический перенос всегда предполагает соотношение двух различных предметных или смысловых сфер, осознанных в их различии и общности. Ряд выражений, которые употребляет ребенок, был бы в речи взрослого метафорическим, переносным в специфическом смысле слова, поскольку ребенок осознавал бы принадлежность объединяемых таким образом предметов к различным предметным сферам, а первичное прямое значение слова обозначало бы лишь один из этих предметов, в его отличие от всех остальных. Но у ребенка, который переносит впервые освоенное им слово с одного предмета на другой, слово не может употребляться в метафорическом значении, потому что оно не закреплено еще в своем прямом значении. Трудности, которые представляет сначала для ребенка понимание переносного значения слов, свидетельствуют прежде всего о затруднительности для него операций, соотносящего абстрагирующего мышления. Но они выявляют вместе с тем и специфическое для соответствующего уровня детского мышления соотношение между словом и его значением, между речью и мышлением. Соотношение между речью и мышлением, а также между словом и его значением, не является чем-то неизменным, раз навсегда данным. В процессе развития изменяется не только мышление и речь ребенка, но и их соотношение, не только запас слов, которым располагает ребенок, и значение, которое в каждая из них вкладывается на различных этапах умственного развития, но и соотношение между словом и его значением. На ранних ступенях развития мышления слово неразрывно связано с одним прямым своим значением, а это последнее сначала с самим предметом, так что слово представляется не столько обозначением, сколько как бы свойством предмета. Часто наблюдаемое стремление детей к точным выражениям по существу является стремлением придерживаться буквального значения слов и оборотов речи. С этим специфическим отношением к слову связаны имеющие большое значение в речевом развитии ребенка своеобразные лингвистические изыскания, которым, занимаясь словообразованиями, так охотно предаются иногда дети. Наличие у слова переменного значения означает, собственно, не отсутствие у него всякого однозначного значения, а наличие у него такого обобщенного значения, которое может приобрести различные частные значения, без того, чтобы нарушилась истинность тех положений, в которые входит обозначаемое данным словом понятие. Пользование словами с переменным значением предполагает таким образом наличие такой обобщенной мысли, которая умеет соотносить общее и частное в их единстве. Умение сознательно оперировать словами с переменными значениями знаменует крупнейший сдвиг и в мышлении, и во взаимоотношении мышления и речи. Оно находит в себе завершенное выражение в умении оперировать буквенными обозначениями в алгебраических и логических формулах. Таким образом, анализ мышления ребенка обнаруживает у него относительно очень рано в дошкольном возрасте и даже в начале его зарождения многообразной мыслительной деятельности. У маленького дошкольника можно уже наблюдать ряд основных интеллектуальных процессов, в которых совершается мышление взрослого. Перед ним встают вопросы, он стремится к пониманию, ищет объяснений, он обобщает, умозаключает, рассуждает. Это мыслящее существо, у которого уже пробудилось подлинное мышление. Между мышлением ребенка и мышлением взрослого человека существует таким образом очевидная преемственная связь. Вместе с тем оказывается, что мышление ребенка существенно, не только количественно, но и качественно, отличается от зрелого научного мышления взрослого человека. Если мышление ребенка в самом деле уже подлинное мышление, то это, во всяком случае, еще очень своеобразное мышление. Своеобразие ранних форм детского мышления заключается в основном в том, что оно расчленяет и связывает свое содержание по преимуществу так, как оно члениться и связывается в воспринимаемой ситуации. Это мышление, включенное в восприятие и подчиненное логике восприятия. Отсюда все отмеченные специфические черты ранних форм обобщения и вообще мышления детей. Лишь единство этих двух положений, отмечающих как черты, общие для мысли ребенка и взрослого, так и ее отличительные черты, дает верное представление о мышлении ребенка. Вскрыв элементы подлинной мыслительной деятельности у ребенка и выявив в ней ее специфические черты, мы охарактеризовали мышление ребенка на ранних ступенях его развития. В тот период, когда впервые складывается мышление в подлинном смысле слова. С другой стороны, анализ мышления в предыдущем разделе вскрыл психологическую природу высшей формы, теоретического мышления. Было бы, однако, величайшей ошибкой, если бы кто-нибудь попытался определить весь путь развития мышления, соединив прямой линией его начальные и конечные высшие формы. Само наличие между ними качественных различий уже исключает возможность трактовать это развитие как непрерывное, лишь количественное нарастание. Развитие мышления ребенка представляет собой качественное изменение не только содержания, но и формы мышления, в едином процессе, в котором качественные различия выступают внутри единства, и скачки, разрывы непрерывности не нарушают преемственности. Изменение формы мышления совершается в результате борьбы содержания с формой и обратно. Новое содержание сбрасывает неадекватную ему форму, а новая форма ведет к переделке, к преобразованию содержания. Ведущим при этом является содержание. В ходе умственного развития ребенка эта борьба выступает во взаимоотношении формы детской мысли и того познавательного содержания, которым ребенок под руководством взрослых овладевает в процессе обучения. Развитие мышления ребенка в процессе систематического обучения По мере того, как ребенок в процессе систематического обучения начинает овладевать каким-нибудь предметом, арифметикой, естествознанием, географией, историей, совокупностью знаний, хотя бы и элементарных, но построенных в виде системы. Мышление ребенка неизбежно начинает перестраиваться. В частной ситуации, воспринимаемой ребенком и служащей первоначальным объектом его размышлений, сплошь и рядом непосредственно соединено, слито и как бы сращено то, что существенно между собой не связано. Поэтому пока мысль оперирует только в пределах отдельных частных ситуаций, у нее нет достаточных опорных точек для расчленения существенных связей и случайных совпадений, связей, основанных на общности однородных связей и ассоциативных связей по смежности, общности по существу и сопринадлежности к одной и той же ситуации. Эти специфические формы ситуативного мышления неизбежно сбрасываются содержанием научного знания, которым ребенок овладевает в процессе систематического обучения. Построение системы знаний любого научного предмета предполагает расчленение того, что восприятие сплошь и рядом слито, сращено, но существенно между собой не связано, выделение однородных свойств, существенно между собой связанных. Поэтому, когда ребенок начинает обучаться системе знаний различных предметов, эта система, проникая в сознание ребенка, по самому принципу своего построения, столь отличного от строения воспринимаемой ситуации, неизбежно прорывает, сбрасывает, преобразует формы ситуативного мышления и служит основой для развития у ребенка новых форм рассудочной мыслительной деятельности. В научных дисциплинах, которые становятся предметом обучения ребенка в школе, расчленяется то случайное агрегативное сочетание вещей, в котором они бывают даны в конкретной ситуации. Посредством абстракции выделяется и берется в своих внутренних взаимосвязях один вид однородных явлений или одна их сторона, как, например, количественная сторона вещей в арифметике. Особенности рассудочной мыслительной деятельности, которые формируются в процессе овладения построенной на таких началах системой знаний, также отличаются от охарактеризованных начальных форм мыслительной деятельности, как характерное для научного знания членение материала на различные дисциплины или предметы, отличается от структуры ситуации данной в восприятии. В процессе овладения предметным содержанием знания, построенного на новых началах, у ребенка формируются и развиваются формы рассудочной деятельности, свойственные научному мышлению. Мысль расчленяет восприятие и выделяется из него. Мышление ребенка переходит на новую ступень. Оно овладевает новым содержанием, систематизированным и более или менее обобщенным содержанием опыта. Систематизированный и обобщенный опыт, а не единичные ситуации, становится основной опорной базой его мыслительных операций. Если мышление на предыдущей ступени было охарактеризовано как ситуативное, то на этой ступени оно может быть названо по своему содержанию эмпирическим. На новом содержании формируются и новые формы рассудочной мыслительной деятельности. В систематизированном и обобщенном содержании опытного знания мысль приобретает достаточно опорных точек для недоступного еще ситуативному мышлению расчленения существенных связей и случайных совпадений общности по существу, от сопринадлежности к одной и той же ситуации. Это сказывается на обобщениях ребенка, на его умозаключениях, на всем его мышлении. У ребенка и до овладения им системой знания имелись уже в некоторой мере обобщения, анализ, синтез, но все они сейчас перестраиваются. Общее перестает быть только собирательной совокупностью частных, отдельных предметов, превращаясь в совокупность однородных существенно между собой связанных свойств. Особенное и общее выделяется из единичного, частное подчиняется общему. Существенное значение в мышлении ребенка приобретают родовые и видовые понятия, которые играют столь значительную роль в классифицирующих отраслях науки. Систематика растений, систематика животных и так далее, и соответствующая форма абстракции. Соответственно, оформляются также индукция и дедукция. По новым линиям начинает идти анализ и синтез. Мысль переходит уже от случайных связей ко все более существенному в них. Но при этом сохраняется еще ограниченность мышления по преимуществу внешними чувственными свойствами или признаками. Более или менее существенные связи познаются пока в основном лишь постольку, поскольку они даны во внешнем чувственном содержании опыта. Мышлению ребенка на этой ступени уже доступно научное знание, поскольку оно заключается в познании конкретных фактов, их классификации, систематизации и эмпирическом объяснении. Теоретическое объяснение, отвлеченные теорией в абстрактных понятиях и такие же абстрактные закономерности на этой ступени развития мышления вообще еще мало доступны. В единстве представления и понятия господствующим является еще представление. Все мышление ребенка, доступные ему понятия, суждения, умозаключения, получают на этой ступени развития новое строение. В этот первый период систематического школьного обучения, овладевая первыми основами системы знаний, ребенок входит в область абстракции. Он проникает в нее и преодолевает трудности общения, продвигаясь одновременно с двух сторон, и от общего к частному, и от частного к общему. Опираясь на частный единичный случай и на одну из немногих опорных точек, которыми ребенок овладевает в области общего, он идет к специальному понятию и на основе последующего обобщения частного приходит к более содержательным обобщениям. Овладение понятиями Овладение научными понятиями совершается у детей в процессе обучения. Процесс овладения обобщенным понятийным содержанием научного знания, сложившегося в ходе исторического развития, является вместе с тем и процессом формирования способности детей к обобщению. Развитие способности ребенка к обобщению является и предпосылкой, и следствием его умственной деятельности, направленной на овладение понятийным содержанием научного знания. Обобщение содержания научных понятий осознается ребенком с разной мерой глубины и адекватности проникновения в него, совершается как бы уступами. Уровень усвоения детьми различных понятий существенно зависит от уровня заключенного в соответствующем понятии обобщения, от близости или отдаленности от наглядного содержания, от смежности его опосредования. Это положение конкретно раскрыто ГИТТИС в отношении исторических понятий. По ее данным, дети, учащиеся 3-4 классов, в объяснении терминов, обозначающих конкретные объекты исторической жизни, как то город, фабрика и т.д., не только сильные, но и средние, и даже слабые ученики, поднимаются до четких и содержательных определений. Большинство детей указывали существенные признаки в определениях терминов, для каждого из них находятся наглядные основы, хотя бы в виде схемы. Благополучно, в общем, обстояло дело и в тех случаях, когда при определении, например, социального положения людей, смерть, служилые люди и т.д., нужно было дать определение посредством указания народ и видовой признак. Значительные трудности появляются при определении понятий, выражающих систему отношений. Такие термины, как, например, эксплуатация, поэтому даются детям трудно. В отношении таких понятий у большинства детей наблюдается значительное снижение уровня объяснений. При этом уровень объяснений у детей обнаруживает значительные колебания от очень несовершенных и даже просто совсем неадекватных у одних более слабых, до вполне удовлетворительных у других. Как общее правило, употребление термина в изложении в историческом контексте стоит на более высоком уровне, чем его определение. В литературе имеется немало данных о несовершенстве тех обобщений, которыми оперируют часто дети, и неадекватности преломления в их сознании понятийного содержания научного знания. Так, анализируя природоведческий словарь учащихся первого класса, Иванов приводит многочисленные факты, показывающие, какие несущественные признаки нередко принимаются детьми за основу при овладении понятиями из области естествознания. Определяющим признаком о дереве оказывается у детей несущественный признак величины. На этом основании возникает, например, такой ошибочный ответ одного ученика. Смородину нельзя к деревьям относить, она низкая. Аналогично этому летание позвоночных по воздуху вначале является для детей определяющим признаком в их понятии о птице. Поэтому к птицам причисляются летучая мышь и бабочка. Скаткин в своей статье, посвященной образованию элементарных понятий в процессе обучения естествознанию, приводит материал, характеризующий усвоение учащимися четвертого класса, ряда естествоведческих понятий. Так, например, на вопрос о том, по каким признакам можно отличить плод от других частей растения, дети отвечали «плоды вкусны», «плоды мы едим», «плоды растут наверху», «плоды красные, а листья зеленые». То есть они указывали в этих случаях признаки наглядные, ярко бросающиеся в глаза, но несущественные. Только ничтожная часть опрошенных детей указала на то, что в плодах есть семена, таким образом выявив правильное усвоение ими понятия «плод». Основание или повод для выработки таких ошибочных понятий лежат в значительной мере в несовершенстве педагогического процесса. Большинство исследований, посвященных тому, как дети овладевают понятиями, пользовалось методом определений. Метод определений не вскрывает подлинного развития понятий, а лишь учитывает их наличный состав. При этом он дает не всегда адекватную картину овладения понятиями. Дети обычно лучше оперируют понятиями, нежели дают их определения, потому что первично ребенок овладевает понятиями не в терминологических определениях, а в конкретных мыслительных операциях, применяя их в различных контекстах. Тем не менее, даже метод определений обнаруживает большой качественный сдвиг в мышлении школьника по сравнению с дошкольником. Основная линия развития мышления проявляется в том, что определения, то есть раскрытия содержания понятия, все более высвобождаются от обусловленности субъектом и от связанности непосредственной ситуации. Определения понятий становятся все более объективными и опосредованными. На ранних ступенях развития у дошкольника значительное место занимают целевые определения. Многочисленные данные различных исследований обнаруживают качественные сдвиги в характере определений у детей на протяжении школьного возраста. Так, Барнес, исследовавший понятие у 2000 детей в возрасте от 5 до 15 лет, установил, что количество целевых определений по употреблению прогрессивно падает, а количество различных видов логических определений растет. Также и по данным других исследований у учащихся начальной школы логические определения прогрессируют за счет целевых. При этом наиболее совершенными оказываются определения, связанные с эмпирически конкретным материалом и еще малодоступное определение сложных отвлеченных понятий. За определением по целевому назначению сначала следует определение посредством перечисления признаков. Первую попытку определить предмет не только отношением его к субъекту, минуя объективное отношение предметов друг к другу, и не только посредством наглядных признаков, представляют логические определения посредством родового понятия. Это определение по своей структуре приближается к определениям формальной логики. Оно включает предмет в класс однородных с ним предметов, а не в систему связанных с ним предметов или понятий По данным ряда исследователей, этот тип определения прогрессирует главным образом у младших школьников от 7 до 10-11 лет При этом слабость обобщения у детей на первых порах сказывается в том, что они часто указывают не на специфический признак, а на частный Их определения поэтому не исчерпывающие, им редко удается определить все определяемое и только определяемое В каждом таком случае дается определение, правильно применимое к одной частной ситуации, но не обобщенное путем выделения существенных для него отношений, независимых от этой ситуации В этих определениях ребенок, пользуясь общими понятиями, все же остается еще связанным частной ситуацией, непосредственно ему данной Для одного двоюродный брат – это сын дяди, для другого – тети Для одного тетя – это сестра матери, для другого – сестра отца Обобщенность мысли далеко не полная Она исходит из непосредственной точки зрения, остающейся неизбежно во власти частных ситуаций Вместе с тем признаки, которыми определяются понятия, часто берутся рядоположно Ребенок пользуется то одним из них, то другим, а не их системой Третьей, более высокой формой определения, являются определения посредством включения понятия в систему определяющих его объективных связей Вместо формальных отношений подчинения Таковы так называемые генетические определения, которые определяют физическое явление связью с порождающими его причинами Или отвлеченное понятие системой существенных для него отношений И такие определения могут носить не вполне обобщенный характер Например, когда 11-летний мальчик в опыте Мессера так определяет разум Разум – это когда мне жарко и я не пью То его определение заключает в себе правильную мысль о том, что разум проявляется в учете последствий Но выражает ее применительно к частной ситуации, на отдельном примере Определение посредством примера у школьника с развитием у него отвлеченного мышления резко падает Поскольку путь к обобщению лежит через раскрытие связей и отношений Эта форма определений открывает большие возможности для обобщения И легче поднимается на высокую ступень адекватного обобщенного определения понятия Включающего все то и только то, что объективно существенно Различные формы определения в реальном мышлении ребенка При этом сплошь и рядом в том или ином соотношении сосуществуют В то время как более элементарные формы определения, то есть раскрытия содержания понятия Вообще еще преобладают в отдельных областях, которыми ребенок лучше овладел Наблюдаются уже и более совершенные формы и обратно В то время как в общем в основных областях той системы знаний Которой в процессе обучения уже овладел ребенок Он освоил высшие формы определения На других отсталых участках еще встречаются и низшие Суждения и умозаключения В развитии суждений ребенка существенную роль играет расширение знаний И выработка установки мышления на истинность Она закрепляется в школьном возрасте обучением В процессе которого ребенку сообщаются знания И от него требуют правильных ответов Оценивая их с точки зрения их правильности Но пока познавательное проникновение в предмет не глубоко Истинным легко признается то, что исходит из авторитетного источника И потому представляется достоверным Учитель сказал Так написано в книге Положение изменяется по мере того, как углубляется познавательное проникновение в предмет И в связи с ростом сознательности Ребенок начинает устанавливать свое внутреннее отношение К истинности своих суждений Первый школьный возраст характеризуется обычно сугубым реализмом установок Господством интереса к конкретным фактам объективной действительности Проявляющегося в коллекционировании, составлении гербариев и прочее Конкретные факты стоят в центре интеллектуальных интересов ребенка Это сказывается на содержании и структуре его суждений В них значительное место занимает суждение наличного бытия И суждение рефлексии, говоря языком диалектической логики Из суждений понятия представлены преимущественно асерторические Значительно слабее проблематические и аподектические Сами доказательства, к которым прибегает ребенок Сводятся сплошь и рядом к ссылке на пример Ссылка на пример и аналогия являются типичными приемами Методами доказательства маленького школьника Очень распространенное представление о том, что мышление ребенка Характеризуется в первую очередь неспособностью раскрывать связи И давать объяснения явно несостоятельно Наблюдения опровергают его Для ребенка скорее характерна легкость, с которой он устанавливает связи И принимает любые совпадения как объяснения Первая попавшаяся связь, часто случайная и субъективная Без всякой проверки принимается за универсальную закономерность Первая представившаяся мысль без всякой критики и взвешивания За достоверное объяснение Мысль ребенка работает сначала короткими замыканиями Лишь по мере того, как ребенок, расчленяя мыслимое от действительного Начинает рассматривать свою мысль как гипотезу То есть положение, которое нуждается еще в проверке Суждение превращается в рассуждение И включается в процесс обоснования и умозаключения По данным ряда исследований У младших школьников наблюдается значительное развитие в способности умозаключения В первом школьном возрасте, 7-10 лет, формируются индуктивные и дедуктивные умозаключения Раскрывающие более глубокие объективные связи, чем трансдукция у дошкольника Но и в этом периоде, во-первых, умозаключения ограничены преимущественно предпосылками, данными в наблюдении Более абстрактные умозаключения оказываются большей частью доступными Главным образом лишь поскольку они могут быть совершены при помощи наглядной схемы Как, например, умозаключения в соотношении величины Не исключена, конечно, и в этом возрасте возможность более отвлеченных умозаключений Но они носят лишь более или менее спорадический характер Целая система отвлеченных умозаключений Например, дедуктивная математическая система Безнаглядной основы в этом возрасте, как общее правило, малодоступна Во-вторых, умозаключения, поскольку они объективны, совершаются в соответствии с определенными принципами или правилами Но не на основе этих принципов Эти общие принципы не осознаются Поскольку логическая необходимость умозаключения неосознана Весь путь рассуждения большей частью недоступен еще пониманию Все эти данные свидетельствуют о большом качественном сдвиге в мышлении школьника По сравнению с мышлением дошкольника Вместе с тем они обнаруживают и границы этой новой ступени мышления Мысль еще с трудом выходит за пределы сопоставления ближайших фактов Сложные системы опосредований ей еще мало доступны Овладение ими характеризует следующую ступень развития мысли Оперируя уже на этой ступени многообразными понятиями вещей, явлений, процессов Мышление ребенка подготовляется таким образом к осознанию самих понятий в их свойствах и взаимоотношениях Тем самым внутри этой ступени мышления создаются предпосылки Возможности для перехода на следующую ступень Эти возможности реализуются у ребенка по мере того, как в ходе обучения он овладевает системой теоретического знания Развитие теоретического мышления в процессе овладения системой знаний Эмпирическое по своему содержанию мышление о характеризованной ступени Может быть по своей форме определено как рассудочное В диалектическом понимании, различающем рассудочную мыслительную деятельность И собственно разумную диалектическую мысль Которая предполагает исследование природы самих понятий Усваивая в ходе обучения систему теоретического знания Ребенок на этой высшей ступени развития научается исследовать природу самих понятий Выявляя через их взаимоотношения все более абстрактные их свойства Эмпирическое по своему содержанию, рассудочное по форме мышление переходит в теоретическое мышление в абстрактных понятиях По мере формирования у ребенка теоретического мышления Ребенок и подросток все больше научаются осознавать обобщенные закономерности явлений Мышление начинает свободно переходить от единичного через особенное ко всеобщему От случайного к необходимому От явлений к существенному в них От одного определения сущности ко все более глубокому ее определению И приходит ко все более глубокому познанию действительности Во взаимосвязи ее различных моментов, сторон, ее сущности Точнее, именно по мере того, как совершается познавательное проникновение мысли ребенка в объективную действительность И совершается формирование его мысли Ребенок не только и даже, пожалуй, не столько все глубже познает действительность По мере того, как развивается его мышление Но и его мышление все более развивается по мере того, как все углубляется его познавательное проникновение в действительность Вместе с тем, переходя в процессе обучения к усвоению системы теоретического знания, которая является уже исследованием самих понятий, мышление ребенка приходит и ко все более совершенному осознанию закономерности своих собственных операций. Неправильно было бы утверждать, как это неоднократно делалось в психологической литературе, что ребенок до развития у него теоретического мышления в отвлеченных понятиях вообще не осознает своих мыслительных операций. Но верно, что лишь на этой ступени развития мышления, когда ребенок в процессе обучения овладевает теоретическим знанием, подводящим его к исследованию самих понятий, форма мышления осознается им в отличие от содержания и познается в ее специфических закономерностях. Это осознание формы мысли в ее специфических закономерностях является существенным фактом или стороной в истории умственного развития ребенка. Оно накладывает новый отпечаток на всю его мыслительную деятельность. Примерно к 11 годам, по данным Пиаже и Армиана, дети начинают осознавать умозаключения не только по их содержанию, но и по их форме. В исследовании Армиана об умозаключающем мышлении ребенка для младших детей до 11 лет, каждая задача в силу различия своего частного содержания, несмотря на тождественность господствовавших в них отношений, представлялась чем-то абсолютно новым и различным. Дети решали задачи, исходя из рассмотрения и понимания их частного содержания. Но такое решение, которое еще не осознало общего и не выделило его в единичном, чрезвычайно ненадежно. Отсутствие в нем обобщенности свидетельствует о том, что существенные связи, на которых основывается решение задачи, неосознаны. С 11 лет дети после решения нескольких задач, построенных по одному общему принципу, говорили при предъявлении им следующих однородных задач, что это все то же самое, и делали вывод уже на основе общей формулы, выделившейся в сознании ребенка из конкретного содержания. В то же время с 7 и особенно с 11 до 14 лет, очень увеличивается значение причинных связей в мышлении ребенка. Причем, как установило исследование Гросса, сначала сильно преобладает интерес к причинам явлений. В своих суждениях ребенок по преимуществу стремится ответить или получить ответ на вопрос «почему». Затем соотношение изменяется в смысле роста числа прогрессивных вопросов по сравнению с регрессивными. Подростка начинает больше интересовать будущее. Его мышление начинает направляться на раскрытие следствий. Вместе с тем, от установления единичных причинно-следственных зависимостей в частных наглядных ситуациях оно поднимается к пониманию общих закономерностей. Мысль начинает более глубоко отличать действительное, возможное и необходимое. В теснейшей взаимосвязи друг с другом появляются суждения, выражающие гипотезы и законы. Гипотезы по самому существу требуют проверки, критики и обоснования, то есть рассуждения. Рассуждение – это прежде всего проверка и доказательство гипотез. Умение рассуждать гипотетически и рассматривать свое суждение как гипотезу, нуждающуюся еще в проверке, составляет самую показательную особенность зрелой мысли. Отсутствие этой способности – самую симптоматическую черту мышления ребенка. Осознание формы мысли, опирающееся на возрастающую обобщенность ее содержания, в свою очередь приводит к тому, что мысль становится более обобщенной, систематической и сознательно целенаправленной. Рассуждения, умозаключения начинают совершаться не только в соответствии с определенными принципами или правилами, но и на основе этих уже осознанных принципов. Это осознание формы мысли дается часто нелегко, но по мере того, как оно достигается, процесс оперирования формы у мысли, овладения ею, представляет по большей части особый интерес. В наблюдающейся иногда у подростков склонности к спорам, дискуссиям, отвлеченным рассуждениям по существу, сплошь и рядом проявляется именно этот интерес к овладению формой мысли. Новый уровень отвлеченной теоретической мысли сказывается также во взаимоотношениях мышления и речи, а также мышления и наглядно-образного содержания восприятия, представления. С развитием теоретического мышления получает принципиально завершенные формы переход от единичного к всеобщему, от конкретного к абстрактному и обратно. Единичное становится выразителем общих свойств, конкретное – формой проявления абстрактного. Притом этот возврат к конкретному, мысленное воспроизведение конкретного через абстрактные определения, взятые в их взаимосвязи, представляет собой продукт высшей зрелости мысли. В отношении между мышлением и речью новый уровень мышления находит себе выражение в том, что а. Значительную роль в речи начинают играть термины, т.е. слова, значение которых определяется из контекста определенной системы научного знания, независимо от случайных наслоений, которые они могут приобрести в той или иной частной ситуации. б. Другим выражением того же сдвига в мышлении является развивающееся в этот период понимание метафорического переносного значения слов, поскольку переносное значение слова – это то обобщенное значение, которое оно приобретает из контекста. Наконец, в «э» особенно заостренно сказываются особенности речевой формы отвлеченного мышления в умении оперировать формулами с буквенными обозначениями – алгебра, логика. Таким образом вырисовывается общий ход и основные этапы в развитии мышления у ребенка, являющиеся ступенями все более глубокого познавательного проникновения в действительность. Мы наметили эти ступени, особенно высшие, очень схематично. Для того, чтобы от этой схемы перейти к изображению конкретного пути умственного развития ребенка, необходим целый ряд специальных экспериментальных исследований. Но возможность правильной постановки этих исследований предполагает, в свою очередь, правильную общую теоретическую концепцию развития мышления ребенка. Большинство имеющихся работ о мышлении ребенка трудно использовать именно из-за порочной общей концепции, из которой они исходят. Поэтому целесообразно пока с возможной четкостью наметить общую линию развития мышления, с тем, чтобы затем отдельные звенья ее были уточнены и конкретизированы в специальных исследованиях. Эти намеченные нами ступени развития мышления могут быть ориентировочно отнесены к возрастным периодам. Можно ориентировочно сказать, что развитие мыслительной деятельности, начинающееся с возраста вопросов, может быть отнесено к дошкольному возрасту, что развитие эмпирического рассудочного мышления типично по преимуществу для учащегося начальной школы, а развитие теоретического мышления для учащегося средней школы. В практических педагогических целях для предварительной ориентировки педагога это необходимо. Но при этом надо помнить, что возрастные особенности реально даны лишь в единстве с индивидуальными. В такой сложной и высокой функции, как мышление, индивидуальные различия особенно велики. Они, к тому же, тем больше, чем старше ребенок, чем выше уровень его развития. Говоря о ступенях в развитии мышления, необходимо иметь в виду, что высшие ступени, развиваясь, не вытесняют низших, а преобразуют их. Когда развивается теоретическое мышление, то ни сенсомоторное, наглядно-действенное, ни наглядно-образное мышление, конечно, не исчезают, а преобразуются, совершенствуются, сами поднимаются на высшую ступень. Между ними создаются многообразнейшие, сложные, от случая к случаю, индивидуально варьирующие взаимоотношения. Так как ступени в развитии мышления связаны по преимуществу с определенным содержанием, они являются универсальными структурами, покрывающими равномерно все мышление ребенка определенного возраста, независимо от его содержания, то в мышлении каждого ребенка можно обычно на различных участках обнаружить одновременное сосуществование различных ступеней. Ученики старших классов начальной школы обнаруживают качественно различный уровень мышления при оперировании целыми числами и в операциях с дробями. Так, например, решая пример из области целых чисел 25-11, ученик от 25 отнимает 5, а затем из полученного результата 20 отнимает 6. Он производит эту операцию, не нуждаясь в опоре на наглядный материал. Его операции с целыми числами носят абстрактно-вербальный характер, а не опираются на знания числовых отношений. Но операции с дробями тот же самый ученик может успешно выполнить только при наличии наглядного материала. Так, например, получив задание разделить три предмета на четыре равные части, ученик дробит каждый предмет на соответствующее количество долей, распределяет доли и только затем дает словесное обозначение полученному результату. Таким образом, его операции с дробями носят наглядно действенный характер. Образование и операции различных уровней, конечно, не просто внешне сосуществуют. Сосуществование различных ступеней в мышлении ребенка означает по существу, что в ходе развития мышления, как и во всяком процессе развития, имеются как передовые, нарождающиеся, так и отмирающие отсталые формы, между которыми идет борьба. Внутреннее противоречие и борьба между передовыми, только еще нарождающимися формами мышления и уже отмирающими формами, господствовавшими на предыдущей стадии, проходят через всю историю развития мышления. Сосуществование различных ступеней в мышлении ребенка не снимает, конечно, вопроса о том, какая из них является определяющей. С точки зрения, например, Пиаже с его теорией спонтанности мышления, такой ступенью, определяющей подлинный уровень мышления ребенка в целом, является наименее затронутая обучением и потому неизбежно наиболее отсталая сфера. Для нас определяющей является наиболее передовая область. На различных этапах развития разные области знания являются теми выдвинутыми вперед участками, на которых формируются более высокие формы мышления, на которых оно раньше всего переходит на высшую ступень. В раннем возрасте такой областью является, по-видимому, арифметика. В процессе овладения количественными определениями формируется абстракция от конкретно качественных свойств вещей. При переходе изначальной в среднюю школу такую же роль в развитии отвлеченного мышления может играть алгебра. В разные периоды разные науки вносят каждый свой специфический вклад в развитие мышления и могут явиться тем плацдармом, на котором раньше формируются те или иные стороны более высоких ступеней мышления. Теории развития мышления ребенка Господствующая в современной зарубежной психологии общая концепция развития наложила очень глубокий отпечаток и на господствующее в ней понимание развития мышления. Типичным для понимания путей развития мышления у ряда таких крупных исследователей детского мышления, как Бюллер, Штерн, Пиаже и других, является соединение идеализма в трактовке природы мышления с биологизмом в понимании движущих сил его развития. В развитии мышления выделяется ряд будто бы независимых от содержания формальных структур, сменяющих друг друга в зависимости от возраста. Их последовательность предопределена биологическими закономерностями возрастного созревания. Значение обучения, в процессе которого ребенок овладевает определенным познавательным содержанием, сводится на нет. Развитие мышления рассматривается как стихийный процесс, как продукт лишь органического созревания. На этой биологизаторской основе одна за другой возводятся сугубо идеалистические настройки. Так, для Штерна существо мысли заключается в интенсиальном отношении, которое дано рядом с соответствующим представлению содержанием. Штерн связывает его с общей целенаправленностью, которая с точки зрения его персоналистической метафизики изначально заложена в личности. В качестве второго признака, который наряду с интенциональным отношением определяет по Штерну мышление, он выдвигает господство над движением сознания посредством активного устремления на новые намерения. Этот процесс совладения процессом своего сознания совершается по Штерну благодаря речи, с развитием которой и начинается поэтому развитие мышления. Развитие образования понятий начинается с общих принципов и категорий. В итоге у Штерна получается сугубо идеалистическая, телеологическая и априористическая концепция развития мышления. В качестве основного закона развития выдвигается то положение, что развитие мышления будто проходит через ряд стадий, следующих друг за другом с фатальной предопределенностью. Штерн сам отмечает, что в этом понимании развитие мышления представляет собой частный случай очень широкого закона развития. Суть его в конечном счете сводится к тому, что психическое развитие ребенка является стихийным процессом, который совершается самотеком в силу взаимодействия, конвергерции, внутренних закономерностей, заложенных в личности и внешних факторов. За этим очень спорным теоретическим обрамлением у Штерна вскрывается большое богатство никак не связанных с ним очень тонких наблюдений над мышлением детей и ходом их умственного развития. В отличие от целого ряда других ученых, охотно оперирующих обезличенными статистическими средними, добытыми путем обработки данных тестирования, Штерн широко пользуется пристальным, длительным, индивидуализированным изучением детей, прежде всего собственных. Эта близость его к жизни детей придает подкупающую свежесть и правдивость многим частным его наблюдениям. Аналогичные тенденции определяют и концепцию Бюллера. Развитие мышления ребенка для него всецело определяется биологическим созреванием организма. Само понимание мышления остается при этом явно идеалистическим. Как и Штерн, Бюллер подчеркивает роль речи, слова в развитии мышления и выдвигает на передний план априорные категории. Особенного внимания и анализа требует та очень популярная концепция детского мышления, которую дал Пиаже. Пиаже определяет мышление ребенка до 11-12 лет как синкретическое. При этом синкретизм представляется, по крайней мере, в первых основных его работах, как единая универсальная структура, покрывающая все мышление ребенка. Синкретизм выражается в том, что ребенок будто оперирует целостными, недифференцированными схемами. Синтез у него не опирается на анализ. Вместе с тем он рядополагает, вместо того, чтобы синтезировать. Эта структура мышления, согласно Пиаже, обусловлена эгоцентрической природой ребенка. Концепция эгоцентризма Пиаже связана с концепцией психоаналитиков, с одной стороны, социологической школы Дюркгейма, с другой. Пиаже исходит из понятия аутистического мышления и определяет эгоцентрическую мысль как промежуточную форму между мыслью аутистической и разумной. Но в то время, как аутистическое мышление определяется в первую очередь тем, что оно не подчиняется принципу реальности, то есть не сообразуется с объективной действительностью, эгоцентрическое мышление определяется в первую очередь тем, что оно не подчиняется принципу социальности. Оно несообщаемо. Переходя к интерпретации аутистической мысли, Пиаже выдвигает то положение, что генетической основой всех различий между аутистической и разумной мыслью является социализированный характер разумной мысли, предназначенный для сообщения с одной стороны, и несообщаемость аутистической мысли, по существу своему индивидуальной, с другой. Концепция психоаналитиков перекрывается и перекрещивается с концепцией социологической школы Дюргейма, для которой объективность сводится к социально организованному и согласованному опыту, а логическая необходимость к общезначимости. Для Пиаже в связи с этим эгоцентризм не только установка, это целый строй или система мыслей, определяющая представление о мире. Это мировоззрение ребенка, которое предопределено структурой его мышления. По Пиаже на самой ранней ступени своего развития ребенок уже имеет свою философию, он солипсист. Затем на смену солипсизму приходят другие, обусловленные эгоцентризмом формы мифологического мышления. Анимизм, артифициализм и прочее. При этом, с точки зрения Пиаже, эгоцентризм непосредственно заложен в природе ребенка. Он определен его психологической субстанцией. Это первичный биологический факт. Ребенок, по Пиаже, первоначально не социальное существо. Процесс его социализации происходит извне, под напором окружающей ребенка социальной среды, которая постепенно побуждает ребенка приспособить свою мысль к мысли окружающих и вытесняет из него таким образом заложенный в его природе эгоцентризм. Большая и неоспоримая заслуга Пиаже заключается в том, что он ярче и глубже, чем кто-либо, поставил вопрос о развитии мышления ребенка как вопрос не только количественных, но и качественных изменений и попытался выделить в ходе умственного развития ребенка качественно различные ступени. При этом вопрос об этих ступенях и их характеристике Пиаже поднял в план большой общепсихологической проблематики. Однако, подчеркнув развитие мышления ребенка от зрелой мысли взрослого, Пиаже внешне противопоставил их друг другу, разорвав по существу единство умственного развития человека. За несомненно существующими различиями для него вовсе исчезла такая несомненно существующая общность различных ступеней, на которых основывается преемственность в ходе развития. Это внешнее противопоставление детской мысли ребенка и зрелой мысли упирается у Пиаже в такое же внешнее противопоставление индивидуального и социального, не учитывающее общественной природы самого человеческого индивида. В связи с этим мышление и даже речь представляются в теории эгоцентризма у Пиаже как состоящие из актов изолированного индивида, который плетет их ткань, будучи замкнут в самом себе. Утверждая далее, что лишь наступающая затем социализация мысли ребенка, преодолевая заложенный будто бы в его природе эгоцентризм, делает ее разумной и логичной, Пиаже становится на позиции явного конвенционализма. Истина определяется неадекватностью мысли бытию, а согласием умов между собой. Логика мысли отрывается от логики бытия, от объективности, превращаясь в функцию идеалистически понимаемой социальности. Она будто бы порождается лишь идеальным контактом сознаний друг с другом вне контакта с объективной реальностью. В этом снова проявляется идеализм, выступающий как с лицевой, так и с оборотной стороны рассуждений Пиаже. С этим связано и то, что развитие мышления превращается лишь в смену точек зрения, эгоцентрической и социальной. Оно рассматривается вне связи и зависимости от объективного познавательного содержания, которым в ходе обучения овладевает ребенок. Недоучет зависимости форм мысли от содержания, которому принадлежит в действительности ведущая роль, и лишает Пиаже возможности вскрыть подлинные пути развития мышления, которое совершается в постоянном взаимодействии формы и содержания. В психологической литературе, главным образом английской, имеется ряд работ, критически противопоставляющих себя Пиаже. Все они противопоставляют Пиаже другие концепции. Самой крупной из этих работ является книга «Айзекс». Эта книга содержит обширный фактический материал, почерпнутый из длительных наблюдений педагогам над детьми в возрасте от 3 до 8 лет. В фактической своей части она дает значительно более прогрессивную характеристику умственного развития ребенка, чем работы Пиаже. В дневниковых записях детских высказываний, зафиксированных «Айзекс», можно найти яркие образцы того, что, вопреки Пиаже, дети иногда очень рано улавливают относительность некоторых явлений и понятий, что они рано обнаруживают совсем не синкретический образ мысли и вовсе не эгоцентрические установки. Но интересная по своим фактическим данным книга «Айзекс. Об умственном росте детей» не дает той истории умственного развития детей, которая правильно отразила бы его истинный ход. В ней, противоположность Пиаже, пожалуй, недоучтены качественные различия в структуре мышления ребенка-дошкольника и не вскрывается, как изменяющееся объективное предметное содержание знания, осваиваемое ребенком в ходе обучения, приводит к изменению структуры его мышления. В психологической литературе СССР изучению мышления ребенка посвящен целый ряд исследований – работы Блонского, Выгодского, Узнадзе и его сотрудников, и ряд других. Некоторые из них связаны с теоретическими построениями, перекликающимися с ранее отмеченными теориями развития мышления ребенка. Текст читал Роман Волков. Текст читал Роман Волков.